Владимир Скайакс Сигне Роман Перевод Лаймы Виннен Читает Евгений Бразуль-Брушковский Глава первая Вагон поезда почти пустой. Большинство пассажиров уже сошли. Лишь изредка кое-кто еще подсаживается на малых станциях и поезд, не спеша набирая скорость, отправляется к следующей остановке. За окном проплывают по весеннему зеленые пригорки, поля с озимами, на склонах железнодорожной насыпи мелькают белые цветки перелесок. В тени еловых посадок вдоль рельсового пути местами еще виднеется почерневший снег, но солнце припекает все настойчивее, того и гляди запылят проселки. Уже сейчас на пригретых солнцем холмах, по которым, таща за собой тяжелые прицепы, ползают тракторы, вздымаются в воздух и медленно оседают дымчатые облака пыли. Последние сроки сева. Тем, кто прозевает эту пору, останется лишь сетовать на то, что семена не всходят, засыхают, а уж рассчитывать на урожай и вовсе не придется. Вряд ли я этой весной успею потрудиться на посевных работах. Скорее всего, справиться без меня. Бывает, правда, всякое. В одном колхозе уже кончают посевную, когда в другом только еще приступают к ней. И вовсе не потому, что хозяева нерадивые, просто земли встречаются, очень уж различные. Рядом с возвышенностями простираются неосушенные равнины, куда в сырую осеннюю или весеннюю пору и не вздумай сунуться с техникой. Но нынешняя весна сухая. Тепло наступило стремительно, снег растаял, порывистый ветер разогнал груды туч, почти разом вернулись перелетные птицы, и через день-другой можно было бы начать весенние работы. Пахать, необработанные осенью земли, баранить, сеять. Поезд мчится вперед, как по тоннелю. По обе стороны путей на железнодорожной насыпи возвышаются плотные ряды елок. Так и кажется, что они стиснут рельсовую дорожку, поезд застрянет, остановится и дальше не пойдет. Конечно же, этого не происходит. Состав вырывается на равнину и неуклонно приближает меня к избранной цели. Скоро моя станция. Начнется жизнь, по которой я тосковал, которой так жажду. Я жду ее с таким нетерпением, как паломник Мекку. Ясно, что я не паломник. Такое сравнение пришло мне в голову под впечатлением недавно прочитанной книги. Но мое нетерпение не унимается. Как все будет? Я знаю, что никто меня специально не ждет. Самому придется начинать новую жизнь, устраиваться, обвыкать. Трудно это будет или легко? Никто не ответит на мои вопросы. Во всяком случае, будет не так, как представлялось в часы светлых раздумий. Будет иначе. Не столь безоблачно. Так бывало всегда. Иначе и труднее, чем мечталось. Почему? Скорее всего, потому что я слишком молод и неопытен. Я не считаю, что я хуже других. Возможно, от того, что мне не хватало родительской поддержки. Мне до сих пор было все равно, что со мной происходит. Так же, как большинство молодых людей, я не заметил в себе признаков каких-либо особых талантов. Я могу быть кем угодно и с таким же успехом никем. Кем угодно – это в том невероятном случае, выбери я что-либо определенное и примись за зубрежку. Но я поддался течению событий, надеясь на то, что меня прибьет именно к моему берегу. Словом, я всегда верил в счастье и в везение, в то, что удача меня не оставит. Этой вере я обязан тем, что сейчас сижу в поезде, который должен доставить меня до земли моего счастья, туда, где я необходим. Да, я думаю, что я где-то нужен и необходим. Там меня встретят как своего, как друга. Там я буду дома. Смешно. Но посмеяться над собой отнюдь не самое плохое из всего, что человек может сделать. И я улыбаюсь себе, этому миру и местечку со старинным названием – Мужнеки. Осталось несколько минут езды. В моей жизни уже бывало такое, что я со странной радостью на душе отправлялся навстречу неизвестному. И, если говорить честно, до сих пор мне об этом не приходилось сожалеть. Впервые это случилось несколько лет назад, в ту осень, когда мой папаня надумал пережениться. О, это было пикантно и забавно. Мне было жаль маму, не то я как следует развлекся бы. Узнав о случившемся, мама перестала улыбаться, как-то сразу осунулась и стала непривычно серьезной. Зато папаня расцвел и повел себя подчеркнуто, шумливо и самоуверенно. Я даже имел честь познакомиться с его новой супружницей – худой, размалеванной девчонкой. Такие на танцульках курят, пьют дешевые вина и зажимаются по углам с молокососами. Возможно, это была чуть постарше, более хриплой и тщательнее подкрашенной. Как-то я подмигнул ей заговорщически, и она весь вечер, проведенный мною у отца, не сводила с меня глаз. Между нами образовалось нечто неопределенное. Клянусь, не будь она папашиной избранницей, у нас с ней что-нибудь бы дополучилось. После этого, чтобы не видеть нашу семейную драму, наигранное веселье отца, слезы матери и вдруг прорезавшиеся морщины на ее лице, я бросил школу и поступил на курсы сельских механизаторов. Подался навстречу неизвестному, чтобы стать самостоятельным и избавить разбитую горем мать от забот обо мне, а папаню освободить от ответственности и материальных забот. Пусть купается в своем счастье, как сыр в масле. Все равно за ним оставались неприятные расходы, связанные с младшей сестренкой. Но в этом я ему не мог помочь. Пусть борется сам. Так всегда он говорил мне. Борись сам, достигни всего сам. О, да. Мой папаня достиг многого. После войны, будучи еще пацаном, он приехал в Ригу, работал и учился, чтобы стать кем-то. И стал действительно кем только он не был. Прежде чем осесть в нашем городке, где я повстречал маму, он работал и в лесной промышленности, и в пожарной охране, и в системе профсоюзов и местных советов. Папаню буквально распирал от гордости, когда он называл свои профессии и звания. Обычно, желая меня норовоучить, он говорил, без старания я ничего бы не достиг. А ты? Затем следовал перечень моих прегрешений. Хуже, если он принимался рассказывать о том, каким целеустремленным он был еще в отрочестве. Как правило, он начинал так. Я в твои годы уже был тем-то и тем-то, а ты только и знаешь, что дурака валять. Мама обычно слушала, нежно поглядывала на Папаню и согласно кивала, поддерживая таким образом его, и стараясь убедить меня в том, что пора взяться за ум. Надоело по горлам. И когда наша семейная идиллия рухнула, я решил стать независимым и свободным. И я им стал. После окончания курсов я около года проработал в совершенно незнакомом мне колхозе, куда меня распределили. Колхоз был не лучше и не хуже большинства посредственных хозяйств. Не скажу, что мне жилось там не весь как распрекрасно, но все же вполне сносно. Во всяком случае, я не путался ни у кого под ногами, даже напротив, меня считали хорошим молодым специалистом. И уж, конечно, никто не попрекал хлебом и не обвинял в том, что я боляю дурака. Тут подошла пора службы в армии. Я добросовестно отслужил. В отпуск к родителям я не приезжал. А после демобилизации выяснилось, что у меня есть официальная мачеха и маленький сводный брат. Я не стал их навещать. Пусть живут спокойно. А у матери с сестренкой побывал. Печальная картина. Мать напоминает выброшенную на сушу рыбу. Ей так до сих пор и не верится, что отец бросил ее. Она обвиняет в случившемся только эту вертихвостку, заморочившую голову отца. Мать надеется, что отец еще отдумается. Тогда она его великодушно простит. Ну, спасибочки. Эта сиропная атмосфера не для меня. Прочитав в газете, что в мужниках требуется механизатор, я отправился сюда. Мне приходилось бывать в этих местах в мальчишеские годы. Честно говоря, я только и помню, что длинную пыльную улицу и деревянные домишки. Интересно, как там сейчас. Но гадать незачем. Скоро увижу. Хотелось бы с кем-нибудь поговорить. Но женщина с вязанием в руках не очень располагает к этому. А парнишка, учащийся, слишком мал для того, чтобы от него услышать что-либо толковое. Все равно хорошо. Да, действительно, армейская жизнь сильно отличается от штатской, в которую я сейчас возвращаюсь. Армия – это сплошной экзамен. Преодоление себя, самоутверждение, полезное каждому. Можешь убедиться в том, на что ты способен, чего стоишь. Понять, что ты не хуже остальных, не хилея своих ровесников. Теперь я демобилизованный танкист-механик в звании ефрейтора. Это немного, но достаточно для того, чтобы смело ступить в жизнь и ничего не бояться. Это значит, что у меня есть небольшой жизненный опыт и профессия. Теперь, как сказал бы мой папаня, все в собственных руках. Поезд вздрагивает и начинает тормозить. Если не ошибаюсь, я приближаюсь к цели своего путешествия, к оазису, в котором надеюсь обрести покой до своего многострадального сердца. Мне предстоит здесь провести, я так думаю, лучшие годы жизни. Конечно, можно было вернуться в колхоз, откуда я ушел в армию, но там с тех пор кое-что изменилось. Глава вторая Вот они появляются, мужнияки. Медленно, постепенно, как бы неохотно. С душевным трепетом я жду, когда же раскроется что-либо побольше. Поезд уже довольно долго движется замедленным ходом вдоль складов лесоматериалов. Я знаю, что в мужниках есть небольшое деревообрабатывающее предприятие, несколько лесопилен. В окрестностях растут величественные леса, в которых осуществляется вырубка. Древесину обрабатывают и отправляют в города и новостройки. Насколько я знаю, на этом предприятии всегда нужны рабочие и квалифицированные тоже. Но все же я считаю себя сельскохозяйственным специалистом. Как гордо это звучит. Несмотря на то, что механизатором я проработал всего-то около года. Нет, я не собираюсь разбрасываться, менять специальность и вертеться как флюгер. Только в том случае, если в механических мастерских колхоза не найдется для меня места, можно будет попытать счастье у лесопромышленников. Во всяком случае, я хочу к тракторам, к механизмам. Я желаю заниматься работой, которой я учился, которую исполнял. Хочу быть там, где пригодились бы мои приобретенные в армии знания. Наконец, появляется станция. За эти годы построено новое здание. Дальше виднеются дома, которых раньше здесь не было. Судя по всему, в поселке много нового. Это мне нравится. Я не из тех, кто вздыхает при одном только виде бабушкиной прялки, угольного утюга или ручной кофемолки. Я также не в восторге от дряхлых, проваливающихся в землю домишек, банек, сарайчиков и клетей. Я жил в таких развалехах и знаю, чего это стоит. Если у меня когда-нибудь будет квартира, то обязательно в новом доме и со всеми удобствами. Всему свое время. Пора старых хуторов миновала. Сегодня там живут лишь те, кому некуда уйти или фанатики, которые не могут обойтись без того, чтобы не копаться на своем клочке земли. Ну да, еще и горожане, предпочитающие проводить отпуск на лоне природы. Я люблю землю и хочу работать на ней, но только на просторных полях, к тому же на технике. Поэтому я не стану просить у колхоза землю, даже в том случае, если я сяду здесь навсегда, если у меня появится семья. Но не смешно ли? Не успевши снять солдатскую шинель, уже думаю о жене тебе. Для того, чтобы пожениться, требуется двое, а я, как видно, в настоящий момент совершенно один. Девушка, которая обещала меня дожидаться, не сдержала свое слово. Уже через год она перестала мне писать, оставив в мучительных догадках о случившемся. Теперь мне смешно и это. Что может случиться с молодой девушкой, обещавшей два года ждать? Вероятнее всего, что она перестанет ждать. После демобилизации я узнал, что она уже носит другую фамилию. По правде говоря, у меня даже не возникало желания повидаться с ней. Это и послужило причиной тому, почему я не вернулся на прежнее место работы. Поезд наконец останавливается. Подхватываю свой чемодан, вскидываю на плечо вещмешок, выпрыгиваю на перрон, солнце слепит глаза, прищуриваюсь, чтобы привыкнуть к яркому свету. Дежурный по станции уже поднял желтый флажок и состав катится дальше. Пассажиры расходятся. Один я топчусь на месте, прикидывая, в какую сторону идти. В конце платформы виднеется доска объявлений. Предложения работы. Принимаюсь их читать. Зачем? К черту. Сначала в колхоз. Если там не повезет или не понравится, в любое время смогу вернуться. Это действительно чертовски хорошо, что человек не должен ломать голову, где найти работу. Если ты не ленив, перед тобой всегда есть выбор. Именно поэтому находятся люди, которые начинают чересчур разбираться, придираться, мнить из себя не весь каких незаменимых и редких специалистов, хотя по сути своей это обыкновенные лодыри. Длинная песчаная улица, запомнившаяся с детства, стала неузнаваемой. Асфальт, новые дома. Меня охватывает чувство, что я приехал в незнакомый мне поселок. Центральная улица ведет мимо универмага, кафе и парикмахерской. Там, где раньше простирался заросший пустырь, сейчас возвышаются многоэтажные блочные дома. Улицы, засыпанные щебнем, ждут, когда их покроют асфальтом. Из одного окна навязчиво гремит незнакомая мне рок-музыка. За годы службы я сильно отстал в этом плане. Раньше мне нравились современные мелодии, я даже чрезмерно увлекался музыкой. Я никогда не был таким болваном, чтобы думать, что то, что нравится мне, непременно должны слушать и любить все. Вкусы различны, и о них не спорят. Только очень ограниченный человек может водрузить свой маг на подоконник и заставить его реветь на всю округу. Конечно, я появился здесь не для того, чтобы немедленно навести порядок, поэтому оставляю позади свой путь вниз по главной улице. У первого встречного узнаю, где находятся правления колхоза и механические мастерские. Оказывается, идти еще порядком. Сожалею, что не оставил свою поклажу на станции. Если придется тащить обратно, будет потеха. Во дворах разгуливают куры, громко и настырно перекликаются петухи и самозабвенно, как будто во хмелю, чирикают воробьи. Под кустом в сирене сидит белый ангорский кот и в напряженной неподвижности подкарауливает их. Неподалеку от скворечни, по праву занятой парой скворцов, щебечет и шумит скворец, одаривая остальных самцов подозрительными и недоверчивыми взглядами. Где-то мычит корова, лениво лает охрипший пес. Людей не видно. Может показаться, что в этих местах живут одни животные, а люди покинули их, бросив на произвол судьбы. Сбежали неизвестно куда и неизвестно от чего. Все же чуть дальше до моего слуха долетает шум мотора трактора. По звуку узнаю тяжелый К-700. На таком я еще не работал, но не сомневаюсь, что придет время и он будет слушаться мои руки так же, как недавно слушался танк. Асфальт кончается. Не совсем, правда, понятно, действительно ли кончился или ушел под воду. Ноги увязают с лякоти неопределенного цвета. Не вытащить. Непонятно даже, где здесь должна быть дорога. Слева и права простирается изъезженная автомобильными колесами и тракторами топь. Как немоторизованному человеку преодолеть такое место? Только армейские кирзовые сапоги спасают меня. Ноги не промокают. Тащу тяжелый чемодан, который именно сейчас начинает оттягивать руку, и еще раз проклинаю себя за то, что не оставил его на станции. Вовсе не сказано, что не придется ступать обратно. Омня мэ мэ кум порту. Это совершенно точно. сказано обо мне. Среди древних, оказывается, были весьма умные люди. Для чего я тащу свой чемодан с вещичками? Просто-напросто они помогают жить, облегчают существование, более того, бывают просто необходимы. И все же это несущественно. Они не я. Моя сущность в том, чего я не могу бросить, в том, что постоянно ношу с собой, в том, что во мне. Знания и ум в магазине не купишь. Это не цветной телевизор. Увидел, пожелал, спросил, сколько стоит. Если имеются деньги, просишь выписать чек. Ничего подобного. Ум способен оценить лишь тот, за кем он хоть немного, но водится. Поэтому и возможен парадокс. Узнавая все больше, человек открывает, что сумма его невежества растет. Будь я умнее, будь во мне больше нежности к маме и к сестренке, разве я бросил бы их тогда, после десятого класса? Теперь я часто думаю об этом, но изменить что-либо, чтобы обратить все к лучшему, уже нельзя. Я повзрослел. У меня началась своя самостоятельная жизнь. Ее следует жить самому, а не греться под крылом матери. То, что разрешено в мальчишестве, в ранней молодости, не прощается мужчине. Все равно жаль. Все равно жаль. Как они там одни? Быть может позже, когда я устроюсь и начну работать, я смогу... Что-то булькает, и я чувствую, что тону. В торопях хочу вытащить ногу из глинистой топи, но вторая нога проваливается еще глубже. В сапог набирается вода. Ну и свинство. Можно подумать, что я жалкая пехота, а не танкист. Нет ничего противнее, если у тебя одна нога мокрая, другая сухая. Это означает, что скоро захромаешь. Кто шагал с мокрыми портянками, тот знает. Не понимаю, в честь чего самый плохой отрезок дороги здесь не заасфальтирован. Наконец я перешел море грязи и нахожусь на суши. Можно отдохнуть. Ставлю на пригорок свой чемодан и вещмешок. Оглядываюсь. Черт побери. Болоце в низине ослепительно сверкает на солнце. Если бы я не преодолевал его, мне и в голову не пришло, что под этой сверкающей гладью скрывается такая топь. Возможно, есть другая дорога, соединяющая поселок с колхозным центром, но я не вижу ее. Значит, ее нет. Я привык верить только в то, что вижу собственными глазами, в то, что нащупывает моя рука, что ощущает моя мокрая нога. Теперь, снова выбравшись на асфальт, я могу оценить свое стратегическое положение. Промокла только левая нога. Стоит ступить на нее, как в сапоге начинает булькать. Это обидно. Но никакой трагедии нет, не зима и идти мне не так далеко. И хотя я не могу определить длину своего пути с предельной точностью, мне все же очень хочется думать, что где-то совсем близко отсюда начнется моя полноценная жизнь, которая, как я наслышан, начинается у всех демобилизованных солдат. Значит, нечего ныть. Вперед! Раз, два, три, буль, буль. Глава третья. На перекрестке дорог виднеется несколько новых зданий. Если я не ошибаюсь, то прямо напротив и ближе ко мне находится магазин. Прищуриваюсь на солнце и действительно могу разглядеть двух мужчин с бутылками в руках, выходящих из магазина. Они останавливаются неподалеку, как я догадываюсь, у живой изгороди, чтобы опустошить их. Запрокинув головы, они поднимают бутылки и неспеша выливают содержимое в жаждущие глотки. Мне тоже сейчас не мешало бы выпить бутылку пива. Набегался не хуже борзой. Почти как на маневрах прошлым летом. Танки тогда так накалились на солнце, что до металла нельзя было затронуться. Сейчас, конечно, легче. До магазина метров двести. Если бы не хлюпающий сапог. Как он выводит из равновесия. Ну ничего. Скоро все уладится. Напротив магазина на пригорке видна школа и спортивная площадка. Сейчас там царит невообразимая тишина. Тишина у школы это что-то противоестественное. В школе должны шуметь, бегать, шалить. Да, да, конечно, в школу приходят для того, чтобы учиться. Видимо, уроки еще не кончились. И все же мне хочется, чтобы там стоял шум гам. Тишина утопающая в плодовых деревьях на краю станицы, где проходили наши прошлогодние маневры. Мы тогда истомились от жары. Наши замаскированные танки притаились у старого кургана. Не ощущалось ни малейшего дуновения ветра. Я потряс флягу, пустая. Лейтенант разрешил мне и Грише сбегать за водой. Ближе всего от нас находилась школа, и мы пошли туда, потому что для более далекого похода ни времени, ни сил. Все замерло от зноя, притихло, словно в ожидании чего-то. Примолкшие и усталые мы пошли искать воду. Около школы душно пахло увядающей акацией. Листья деревьев сморщились от жары. Одни лишь тополя, стройные и темно-зеленые, устремлялись навстречу палящему небу. Казалось, что наши сапоги в тишине стучат слишком громко. Я невольно стал ступать осторожнее. Гриша тоже пошел тише. За школой мы вдруг остановились от неожиданности. У колодца стояла девушка, и в ведре возле ее ног переливалась и искрилась вода. У меня перехватило горло. я не мог произнести ни слова. Вода. Вода, по которой так истомились наши пересохшие глотки. Вода, которую мы искали, из-за которой пришли сюда. Но мы стояли, как истуканы, пораженные увиденным. Нас охватило чувство, которое было сильнее жажды и усталости. Я глядел на девушку, хотя больше всего на свете мне сейчас хотелось пить. Девушка с не меньшим удивлением смотрела на нас и молчала. Наше появление настигло ее за очень простым и обыденным занятием. Мы ворвались в ее мир внезапно и неожиданно. Она чувствовала себя скованной и неуклюжей. Девушка была в том возрасте, когда начинает ощущать свою пробуждающуюся женственность, когда хочется быть красивой и нравиться. Но она была одета в тонкую старую подростковую юбчонку, которая давно стала ей коротка и тесна. На бедрах она расстегивалась, и девушка, зная это, прижимала локти к талии. Она выглядела смущенной и испуганной. Ничего не сказав, я сделал несколько шагов в ее сторону, девушка отступила, я остановился и показал на свою солдатскую флягу, потом бросил ее на землю и припал губами к ведру. В жизни я не пил такой вкусной воды. Я глотал ее шумно, и мне казалось, что я никогда не напьюсь. Гриша тихо отодвинул меня в сторону и упал на колени перед ведром. Он пил не менее жадно, и вода, очевидно, доставляла ему огромное удовольствие и приносила удовлетворение. Я поднял глаза на девушку. Она преодолела свою робость, и теперь наши коленопреклоненные позы показались ей достаточно смешными, но стоило ей расхохотаться, как она вмиг утратила свою хрупкость, свежесть и неповторимость. Она стала обыкновенной и даже вульгарной. Это меня неприятно поразило, но в то же время стало жаль девушку. Она ведь не виновата в том, что вдруг стала такой, какой была на самом деле. Утолив жажду, мы с Гришей наполнили фляги. Гриша все никак не мог расстаться с девушкой, а я пошел прочь. Сейчас жизнь после демобилизации кажется мне похожей на ту девушку у колодца. Я не хотел бы, чтобы она потеряла свою первозданную свежесть, стала обыкновенной. И, конечно же, какое-то пустяковое хлюпанье в сапоге не в силах омрачить ее. Глава четвертая. За магазином в купе деревьев находился молочный завод, а под деревьями в кустарнике толкутся несколько мужчин и пьют пиво. Видимо, всякий, кто привозит сюда молоко на телеге или приносит на коромысли, традиционно заглядывает в магазин. Очевидно, здесь так заведено, что магазин нечто более популярное, чем колхозная контора или даже общее собрание колхозников. У магазина ежедневно встречаются люди, болтают, обсуждают колхозные новости, события в мире, рассказывают анекдоты, делятся горестями и радостями, сюда всегда приходят, собираются, утоляют жажду и делают покупки. Медленно, чтобы вода в сапоге не булькала громко, я приближаюсь к группе мужчин. Не могу решить, заговорить меня с ними или пройти мимо прямо в магазин. Пока я топчусь в нерешительности, из магазина с тяжелой корзинкой покупок выходит девушка. В облике ее нет ни красоты, ни уродливости, скорее уж она просто невзрачная, ни то ни сё, из тех, кто на танцах сидят на скамейках вдоль стен, хотя в большинстве случаев хорошо танцуют. Девчата вообще танцуют лучше, ребят, а такие безликие, как эта, особенно. Видимо, это своего рода компенсация за обделенность. Девушка останавливается и обводит взглядом мужчин, ни на ком отдельно не задерживая внимания. Потом ее взгляд легко, словно тень облака, проходится по мне и снова возвращается к мужчинам. Я могу поручиться, что она смотрит на тощего верзилу с пышными бакенбардами и копной черных кудрей. Ничего не скажешь. Кадр в самом расцвете, а лет так двадцати трех, двадцати четырех. Он держит в руке бутылку пива и что-то говорит остальным. Я уверен, что парень заметил девушку тотчас же, как та вышла из магазина, но он делает вид, что не заметил ее. Подчеркнуто, увлеченно беседует с мужчинами, чего-то рассказывает им и в сторону магазина даже не глядит, более того, поворачивается к девушке спиной. Девушка перекладывает корзину с покупками из одной руки в другую и медленно спускается по лестнице, одарив затылок Верзилы такой презрительной гримасой, таким взглядом, какого я никогда не хотел бы заслужить. Но этот толстокожий ничего не чувствует. Увидев девушку, усатый мужчина подмигивает Верзиле и тихо, но все же так, чтобы и я, и остальные слышали, говорит, гляди-ка, Генри, твоя пошла. Толстокожий Генри даже не поворачивается. Это явно доказывает, что он заметил девушку еще тогда, когда она выходила из магазина. Он корчит еще более самодовольную рожу и небрежно роняет. Была охота. Это следует понимать только так, что к девушке он совершенно равнодушен. Но ты же сам убивался за ней, напоминает усатый. Эх, отмахивается Генри, от скуки дьявол мух ест. Ну, ну, иди, обласкай, видишь, как оглядывается, подогревает Генри усач, когда девушка скрывается за углом. Пусть посмотрит, потом будет поласковее, смеется Генри. Тьфу, ты бесцыжая. Нету современных девицей впрямь никакой скромности. Строит глазки то одному, то другому. Это вступила в разговор крупная румянощекая женщина. Ее низкий, словно осиный голос говорит о суровом характере, а осуждающие нотки о высоких моральных принципах. Без труда понятно, что милее всего она молодых девушек видела бы в одеяниях монахинь, не смеющих поднять глаза. А в общественном месте, где они, не приведи Господь, могут встретиться с молодыми ребятами ни за что. Мужчины видимо хорошо знают эту черту ее характера, во всяком случае никто не возражает, все продолжают пить пиво, как будто и не слышали замечания воинствующей односельчанки. Лишь тут же пожилой мужчина с угольно-черными усами, оторвав бутылку от губ, рассудительно говорит, да разве ты, Матильда, в молодости лучше была? Так же строила глазки своему, Юрке, все велась вокруг да около. Разгорелся сыр Бор. Голос Матильды даже прерывается, когда она заступается за себя. Ну да, нашел с кем сравнивать, мы поженились. Но усач видимо знает слабое место Матильды, поэтому говорит слова, которые возмущают ее еще сильнее. Да, да, но кто его знает теперь, на ком Юрка женился бы, не вертись ты перед его глазами. Ах ты нечистая сила, болтун, замолчи. Я порядочная женщина, и меня не в чему прикнуть. Возмущенный вид Матильды, ее побагровевшее лицо и шея останавливают усача, и он примирительно соглашается. Матильда, про себя конечно тебе лучше знать. Но и это не утешает распаленную женщину. Похоже, что она слишком задета, разозлена, и поэтому ей важно, чтобы в ее правоту, которую она так рьяно защищает, поверили бы все присутствующие. Знаю, знаю, гостинь, не хуже, чем ты. Если ты хотела вертеться вокруг кого, так вокруг тебя. Тогда, когда Юриса ни за что судили на 10 лет, господи, помилуй, были у меня такие грешные мысли. Но этого не случилось, потому что я знала, что должна дожидаться мужа, воспитывать детей, вот и все. Даже тогда, когда ты бродил вокруг моего дома, как мартовский кот, ночи напролет торчал под окнами, так что я и в уборную не могла по-человечески сходить, крадучись бегала, все боялась, что за углом мужчин прокатывается смешок. Гостынь молчит, поглаживает усы, видать, не находит слов для ответа. А может быть, ему и нечего сказать, во всяком случае, похоже, что Матильда говорила правду. Есть охота? Можешь поспорить, но полностью отрисать ни к чему, потому что об этом знают или хотя бы догадываются все. Проще промолчать, усмехнуться в усы с таким видом, что уж ты бы мог сказать такое, отчего все бы попадали. Поэтому лучше, что мужчины посмеиваются. Матильда, подхватив с земли свою сумку, вихляет в сторону молокозавода. Собравшиеся глядят, как она удаляется. Крупная, полная, высоко подняв голову. Это женщина, прожившая здесь жизнь, и никто из мужчин не может ее ни в чем упрекнуть. Наверное, это завидное сознание, что жизнь прожита без сучка задоринки. Но все равно это не дает права тыкать в кого-то пальцами и осуждать других, если они живут и ведут себя иначе. Девушка с корзиной ушла, а Верзила, названный Генрием, допив свою бутылку пива, так же, как остальные, вытирает ладонью губы, потом, присмотрев в кустах место, швыряет туда пустую бутылку. Раздается звон разбитого стекла, видимо, там уже целая гора разбитой стеклотары, всяк, кому лень отнести бутылку обратно в магазин, бросает ее в кусты. Мое присутствие никто не замечает, как будто меня и нет вовсе. Это хорошо, я могу наблюдать за этими людьми со стороны, но долго ли так простоишь? Я должен узнать, какие условия труда и жизни, и прочие детали, ведь лучше, если человек, прежде чем сделать решительный шаг, узнает, что его ожидает. Пока еще можно отступить, уехать отсюда, а когда напишу заявление, сдам трудовую книжку, что-либо изменить будет труднее. Поэтому я снимаю с плеча вещевой мешок, ставлю чемодан на землю и иду в магазин. Очередь небольшая, несколько женщин и седобородый старик с трясущейся головой. Отсчитываю мелочь и прошу бутылку пива. Продавщица безоговорочно продает мне требуемое. Видимо, местный порядок таков, что в очереди стоят только женщины и те, кто не пьет пиво. Выхожу со своим приобретением на улицу и возвращаюсь к мужчинам. Они размеренно рассуждают о поздней весне, разливе рек, разъезженных дорогах, говорят о том, что в более низких местах на поля еще не выйти, а ждать уже нельзя, день ото дня становится все теплее, посевная стремительно приближается к концу, кто запоздает, тому не ждать хорошего урожая. Но что поделаешь, погода остается погодой, человек в ней ничего не способен изменить, как бы не ломал голову. Природа. И хотя в космосе летают ракеты и корабли, семенам в земле нужна погода, чтобы они взошли и выросли, иначе толку нет и не будет. Разговор идет по кругу, и у каждого находится, что сказать и чего добавить. Раскупориваю пиво, медленно пью горьковатую жидкость и слушаю размеренную беседу. И отчего-то мне хорошо, на душе спокойно. У меня такое чувство, что я знаю этих людей. Я гляжу на них, как на старых знакомых. Конечно же, это обман. Ясно осознаю, что вижу их впервые. Но кто может мне запретить смотреть на них, как на возможных соседей и сослуживцев? Приживусь ли я среди них? Признают ли они меня и примут ли за своего? Я решаю со своей стороны сделать все, чтобы так было на самом деле? Допивая пиво, никто ко мне не обращается, и я понимаю, что разговор надо начинать самому, иначе они разойдутся, и я останусь один. Обращаюсь к усатому, спрашиваю, скажите, пожалуйста, где у вас механические мастерские? Усатый сначала оглядывает меня с головы до ног, и только потом задает встречный вопрос. Из армии? Это меня немного раздражает. Что за привычка не ответить на простой вопрос, не убедившись, с кем имеешь дело? Можно подумать, что он инспектор по кадрам. Но я понимаю, что никто мне здесь не ответит, прежде чем я не подтвержу то, что и так очевидно. Сдерживаю себя и отвечаю. Да, из армии. Ракетчик? Нет, танкист. Ищешь работу? Мне хочется по солдатской привычке посылать его подальше, но вовремя взглянув на остальных, я понимаю, что если задену хоть одного, со мной не станут разговаривать. Черт его знает, что это за люди. Так и быть, отвечу, язык не костяной. Стоит мне это понять, как все становится легко и просто. В конце концов, с чего я решил надуться? Велико ли дело, люди из любопытства расспрашивают меня, в этом ведь нет злого умысла, они просто изучают меня, так же, как и я их. Значит, да, я хочу начать работать. Трактористом? Можно и трактористом. А еще кем? Редактором стенгазеты, например, говорю первое попавшееся на язык, но усатого мой ответ не смущает. Такого мы сами имеем. Но это ничего, если ты и вправду не боишься работы, можем послать тебя на новый животноводческий комплекс. Там как раз такой человек нужен. В животноводстве я ничего не смыслю. А ты не бойся. У наших коров низкий идейный уровень. И если ты им раз в неделю по газете, может и надой повысится. За границей так там они играют коровам музыку. Мы могли бы что-нибудь получше придумать. «Ясно», отвечаю. «Где у вас отдел кадров? Гляди, вон там, внизу, за магазином. Пройдешь, увидишь сам». «Спасибо, всего доброго». За это время из магазина вышел низкорослый коренастый мужчина и слушает наш разговор. Когда я беру свой чемодан, чтобы отправиться к конторе, коренастый предлагает мне «Меня тоже в ту сторону, покажу, куда идти». Глава пятая Дорога за магазином действительно ведет вниз. На солнце белеют несколько новых многоэтажных домов. Мы идем медленно, все же сапог неприятно хлюпает и портит хорошее настроение. Мой попутчик немного помолчав заговаривает «Трактористы значит». «Так, так, трактористы всегда нужны. Примут тебя, примут, как же иначе. А жить где будешь?» «Не знаю, может предложат чего». «Женат?» «Нет». «Тогда не надейся, квартир едва хватает на семейных. А ты присмотри девушку почистоплотней и живи с ней. Не будет ни первым, ни последним, кто так поступает. А девчат у нас достаточно». «Как же так, сразу? Сперва надо познакомиться, присмотреться». «Ну, как знаешь». «Но, если ничего не получится, приходи ко мне. Одну комнатушку могу освободить. Будешь жить, вуз не дуть». «Благодарю». «Не я за что. Меня зовут Оруб. Норберт Оруб. Каждый тебе скажет, где меня найти». «Ну, вот мы и пришли. Контора начальника перед тобой. Заходи». «До свидания». Мой проводник сворачивает на тропинку, ведущую вдоль рыжеватых цветочных клумб. Их еще не успели привести в порядок. Немного виляя низкими бедрами, он семенит к мастерским или в гараж, где гудят и рычат моторы, где хлопочут мужчины, и видна лампочка, горящая в полумраке двустворчатой распахнутой двери. Ставлю свой уже надоевший чемодан на просторное крыльцо и вхожу. Две женщины в очках глядят на меня с любопытством. Прежде чем поздороваться, я успел прочитать таблички на дверях и знаю, за которой из них сидит начальник. Да, в настоящий момент у него никого нет. Представляю себе, что меня встретит тяжеловатый мужчина с видом занятого человека оторвет нос от каких-нибудь бумаг и бытливо оглядит. Но все оказывается иначе. На меня смотрит юноша. Конечно, старше меня. Нет начальственной осанки и манер оценивающего взгляда и морщин на лбу. Он встает и протягивает мне руку. Я рапортою, то есть представляюсь. Валди слепо. Леонард Смилшар. Короче, Лео. Это мне нравится. Не зазнай-ка и не строит между собой и остальными китайскую стену. Механизатор, значит. Сколько дней тебе надо на устройство? Один, два, три. Думаю, что двух хватит. Только я еще не знаю. Не знаешь, где будешь жить? Я тоже не знаю. Подумаем. Не бойся, раз уж ты здесь появился, мы тебя не отпустим. Видишь ли, у нас есть несколько нормальных квартир. Только не обижайся, мы приберегаем их для семейных. Ожидаем появления их со дня на день. Ясно. Ничего не ясно. Мы строим новый дом. Как только закончим, можешь рассчитывать. Правда, это не скоро. А несколько квартир мы действительно должны лежать в резерве, потому что... Кто же он с меня запросит за комнату. Молодой начальник Леонард Смилшар, или как он там себя сам назвал, Лео, глядит на меня круглыми, как усыча глазами, потом ударяет костяшкой указательного пальца по лбу, как будто его осенила идея, и говорит, это выход. Действительно, это выход. И недалеко. Мы оба рады, что все так уладилось. У меня к этому Лео определенно зарождается симпатия. Не будь он начальником, мы, кто знает, могли бы стать друзьями. Но дружить с начальством не в моих правилах. Поэтому я встаю, чтобы отправиться на поиски Норберта Орупа. Сапог предательски булькает. На этот раз Лео слышит его, потому что его сычи глаза округляются еще сильнее, и он, глядя на мои ноги, сочувственно спрашивает. Наверное, сапоги дырявые. Разве при демобилизации новых не выдавали? Наверное, он сам не служил ни дня, поэтому не знает, что в армии дырявых сапог не носит. Я говорю ему об этом, пусть не бросает тень на наши вооруженные силы. Хотя я демобилизован, все же чувствую себя причастным к наибольшему сотрудничеству мужчин, то есть к армии. Чтобы у моего теперешнего штатского начальника не осталось никаких сомнений на этот счет, я говорю, дело не в моих сапогах, а в ваших дорогах. Хуже не бывает. Если хотите, чтобы в вашем колхозе люди оставались, наймите перевозчика через вон овраг. Это верно, соглашается Лео. Но колхоз заасфальтировал дорогу до границы с поселком. Поселок со своей стороны сделал то же самое. И тогда выяснилось, что посреди находится ничья земля. Терра инкогнито. Мы думали, что она принадлежит поселку, а они считали ее нашей. Но она ничья. Во всяком случае, по бумагам выходит так. А кому эта дорога нужна больше? Вам или поселку? Конечно нам. Но в то время, когда дорогу асфальтировали, мы еще не знали, что этот кусок ничей. И как же вы думаете выходить из этой дурацкой ситуации? Спрашиваю я, хотя какое мое дело? Руководство колхоза и поселка без меня решат это дело. Никакого решения по этому вопросу не принято, объясняет Лео. Этот ответ меня раздражает. Вот тебе и на, думаю я. Не могут заасфальтировать полкилометра дороги без специального решения. А поначалу казался толковым парнем. Сыч. Видишь Лея, это стоит денег, добавляет он. Кроме того, у нас нет такой техники. Сообщил новость. А ремонт машин денег не стоит, спрашиваю я. Ну много ли их ломается? Главное это неприятно. Это больше вопрос престижа, кто кого. Ни мы, ни поселок не хотим назвать себя неряхами, и поэтому валим вину друг на друга. Неужели вы играете в такие игры? А что делать? Я здесь недавно еще и года нет. Когда пришел, возня с дорогой уже была затеяна. И вы за год не справились? Глаза Лео сыча, как бы спрашивая о чем, как бы изучая, пристально глядят на меня. Он, конечно, осуждает меня и думает, что я наивный и неуравновешенный человек. Ну, пусть думает. Возможно, что он и прав. Пора кончать никчемную беседу. Булькая сапогом, выхожу из кабинета председателя. Лео выходит вместе со мной и просит одну из очкастых женщин принять мои документы. Я прощаюсь и выхожу. Глава шестая У мастерских хлопочут мужчины. Подойдя ближе, я вижу, что они погрузили в машину мотор и теперь перекуривают. Среди них и Норберт Оруб. Ставлю чемодан на землю, где по суше. Оруб вопросительно смотрит на меня и делает шаг в мою сторону. Я иду ему навстречу и спрашиваю, вы могли бы мне эту комнату? Отчего же нет? Он поворачивается к мужчинам и окликает одного из них. Генри, прихвати новенького до моего дома. Генри это тот верзила, который пил пиво у магазина. Ладно, Генри согласен. Кидай багаж в кузов. Меня дважды не надо просить. Поднимаю чемодан в кузов, снимаю с плеча вещь мешок и забираюсь в кабину. Я было подумал, что водитель сразу же поедет, но, видно, ошибся. Здесь никто особенно не торопится. Мужчины еще не обговорили свои будничные дела. Как ни странно, им не надоедает. Говорят о посеве, о перелетных птицах, о поздней весне и тому подобных вещах, которые несомненно важны, но не больше ли разговоров о посеве, чем самого дела? Разве без болтомни ничего нельзя сделать? В армии было иначе. Там такой треп был недопустим, не хватало здесь, среди рабочего дня, ведутся такие долгие беседы и никого это не волнует. Наконец Генри швыряет окурок в лужу и медленно идет к машине. Он забирается в кабину, оценивает меня взглядом и нажимает на стартер. Оруб окликает меня. Скажи дома моим женщинам, что это я тебя послал. Угловая комната, они знают. Большое спасибо. Можно ехать или чирикать будете? Спрашивает Генри из-под лоб и глядя на меня. Поехали, отзываясь я и думаю, отчего этот долговязый так нелюбезен со мной. Вроде бы и нет причин, но кто знает, что у него на уме. И все же мне не нравится, когда меня ни за что ни про что попрекает непонятно чем, поэтому я спрашиваю, какая муха тебя укусила? Если я тебе не нравлюсь, могу выйти. Долговязый косится на меня, как бы прикидывая, что делать, но, видимо, никаких оснований для того, чтобы высадить меня у него нет. Он резко нажимает на сцепление, включает первую скорость и ворчит. Не лезь в бутылку, если ничего не знаешь. Машина с места рвется вперед и тут же останавливается. Долговязый слишком резко отпустил сцепление, колеса буксуют. Посоветовать бы ему человека. Кто знает, впредь придется часто сталкиваться и тогда нам обоим будет неприятно. Тем временем грузовик все же начинает двигаться. Проезжаем магазин и я думаю, что машина сейчас подойдет к знакомой мне уже топе, но мы круто сворачиваем направо и по ухабистой, недавно посыпанной гравием дороги, ведущей через голое поле, мчимся к отдаленной купе деревьев, среди которых виднеются крыши домов. Глубокие ямы полны воды, в них ярко отсвечивает солнце, швыряя в глаза красные рои искр. Безжалостно трясет. Водитель вынужден притормозить и ехать осмотрительнее. Я замечаю, что время от времени он недружелюбно поглядывает на меня, но я не обращаю на это внимания. В поле зрения попадают две косули, пасущиеся на опушке леса в озимах. Наконец водитель звучит более сдержанно. И как же это старый оруб тебя сгробастал? У магазина, отвечаю я. Когда-то пиво пил. Ну, пил. А что, разве нельзя? В голосе верзилы слышится явное желание поссориться. Но я понимаю, что это ни к чему, и отвечаю. Я не автоинспектор. Просто я у магазина спросил, как пройти в контору, и оруб предложил мне комнату. А с чего ты такой злой? Не любопытничай. Поживешь, увидишь. Чуть погодя, он добавляет. Здесь никакое не золотое дно. А я и не ищу его. А что ты ищешь? Работу. И чтобы жизнь была и люди как люди. Шофер пожимает плечами, давая понять, что мои запросы ему непонятны. Семья есть? Нет, я один. Старики и сестренка живут в городе. Ну, тогда гляди. Можешь вляпаться оруб взять я. Старик только и мечтает, чтобы выдать дочь. Поэтому и комнату тебе сдает. Сам увидишь. Это у него не выйдет, отвечаю я с бравадой. Правильно, она и не стоит этого. Но ребята после армии часто попадаются с первой же девчонкой. Теперь я, скорее всего, должен дать понять, что в вопросах любви меня голыми руками не возьмешь, что я опытен, как Дон Джуан. Все же вид Генри отбивает у меня охоту хвастать. Генри не сопляк, он, по крайней мере, на два-три года старше меня. Его не проведешь. Вскоре машина останавливается. Забирай шмотки. Сквозь зубы садит Генри как только я снимаю чемодан, машина снова рвется вперед. Я едва удерживаюсь на ногах. Чучело гороховое. Не пойму, с чего он возненавидел меня. Глава седьмая поднимаюсь на крыльцо и открываю скрипучую дверь. В лицо ударяет густой туман пара, из которого на меня слайм кидается большой лохматый пес. Подставляя ему чемодан, пес ударяется о него и от этого озлобляется еще больше. Стою в дверном проеме, пока не раздается молодой настойчивый женский голос. Азор, молчать, назад, Азор, кому говорят? Пес с рычанием отступает. Из облака пара появляется девушка, хватает пса за загривок, приглашает меня пройти, а бдительного сторожа выталкивает за дверь. Дверь захлопывается и теперь я нахожусь в полутьме. Почти ничего не видно. Догадываюсь, что в углу топится плита. Из огромного котла поднимается белый пар и мне в нос ударяет сладковатый запах вареной картошки. Рядом с котлом стоит девушка. Ее лицо «Ты дочь Орупа?» спрашиваю. «Да. А ты, видно, наш новый квартирант». «Откуда ты знаешь?» «Вижу. Раз молодой, к тому же из армии, значит, квартирант. К тому же холостой, не так ли?» «Так точно. А кто тебе это рассказал?» «Отец любит таких». «Раз уж так, то, может быть, комнату покажешь». «Проходи». Она провожает меня в довольно большую комнату, стол, стулья, кровать и шкаф. Рядом с окошком пустая цветочная полка. Подхожу к печи. Не топлено. «Здесь никто не живет, поэтому не топим. Но ты не бойся, дров у нас достаточно, так, что не замерзнешь. Правда, топить будешь сам. Ты ведь не позволишь, чтобы я для тебя таскала дрова и топила?» «Мне здесь нравится. Такой большой комнаты у меня в жизни не была». «Хорошо, согласен», отвечаю я. «И тут меня осеняет. Это она сегодня выходила из магазина с корзиной. Это о ней сказали, что она девушка Генрия». «Такое открытие мне не нравится. Теперь я понимаю, отчего Генри был со мной так нелюбезен. Может быть, пока не поздно убраться отсюда? Не хочу я ни у кого путаться под ногами, а с другой стороны. Чего могу здесь жить и не обращать на эту девчонку никакого внимания? Что не красавица, сразу ясно». «Как тебя зовут?» «Сигне. А тебя?» «Валдис». Познакомились, значит. «Ты, наверное, утром у магазина хотела встретить Генрия?» «Нисколько. Я смотрела на тебя и думала, не ты ли тот новенький, который хочет у нас работать?» «Разве ты знала, что я приеду?» «Мой отец был в конторе, когда ты звонил по телефону и справлялся о работе. Поэтому я не удивилась, что ты прибыл. Я же говорила, отец любит таких, а я не очень. Поэтому делаю все, чтобы они по возможности скорее убирались отсюда». «Почему?» «Почему?» Удивленно спрашиваю я. «Почему тебе они не нравятся?» «Не любопытствуй, поживешь, увидишь», отвечает она слово в слово, как Генрия. «Так может мне сразу убраться, чтобы тебе не пришлось усердствовать?» «Ладно, живи, видно будет». Она уходит. «Еще раз осматриваю комнату. Здесь и вправду хорошо. Решаю остаться и не обращать на Сигна внимания. Теперь надо устроиться. Но чем займешься, если в комнате мерзнут руки?» Снова выхожу в кухню. Здесь никого нет. Хотелось бы принести дров, но сдерживает собака, которую Сигна выпустила во двор. Еще не хватало, чтобы это чудовище вцепилось мне в ноги. Осматриваю плывущее в пару помещение. Просторная кухня с глинобитным полом, керамическая фаянсовая посуда на полках, шкафы, хорошо вымытый некрашеного дерева стол у окна. Две двери ведут к хозяевам. За одной из них, наверное, находится Сигне, которая, если верить ее словам, не любит молодых людей и делает все возможное, чтобы выжить их отсюда. Неплохая перспектива. Но мне все равно. Мне от нее ничего не надо. Все же она могла показать мне, где находятся дрова и посадить на цепь лохматого зверя. Или она думает, что я стану торчать в холодной комнате? Платить, наверное, придется много. Жаль, что я не спросил Орупа, сколько он собирается сдирать меня. Все равно я останусь здесь на злу Генрию и Сигне. Сознание того, что я за все расплачусь, придает мне решительности. Подхожу и довольно громко стучусь. Раздается женский голос, приглашающий войти. Вхожу в просторную, чистую и светлую комнату. На окнах занавески круглый стол, покрыт скатертью. Из этой комнаты, оказывается, можно пройти еще в две, видимо, поменьше. Из одной выходит Сигне. Ну что, устроился? Она глядит на меня вприщур иронично. Ты хвасталась, что у вас много дров. Так, может, покажешь, где они? Или жадничаешь? Еще чего? Смешно. Не знай-ка. Дрова в любом деревенском доме находятся в сарае или под навесом. Или ты не знаешь, какими дровами топят печи, а какими плиту? Эта девчонка начинает раздражать меня. Я готов сказать ей что-нибудь достойное разозленного солдата, но тут из другой комнаты раздается слабый женский голос. Сигне, доченька, с кем ты разговариваешь? Это наш новый квартирант. Пусть он войдет, я хочу посмотреть на него. Иди, покажись маме, она больна и поэтому не может выйти. Останавливаюсь у входа в комнату. В постели лежит исхудавшая женщина и большими глазами смотрит на меня. солдатик вздыхает она. Родителей у тебя нет? Отвечаю односложно, намекая на то, что откровенничать не собираюсь. У меня действительно нет желания рассказывать о том, как мои родители развелись и я еще до армии ушел из дома. Поэтому говорю, что я механизатор и меня приняли здесь на работу. Я зашел потому, что в комнате, которую вы мне сдали, холодно и я хочу дрова. Ну, Сигна, доченька, разве ты не натопила комнату? Ну, как же так? Затопи немедленно. Пусть солдатик посидит у меня, пока комната нагреется. Я не согласен, у меня нет ни малейшей охоты сидеть и слушать больную женщину. Я хочу действовать, лишь бы Сигна придержала пса. Как только мы выходим во двор, пес с рычанием вцепляется в полу моей шинели. лает, злобно поглядывая на меня. Мне здесь не нравится только собака. У Сигны приподняты угловатые плечи. Она молча показывает, где лежат дрова. На растопку возьми смолистые полежки, топору плиты. Я слышу прохладцу в голосе девушки. Почему-то это обидно. Теперь бы мне заупрямиться схватить свой чемодан и уйти отсюда. Но я беру дрова и тащу их в комнату. Я останусь. Назло всему. Отношение ко мне Сигны для меня ничего не значит. Просто смешно. Чуть спустя в печи с треском разгораются дрова. Пока комната нагреется, пройдет несколько часов. Не сидеть же мне в этой покойницкой и не стучать зубами. На улице наверняка теплее. Похоже, что здесь не топили всю Сигна хлопочет у огромного котла насыпает в ведра картошку. Делаю вид, что не замечаю ее и выхожу на улицу. Глава восьмая. Ярко светит солнце. Во дворе сухо. Интересно, далеко ли до магазина? Я смотрю на дорогу, по которой Генри привез меня сюда. Там, где дорога исчезает за холмом, виднеются знакомые мне купы деревьев и дома с серыми шиферными крышами. Магазин находится в одном из этих новых домов. Я теперь должен заботиться о себе сам. Жаль, что не догадался купить ничего из продуктов. Но кто знал, что мне так сразу повезет с жильем? Ничего не поделаешь. Придется топать туда, чтобы отовариться. Это недалеко. Километр или полтора. Пустяк для моих закаленных солдатских ног. Иду по грунтовой дороге и чувствую себя так, как будто я вернулся домой. Даже гравий под подошвами скрипит весело и бодряще. И я думаю о том, что это, наверное, значительное мгновение в моей жизни. Возможно, что потом, спустя годы, я буду вспоминать об этом дне, когда я приехал сюда и решил здесь остаться. Поэтому я внимательно гляжу вокруг и стараюсь все хорошо запомнить, чтобы ни малейшая мелочь не исчезла из памяти, чтобы тогда, когда я буду стар, я все это помнил. При такой мысли я вздрагиваю. Не с ума ли я схожу? Разве так принимает решение сразу и на всю жизнь? А если через несколько дней или месяцев я пожалею о том, что приехал сюда. Быть может, разумнее и дальновиднее было бы заранее ничего не решать, выждать. Время покажет, как лучше. Если потом придется в жизни что-либо менять или уйти отсюда, стыдно будет вспомнить о своем сегодняшнем запале. И все же нет. Хочется все делать серьезно, основательно, так, как будто обратного пути нет. Я взрослый. и мне хочется начать жить так, чтобы ни о чем не жалеть, чтобы ничего не пришлось перестраивать. Поэтому нечего идти на ощупь, выбирать место по суше, искать собственную выгоду. В наши дни и так довольно всяческих ходоков, летунов, бегунов. Не нравится здесь, уходят туда, надоедают там, мечутся в поисках нового места, здесь не то, там не то. Я хочу доказать, что человек при желании может жить везде. Жизнь, собственный выбор, случайность или, может быть, судьба занесли меня сюда. И я здесь останусь, врасту корнями в эти места на всю жизнь. Быть может, меня сейчас одолевают такие мысли от того, что во мне заговорила кровь предков, их желания, задушенные в прошлом. Они действительно жили где-то в этих местах. Возможно, даже пришли по этой дороге и по ней же ушли дальше. Безземельные крестьяне, батраки, работники, всегда мечтавшие остаться на месте, зацепиться за землю, но жизнь их безжалостно гнала из одной волости в другую, от одного хозяина к другому, нигде не позволяя врасти по-настоящему и пустить корни. Вполне возможно, что мне в моей жизни суждено выполнить какое-то их завещание. Мой отец уехал в Ригу, где так и не прижился, вернулся в районный центр и стал начальником среднего ранга. Деревню он бросил, а горожанином так и не стал. Не больше ли он потерял, нежели приобрел? Во всяком случае, когда много лет назад он мне рассказывал о своем детстве, о ранних пастушьих утрах, о сенокосе, сборе картофеля, о молодьбе, обо всем том, что он в детстве наблюдал или в чем принимал участие, в его голосе слышался восторг, что-то искреннее и настоящее, что со временем исчезло, и ничего нового, равноценного вместо этого не появилось. О своей чиновничьей работе ему нечего было рассказывать. Это скорее походило на бахвальство и красование. Может быть, в том случае, если бы он в свое время остался крестьянином, колхозником, стал бы одним из тех, кто начинали с нуля и создали передовые сегодня хозяйства, может быть, в этом случае я мог бы уйти от земли и стать горожанином. Но теперь мне почему-то кажется, что я должен исправить ошибку отца, сделать то, чего не сделал он, выполнить его долг. Через некоторое время я уже стою перед дверью магазина. Оказывается, сейчас обеденный перерыв. Не стану же я ждать сорок пять минут. Иду в сторону конторы. Меня тянет к людям. Я никогда не любил томиться в одиночестве. Спрашиваю очкастых контористок, на месте ли Лео, и, получив утвердительный ответ, открываю дверь его кабинета. Лео не один. Напротив него за столом сидит мужчина монументального сложения с серьезным, можно даже сказать, суровым выражением лица. Настоящее гранитное извояние. Не знаю, о чем они вели речь, но когда я захожу, наступает неловкое молчание. Они смотрят на меня, очевидно, ждут, что я скажу. Только теперь я понимаю, что мне сказать нечего. Я не пришел по делу. Утром мне почему-то показалось, что мы с Сычом могли бы понять друг друга. Теперь я убеждаюсь в том, что нечего искать дружбы вышестоящих лиц. Им, так же, как моему отцу, кажется, что я пришел только потому, что мне чего-то нужно. Они способны думать о своей работе, о должности, о своих делах. Сыч удивлен, похоже, даже испуган, а монумент смотрит сурово и с упреком. Мне совершенно ясно, что я пришел не вовремя. Правильнее всего было бы извиниться и уйти, но Сыч кивает на стул и я сажусь. Поерзав немного, сообщаю свою единственную новость. Все в порядке, квартиру нашел. Так, с завтрашнего дня могу приступать к работе. Зашел спросить, чем я должен заниматься. А-а-а, очень приятно, протяжно произносит Сыч, и глаза за его толстыми стеклами очков начинают сильно блестеть. Мне кажется, он мог бы сказать нечто толковое. Не исключено даже, что похлопал бы меня по плечу, но присутствие монумента его сковывает и подавляет. Поэтому он говорит, приходи завтра сюда вместе с Орупом. Там видно будет. Снова наступает тишина. Я понимаю, что мне пора откланиваться. Я мешаю им, но во мне пробуждается бесенок, и я сижу. Сижу и смотрю, как эти двое глядят на меня. Сыч тревожно косится в сторону монумента, а тот глядит на меня с упреком. Я даже в свою не спускаю глаз с сыч сыч даже весело, получается нечто похожее на игру. Монумент не выдерживает первым, он наклоняется ко мне, перегнувшись пополам, прищуривает и без того узкие глаза и спрашивает, какое у меня образование. Просто удивительно, что взрослые, умные, зрелые, перезрелые люди, заговаривая с молодыми, не знают, как себя вести. Становятся подчеркнуто важными и серьезными, будто от их поведения зависит гибель или существование мироздания. А мы, молодые, такие же люди, как остальные. Нет никакой существенной разницы между мною и монументом, есть только его весовое преимущество. Что я могу ответить человеку, который глядит на меня настороженно? Он совсем не готов принять меня таким, какой я есть. Он, видите ли, должен знать уровень моего образования. Потом он прочитает мою анкету, прикинет то-сё, примет решение и только тогда соответственным образом поговорит со мной. Я не доставлю ему такой радости. Довольно. В нем, в этом гранитном столбе, я узнаю своего отца. Тот же покровительственный тон. Скажи я, что не окончил одиннадцатого класса, сделает замечание, примется стыдить, напомнит и про наше государство, и про общество, и прочее. Я знаю, что говорят в таких случаях. А никому нет дела, когда такой же гранитный монумент бросает мать своих детей, и поэтому сын уходит из дома, чтобы стать самостоятельным и помочь матери с сестренкой, а не сидеть у них на шее. Поэтому я говорю. О моем образовании заботился отец, пока жил дома. Потом государство и армия. А если вам нужна анкета и характеристика, Сыч нервно ерзает на столе. Понятно, ему неловко, неприятно. И я, и монумент нужны ему, и он ни за что не хочет, чтобы мы поссорились. Товарищ Джилна, главный агроном и секретарь партийной организации нашего колхоза. Он борется за то, чтобы у них работали только специалисты высокого класса. Я был механиком отличной танковой бригады. Если этого мало, воспользовавшись ситуацией, встаю и иду к двери. Не обижайтесь, молодой человек. То, что вы в армии были отличником службы, это хорошо, но еще не говорит о том, что вы таким же будете и у нас. Мне смешно. Он непоколебим. Я ясно вижу, его не убедят никакие слова. Он десять раз отмерит и еще будет сомневаться, правильно ли отрезал. Сыч вскочив, несчастно переминается с ноги на ногу, испуганно глядит на меня близорукими глазами. Мне жаль его, но мне не нравится, что он попал под каблук монумента. Похоже, что он, а не Сыч, тут истинный начальник. Ну, ладно, не стану с ними ссориться. Всего доброго. Выхожу на улицу. Я зол на себя, действительно. Чего я хотел? Зачем сюда пришел? Глава девятая. Очередь у магазина небольшая, только несколько женщин. Они неторопливо делают покупки, кладут приобретенные в сумки и в корзины и с любопытством изучают меня. Какая-то мамаша даже готова пропустить меня вперед. Она ласково глядит на меня и говорит «Может быть солдатику некогда? Может он спешит? Молодые всегда куда-то спешат. Не то, что я. Когда дойду, тогда и хорошо». Объясняю ласковой старушке, что сегодня у меня времени навалом, а вот если в другой раз она пропустит меня без очереди, я буду признателен. Женщины смеются, перекидываются словом другим. Вот и моя очередь подошла. Покупаю все необходимое, но оказывается мне некуда сложить все это. К счастью, в магазине продаются авоськи. Покупаю авоську и в довершение присовокупляю к своим покупкам бутылку водки, потому что вечером не мешало бы ближе познакомиться с Орупом. Он как-никак мой теперешний хозяин. Наслистывая, иду домой. Странное состояние. Домой. Домой. Этот день действительно войдет в историю. Сегодня начинается моя самостоятельная жизнь. То лето, те несколько месяцев, которые я проработал в колхозе до призыва в армию, уже позабылись. В них не было ничего значительного, а армия другое дело. Там все определяет порядок, дисциплина, режим, командиры. здесь не так. Теперь я стал на ноги. Стал независимым, как выразился бы мой папаша. Почему-то всегда, когда вспоминаю отца, мне становится грустно. Наверное, мне хотелось бы, чтобы мои старики были вместе, чтобы мама улыбалась, как раньше, как несколько лет назад. А теперь, когда они врозь, у нас у всех осталось мало общего. Солнце клонится к вечеру, но еще тепло. Подсыхают дороги и поля, насвистывают скворцы. Впереди меня кто-то медленно продвигается вперед. Подойдя ближе, вижу, что это небольшого роста старушка, которая тащит довольно большую сумку. Догоняю ее. Та самая ласковая мамаша, которая хотела уступить мне очередь. Не тяжело нести, спрашиваю я, и, не дожидаясь ответа, вынимаю сумку из ее рук. Тяжело, сынок, тяжело. Ну, что поделаешь, скотинке ведь хлебушек нужен, фуражного зерна ведь не получишь. И я вспоминаю, что еще в мои мальчишеские годы газеты писали, следует наладить дела с фуражным зерном, чтобы население не скармливало скотине хлеб. Оказывается, с тех пор ничего не изменилось. Неужели мы такие бедные, что не способны вырастить зерно для скота? Или, напротив, такие богачи, что позволяем себе подобную роскошь? В таком случае не открыт ли нам пекарни для выпечки хлеба скоту? По крайней мере, отпадут транспортные расходы? Ладно, это дело государством ни одному не решить. «И куда же ты идешь?» спрашивает старушка, и в ее лице вместе с узкими глазками улыбается каждая морщинка. Мне почему-то хочется подражать ее напевному голосу. Рассказываю ей, кто я и почему здесь. Старушка рада, что в колхозе стали появляться молодые люди, а то бывает, что в деревне остаются одни вымирающие старики. Узнав, что я квартируюсь у Орупов, моя попутчица вздыхает. Орупиха такая слабая, и с каждым годом высыхает все больше. Сигна потому и устроилась на работу в садоводчестве, что это недалеко от дома. Девочка успевает ходить за скотом, вести дом, хозяйство и еще работать. Видно, что бабуля хвалит Сигна от всего сердца. Она и работящая, и нрава хорошего. В наши дни редко встретишь такую девушку. Слушаю ее, но, наконец, все же не выдерживаю и спрашиваю. Вы ее так нахваливаете, что я начинаю думать, не крестница ли она вам? Нет, не крестница, просто соседка. Просто дома близко друг от друга. И старушка показывает мне крышу, под которой она обитает. Ее зовут Герминой. Вся ее жизнь прошла здесь. Старик помер прошлой зимой, дети и внуки в Риге, но жить все равно надо. У нее есть корова, овцы, поросеночек. Детям ведь надо помогать. А вот с ору пихой плохо, ой, плохо. Уж несколько лет как хворает, и один бог знает, выздоровит ли. Счастье, что у нее дочь такая работящая, иначе с хозяйством им не справится. У них ведь несколько свиней, овцы, живут богато. Оруб надумал, что дочку пора выдавать замуж, хочет зятя ввести в дом. И верно, семья побольше, легче справиться, а там бы внуки пошли. Совсем сразу другая жизнь в доме. Тетя Гермина так сердечно говорит о своих соседях, как будто ей от этого какая польза. Прежде чем проститься, мы останавливаемся на перекрестке дорог, одна из которых ведет к ее дому. Гермина берет у меня свою сумку и заглядывает мне в глаза с такой любовью и сердечностью, что мне кажется, я не достоин такого отношения. Потом она, приглушив голос, спрашивает, что я думаю о Сигне, успела ли присмотреться, познакомиться с ней. Я отвечаю, что виделись на кухне, но поговорить не успели. Гермина разочарована. Как же так? Молодые люди и поговорить не успели. Она действительно огорчена, ведь такую девушку, как Сигны, днем с огнем не сыщешь. Тетя Гермина уходит. Я гляжу и вслед. Она аккуратно обходит все лужи, медленно опираясь на палку, переступает через мелкие ручейки и лужицы. Основательно и старательно, как прожила свой долгий и, видать, нелегкий век. Глава десятая. Дома разбираю чемодан, опустошая вещь-мешок. Сигна указала мне место в шкафу и несколько ящиков в комоде. Комната нагрелась. Жужжит проснувшаяся после зимней спячки муха, медленно долетает до окна и падает на пол. В печи горят дрова, которые, видимо, во время моего отсутствия подложила Сигна. Чувствую, что мне очень хочется есть. Как глупо. Был в центре и не догадался пообедать. Выхожу на кухню. Сигна, ты чего тут в пару колдуешь, как ведьма? Я и есть ведьма. Захочу, заколдую тебя. Берегись. А я и не боюсь. Расскажи мне, пожалуйста, где столовая? Был в центре и, представь себе, забыл узнать. Теперь живот урчит. Не повезло тебе, бедняжка. Потому я и не могла понять, что за странное урчание в нашем доме. Не издевайся. Скажи лучше, как найти столовую? Ты опоздал. Столовая находится за магазином около молокозавода. Но после трех там ничего не бывает. Так что тебе придется ждать, пока я приготовлю что-нибудь на ужин. Но если совсем нет сил, поставь чайник. Она кивает в угол кухни. Я раньше не замечал, что там стоит сверкающая газовая плита. Шикарно живете, как в городе. Нечему удивляться. Лучше налей в чайник воды. Беру сверкающий никелированный чайник, ищу ведро с водой. Иди к крану, раздается смех Сигне. Какой же ты неуклюжий, но просто удивительно. Наверное, всю жизнь был у мамы под крылом. Просто я не заметил, что есть кран. Не подумал, что в вашем доме есть водопровод. Ставлю чайник на плиту, открываю газовый баллон, зажигаю горелку, стараюсь сделать это ловчее. Не хочу, чтобы девчонка подтрунивала надо мной. Иду в комнату и возвращаюсь с пачкой чая. Сигна показывает мне, где лежат ложки, вилки, посуда. Можешь пользоваться. Пока вода закипает, я спрашиваю Сигна, что с твоей матерью? Она ведь еще молодая. Да, она была на облучении. Еще слаба, но врачи обнадеживают. И тебе одной приходится вести хозяйство? Да. И ты не собираешься взбунтоваться? Нет. С какой стати? Ну, хотя бы потому, что не будь на тебе столько дел, осталось бы больше свободного времени. Кино у вас здесь показывают? Да, по воскресеньям. Можно и в город съездить, поезд близко, автобус тоже. Иногда в клубе бывают танцы, но вообще не исключено, что тебе здесь будет скучно. Пока мы разговаривали, Сигна успела из большого котла высыпать ведра бураки и теперь идет к выходу. По дороге она кликает меня «Открой дверь!» Подскакиваю к двери, распахиваю ее, и Сигна уходит к хозяйственным постройкам, откуда доносятся хрюканье и визг свиней. А я снова ощущаю сильный голод. Торопливо приношу из комнаты авоську с продуктами и выгружаю все на стол. Завариваю чай, нарезаю хлеб, сыр, намазываю маргарином хлеб. Ем и время от времени поглядываю на окно, не покажется ли Сигна. Хотя она и никакая не королева красоты, но все же девчонка вполне ничего. Конечно, она не из тех, в которых влюбляются, из-за которых ребята дерутся и творят всякие глупости. Даже жаль, была восстройнее, в этот момент хлопает дверь и возвращается виновница моих размышлений. Она, наверное, бежала, потому что щеки раскраснелись. Вместе с ней в кухню вливается поток свежего весеннего воздуха. Скворцы свистят как безумные. Иди послушай. Допивая последний глоток чая, иду за девушкой, у которой настроение послушать скворцов. Насвистывают они действительно самозабвенно, но разве из-за этого стоит выходить на улицу и слушать их? В жизни не обращал внимания на подобные вещи. Ты умеешь строить скворечник? Отец начал мастерить, наверное, времени не хватило. Она раскрывает дверь клети и показывает на различные дощечки, в одной даже прорублено отверстие, догадываясь, что это вход скворечник. Сумеешь? Спрашивает сигна и смотрит на меня такими глазами, что я готов построить ей замок, не то, что скворечник. Ну, хорошо, ты потрудись на благо скворцов, а у меня еще целая гора дел. Она показывает мне ящик с гвоздями и инструментами и уходит. Оглядываюсь. Вокруг все чисто и аккуратно. Здесь стоят бадьи, кадушки, два шкафа, квашня, кровать, настольная лампа с белым куполом и различные вещи, которые прежде были пригодны в быту, но с течением времени потеряли свое назначение и теперь медленно и неотвратимо превращаются в музейные редкости. Есть и долота, рубанки, пилы и прочие столярные инструменты. Видимо, орб время от времени что-то ремонтирует или столярничает. Осматриваю показанный стигным стройматериал на строгальном станке и понимаю, что орб собирался мастерить две скворечни сразу, но что-то помешало ему, не хватило времени и работа осталась незавершенной. «Хотя мне в жизни не приходилось сделать скворечню, но все же я не такой недотепа, чтобы не загнать гвозди в доски. Вскоре одно жилище готово. Когда Сигна прибегает проведать меня, я занят уже другим. Она хлопает в ладошке и так радуется, что мне становится неловко». Женщины странный народ. Они, вероятно, считают мужчин сплошь увольнями, и стоит им совершить малейшие усилия, так они приходят в безмерный восторг. Неужели Сигна опасалась, что я испорчу дощечки, которые отец так старательно пилил, и теперь она считает меня гением? Хотя я не заслужил таких восторгов, нельзя сказать, что они мне неприятны. Но я велю не прыгать здесь, а найти еще несколько досок для второго скворечника. Сигна ведет меня на улицу, где под навесом аккуратно сложены отходы стройматериалов. Прикидываю и выбираю несколько коротых их досочек. Возвращаюсь в клеть, отпиливаю нужную длину, отстругиваю одну из досок поуже, и вскоре при помощи Сигны готов и второй домик для скворцов. Потом мы выходим на улицу и выбираем место, куда прикрепить их. Но деревья здесь низкорослые, на двух встроенных березках уже видны скворечни. Сигна советует мне прикрепить их к яблоням, но эта идея мне не нравится. В таком случае их следует прибить к длинным шестам и лишь тогда прикреплять к яблоням. Скворцу, конечно, все равно, как прикреплено его жилище, но мне почему-то это не нравится. Советую прибить скворечники к хлебу с обеих сторон люка, ведущего на сеновал. Приятно будет смотреть из окна кухни, восхваляя я свою затею. Приносим из старая стремянку, и я тащу скворечник наверх. Сигна стоит внизу, следит за высотой и расстоянием от люка, чтобы получилось симметрично. За этим занятием наступает вечер. Я вношу стремянку, а Сигна спешит готовить ужин и прибраться в доме. Под холмом засадом собирается туман. Где-то вдали, наверное, на ферме гудит компрессор. Видимо, началась дойка. Вечер тихий, чуть грустный и какой-то таинственный. Почему-то я вдруг ощущаю себя одиноким, но в дом не иду, Сигна ищи чего подумает. Это напрасно. Я ведь решил обращать внимание только на красавиц, на безукоризненных, на таких, которые украшали бы мужа, которых можно показать в любом обществе. Глава одиннадцатая Тропинка полуга ведет вниз, деревья и кусты подступают все ближе к ней и смыкаются над моей головой словно арка, которая ведет неизвестно куда. Выхожу к крутому спуску. Здесь растут только редкие кусты орешника и пышные ели. Раскрывается просторная картина низины реки и туманного противоположного берега с едва различимыми отдельными деревьями и темной рубчатой стеной леса вдалеке. Справа в избилении реки от воды поднимается туман липкий и прохладный. У меня по коже пробегает озноб. Я спускаюсь скруче. Мне казалось, что до реки совсем близко, но я ошибся. Внизу я увязаю в топком прибрежном лугу, отхожу чуть в сторону и оказываюсь на берегу полузаросшего притока. Иду по зыбкому берегу. Рукав узкий, но длинный. На мгновение даже теряя надежду сегодня добраться до реки. Не так уж важно, в конце концов, будет это сегодня или в другой день. Сигне могла бы меня проводить и ознакомиться с окрестностями. Подумав о девушке, я замедляю шаг. Быть может, действительно повернуть обратно. Но тут я вспоминаю, что Сигнея некогда гулять. К тому же, она не из тех, с кем я хотел бы быть вместе. Поэтому я продолжаю свой путь один. Рукав внезапно обрывается и попав на поляну, я по твердой тропке выхожу на берег реки. В этом месте ее берег крутой. Вода вымывает кручу, берег чуть обвалился, унеся с собой стройную березу и ветхую ель, на ветках которой еще виднеются коричневые гирлянды шишек. Вершина обоих деревьев скрыта в воде, а корни все еще цепляются за прибрежный дерн. Мгновение я гляжу в журчащие полые воды и на белые клочья пены, зацепившиеся за ветви ели. Вода выглядит черной, и бочажной, сгущающаяся вечерняя темнота делает окружающее мрачным и таинственным. Возможно, что в солнечные летние дни на берегу и хорошо, но сейчас я не хочу задерживаться здесь ни на миг. Поворачиваюсь и спешу обратно. Дорогу нахожу с трудом, потому что темнота под елями такая непроницаемая, что я продвигаюсь вперед без всякой уверенности в правильности избранного направления. в окне горит свет, и я спешу туда, как будто это мой дом, и меня там ждут. Конечно же, никто меня не ждет, но я не огорчен. В комнате я нащупываю выключатель, и помещение наполняется ярким светом. Надо будет купить плафон. Обнаженная лампочка создает очень уж жалкую картину. Зажигаю торшер, поставленный между кроватью и столом. так лучше. Просматриваю корешки книг на этажерке у окна. Похоже, что сигная не ахти, какая читательница. Старые орупы и вовсе. Все же есть несколько незнакомых мне книг. До начала хватит. Я и сам не такой уж книжный червь. А начну работать, времени будет еще меньше. Ложусь поверх одеяла с романом Монт Риоль Гидема Пасана Глава двенадцатая Орб входит ко мне без стука. Он кряхтит, топчется посреди комнаты, видимо, ожидая, что я предложу ему присесть. А я не люблю, когда ко мне входит без стука. Мне надоела казарменная жизнь. Конечно, он хозяин, это я понимаю, но раз уж он сдал мне комнату, то она временно моя. Поэтому я не собираюсь вскакивать перед ним, как перед прапорщиком. Замешкавшись, он подходит к печи и трогает ее ладонью, покряхтев еще раз заговаривает. Ты что, из тех, кто и внушник берет с собой книг и сидит там часами? Оруб задет. Это чувствуется по его голосу, и я понимаю, что больше хозяина злить не стоит. Говорю, нет, встаю и откладываю книгу в сторону. А то у меня тут прошлым летом пару месяцев агрономша жила. Так у нее была привычка прочитывать там газеты. Ты, бедняка, бегаешь туда-сюда, а она не выйдет, прежде чем все их не прочтет. Я взял да снес туда наждачную бумагу вместо газет. Не пожалел, нарезал. Она, видно, заметила, что я отнес туда очередную пачку, да вслед за мной полетела. Потом две ночи дома не ночевала. А на третий день и вовсе съехала. Сняла комнату в другом месте. Так вот, бывает, с чрезмерно усердными читателями. Я смеюсь вместе с Орупом. Мне начинает нравиться этот крепкий, похожий на бычка, низкорослый человек. Такой не позволит сесть себе на шею. И порядок в своем доме будет поддерживать тот, который установил. Никто его не изменит. Я ничего здесь менять не собираюсь, поэтому гляжу на него с искренним интересом. Скворечники ты хорошо прикрепил. Последний срок, если не сказать, что уже поздно. Я не успел в этом году. Жена всю зиму по больницам. Он вздыхает, задумывается, наверное, вспоминает, как навещал жену в Риге и прикидывает, сколько времени потерял. Три раза лежало, два облучения. Теперь лучше? Спрашиваю я. Орб пожимает плечами. Зимой на проверку. Если в течение пяти лет не повторится, говорят, будет здорово. Так мне сказали. Распахивается дверь и в комнату влетает сигна. Она переоделась, щеки пылают, голос звенит. Где вы пропадаете? Ужин на столе вас нет. И говорят еще, что женщины болтливы. Вы, мужчины, болтайте куда больше. Садитесь за стол, наконец. Понимаю, что меня тоже приглашают ужинать. Вспоминаю о бутылке, купленной днем, и решаю, брать или не брать ее с собой. Почему-то кажется, что не тот случай. Похоже, что Орб не из тех, кто все решает и обговаривает за бутылкой. И мне, по правде говоря, от него ничего не надо. Он сам предложил мне комнату. За нее я заплачу, сколько потребует. Значит, в большой комнате Орбов накрыт стол. Из своей комнаты вышла Орубиха. В ней, пусть бледный, обессилевший, все же чувствуется цепкость, деловитость неизбалованной деревенской женщины. Она медленно, словно учась ходить, двигается по комнате, кое-что приводит в порядок, ставит на место. Меня просит садиться, пока ужин не остыл. Говорят, не пренебрегая тем, что на столе. Сидим, как одна семья, и молча едим. Тайком поглядываю на Сигне. Она хихикает. Не понимаю, что я так смешит. Мать с осуждением смотрит на нее, а Орб не обращает внимания. Он расспрашивает, кто я и откуда, где служил. Я рассказываю неохотно, у меня нет никакого желания выкладывать свою скромную биографию. Мне кажется, что у каждого из нас в душе есть что-то такое, к чему мы посторонних не подпускаем. Наш разговор не складывается, то и дело гаснет. Единственное оживление в застолье вносит хихиканье Сигне, хотя мы не говорим ни о чем смешном и ничего забавного не делаем. Наверное, я одариваю ее строгим взглядом, потому она надувает щеки, нарочито хмурится и всем своим бедом дает понять, что впредь она будет серьезной. Оруб начинает рассказывать о колхозе. Хозяйство, по правде говоря, могло быть получше, но председатели дольше трех-пяти лет не задерживаются. Не успевают опериться, как летят дальше в сельхозуправление, поближе к городу или просто уходят на пенсию, как предыдущий. Теперь вот прислали мальчишку. Вряд ли он что соображает в сельских работах. Вспоминаю Сыча и понимаю, что Оруб ему не симпатизирует. Мне эти речи Оруба не нравятся, в них чувствуется недоверие старика к колхозному руководству, доморощенное зауме. Почти каждый такой деревенский человек уверен, что он с руководством хозяйством справился бы лучше, дай только ему в руки бразды правления и полную волю. В словах Оруба о Сыче мне слышится большое неверие в наших молодых специалистов и молодежь вообще. Я слышал подобные суждения и на прежнем месте работы и убедился, что все это необоснованно. Молодое поколение не падает с неба и не вырастает, как гривы после дождя. Оно таково, каким старшее поколение его воспитало. Когда я говорю об этом Орубу, он недовольно примолкает. Ну и пусть. Я не думаю, что обладаю какими-либо особыми недостатками, что я чем-то хуже старших. В обществе, в котором я живу, я хочу занимать соответствующее мне место, быть самостоятельным и делать свое дело хорошо. Я знаю, что могу это. Разве этого мало? Мы знаем, каковы наши отцы и думаю, что мы оцениваем их верно. Поэтому я хочу, чтобы и нас, молодых, воспринимали правильно. Не нужны ни дифирамбы, ни отрицания. Хочется объективности. Спасибо за ужин, говорю я. Но насчет молодых я с вами все-таки не согласен. Спокойной ночи. Арупиха хочет еще что-то сказать, поправить или сгладить, но я не слушаю и отправляюсь в свою комнату. Сигна приносит мне простыни. Я говорю, что у меня есть свои и одеяло тоже. Увидев, что моя постель уже застлана, она теряется и не знает, как быть, кладет белье на стул, прижимается спиной к натопленной печке и смущенно смотрит на меня. За свою недолгую жизнь я не так хорошо познал девушек, чтобы понять, о чем они думают, когда глядят на тебя таким затуманенным взглядом. Быть может, я ошибаюсь, никакого особенного взгляда вовсе нет. Собственный вымысел, неосознанное желание, чтобы девушка относилась ко мне как-то особенно, исключительно не так, как к остальным. Я не знаю, о чем думает Сигне, но то, что она стоит здесь и, наклонив голову, смотрит на меня, не так уж приятно. Все-таки она интересная девушка, в ней есть что-то таинственное, что-то хрупкое, что-то такое, что неотвратимо притягивает. Жаль только, что красоты нет. Я вообще люблю стройных блондинок, большеглазых, когда такая взглянет на тебя, ток пробегает. А Сигне брюнетка к тому же коротышка. Хотя, когда она сейчас из сумерек смотрит на меня и одна ее щека освещена, другая скрыта в тени, лицо ее кажется уже, взгляд таинственнее. Но я знаю, к сожалению, знаю, что лицо у нее круглое и кожа не достает той тонкости и прозрачности, какая бывает у светловолосых девушек. Ну и что? Печалится мне, что ли, от того? Может быть, даже хорошо, что Сигне не мой идеал. Тогда я влип бы, как сказал Генри с первой же девчонкой. А ведь я решил пожить, присмотреться и влюбиться. Да, почему бы и нет? Настоящую красавицу. Если я женюсь, буду знать, что моя жена красива и умна, что мне можно позавидовать. Но Сигне... Нет, это будет не Сигне. Наконец, Сигне первая нарушает тишину. Ну и дал ты моему отцу. В ее голосе мне слышится восхищение и удивление. Наверное, она привыкла подчиняться, сама никогда бы не отважилась на такое. А за моей спиной уход из дома, курсы механизаторов, армия. По сравнению с Сигной, я взрослый мужчина, а она совсем девчушка, и мне хочется блеснуть перед ней. Я никому не даю садиться себе на шею, говорю я. Она смеется и иронично смотрит на меня. Терпеть не могу, когда мне не верят. И пересказываю свои приключения последних лет. Вначале она качает головой, но потом я вижу верит. Кажется, я вырос в ее глазах. Именно теперь, когда завоевал ее симпатии, Сигна вдруг подхватывает белье и собирается уходить. Мне почему-то не хочется отпускать ее, но я не в силах придумать ничего достаточно убедительного для того, чтобы задержать ее. К счастью, она снова заговаривает, но в ее голосе я снова слышу иронию. Это настораживает меня. Не хватало еще, чтобы она снова стала издеваться надо мной. Ну, молодец, говорит она. Думаешь, я тебе поверю? И не подумаю. Ты такой же болтун, как Генри. Что это за Генри, что вы без него обойтись не можете? Я сегодня слышу это имя уже в который раз. Сигна неподдельно смеется, кажется, что мое возмущение ее действительно развеселило. Генри, твой предшественник, он жил здесь, в этой комнате. Отец его нашел так же, как сегодня тебя. И еще отец вбил себе в голову, что он мог бы быть его зятем. Только я не думала, что Генри может стать моим мужем. Вот и выжила его отсюда. Вы ж ла. Я не люблю задавак и болтунов. Теперь мне ясно, почему Генри был так озлоблен по отношению ко мне. Почему предупреждал, чтобы я не влип с первой же девчонкой. Неужели Сигна ему так нравится? Так уж ли Сигна ему отказала, как рассказывает. Выжила отсюда. С чего? На мой взгляд, Генри вполне приличный малый. Разве такая уточка, как Сигна, могла отказать Генрию? С другой стороны, зачем Генрию, видному и кажется во всех отношениях деловому парню нужна Сигна? Тут что-то не так. Но я не успеваю выяснить это, потому что Сигна уже направляется к двери. Спокойной ночи. Приятных снов. Остаюсь один. Возможно, все совсем не так, как Сигна толкует. Но зачем ей это? Мне кажется, что девушка искренняя и правдивая, что она не играет. Значит, ладно, не стоит ломать голову. Все же сразу уснуть не удается. День был долгий и богатый событиями. Пережитое пестрой вереницей скользит перед глазами. Я доволен. глава 13. Вспоминая мать и сестренку. Перед отъездом сюда я обещал, что приглашу их в гости, как только устроюсь и стану работать. Быть может, скоро я смогу это сделать? Как ни странно, я соскучился по ним. Два года в армии я мало вспоминал о доме. Но за эти две недели, которые после демобилизации провел дома, я как бы снова открыл их и так привязался, что теперь ощущаю в себе пустоту, которую заполнить смогли бы только они. А что если позже, когда я стану здесь своим человеком, матери с сестренкой тоже перебраться сюда? Возможно, мать нашла бы работу в поселке. Аптека там есть, может понадобиться провизор. А сестренка, она собирается учиться дальше, как сама сказала, на филологическом или историческом. Но на одну стипендию не проживешь. У матери тоже зарплата не такая уж высокая. Я, наверное, буду зарабатывать больше. Мы не пропадем в жизни. На злоутверждению папани, что мать нас, детей, воспитала лодырями. Нет, папенька. За нас тебе краснеть не придется. Тогда уж скорее нам за тебя. Глава 14 Просыпаюсь от громыхания ведер. В первый момент даже не понимаю, где нахожусь. Как только соображаю, что это Сигна шумит в кухне, вскакиваю, как будто у нас не сегодня утром свидание. Когда я выхожу на кухню, оказывается, что она уже подоила корову, накормила свиней. Сигна встречает меня смехом и громким разговором. Ну и сон у тебя. Если я у твоей двери не устроила бы такой тарарам, ты, наверное, бы и не встал. Разве я проспал? Еще нет. Но если не пошевелишься, то прозеваешь свой первый рабочий день. Этого я не хочу, поэтому выбегаю во двор. Яркое солнце слепит глаза и почти оглушает звонкая перекличка скворцов. Смотрю наверх. Конечно. У прибитых мною вчера скворечен идет бой. Кто бы мог подумать, что эти черные певцы так агрессивны. Но, видимо, недостаток квартир сказывается и на их обществе. Придется сделать еще несколько скворечен. Место для них найдется. Когда я умываюсь под краном, подходит Сигна и спрашивает. — Полотенце у тебя есть? — Конечно, у меня есть полотенце. Я еще вчера разобрал свои вещи и расставил все по местам. У меня есть все для того, чтобы начать жизнь. И эта девчонка может не беспокоиться обо мне. Сигна приглашает меня завтракать. Этого еще не хватало, чтобы они меня кормили. Давно известно, чем такая забота кончается. Спасибочкой. Не надо. Наливаю чай, отрезая от купленного вчера хлеба кусок, делаю бутерброд с колбасным сыром. От творога и меда орбов отказываюсь. Ешьте на здоровье. Они должны понимать, что я самостоятельный и независимый человек, и им не удастся затянуть меня в свое семейное логово. Подкормить и приручить? Еще чего. Я вспоминаю, как вчера тетя Гермина рассказывала мне о том, какая Сигна работящая, и о том, как старый орб ищет ей женихов. Ничего не получится. В этот капкан я не полез бы даже в том случае, если бы Сигна была более привлекательной девчонкой. Из комнаты выходит орб. Он уже собрался на работу. Мы здороваемся, и он спрашивает, готов ли я. Конечно. Сейчас. Пожалуйста. Пока он вытаскивает из старая мотоцикл, я надеваю свою солдатскую шинель. Можем ехать. Ночью чуть подмерзло, лужа затянуты легким слоем льда, и в тени на земле еще держится иней. Но солнце поднимается выше, и чувствуется, что день будет теплый. Наконец, дав ему как следует порычать, орб заводит мотоцикл. Сажусь за его широкую спину, короткую, втянутую в плечи шею, и из-за его загривка смотрю вперед. Оруб едет медленно, разумно. Перед каждой выбойной на дороге вовремя притормаживает. Видимо, в то, что делает этот человек, можно верить. Он не поторопится, не ошибается. Все же что-то меня в нем раздражает. Быть может, его чрезмерная осторожность и рассудительность. Он ведь каждый день ездит по этой дороге, знает ее до последнего камешка, поворота, колдобины. Оруб — человек, живущий с большим запасом надежности. Он не ошибется, но и рисковать не станет. Наверное, так жить разумно. Это его крестьянская натура, ее глубочайшая суть. У меня нет причин в чем-либо упрекать Оруба, но все же я не хотел бы заниматься одной работой с ним, подчиняться ему или, наоборот, быть его начальником. Ничего хорошего из этого не получилось бы. Впредь я буду ходить пешком. Всего полтора километра не такой уж далекий путь. Въезжаем во двор конторы. Вижу людей. Они собираются здесь, приходят и уходят. Оруб ставит мотоцикл на стоянку, велит меня подождать и сам заходит в контору. Оставшись один, я рассматриваю колхозников, с которыми меня свела судьба. Они теперь стали моими сослуживцами, соседями. И я надеюсь, что друзьями тоже. Это странное чувство. Они еще ничего обо мне не знают. Никто не обращает на меня особого внимания, не заговаривает со мной. Я тоже молчу, но стараюсь представить, какие они. Как будут складываться наши отношения. Хорошо ли мне будет с ними? Поймем ли мы друг друга? Кое-кто, проходя мимо, открыто или тайком поглядывает на меня и уходит по своим делам. Похоже, что здесь не привыкли торопиться. Можно подумать, что не идет посевная, что нет других весенних работ, которые, начиная как хочешь рано, все равно не успеешь завершить в срок. Почему-то хочется, чтобы люди, с которыми я впредь буду связан, были аккуратными, старательными и успешными творцами своего дела, а не какими-то недотепами. Мне ни за что не хотелось бы, чтобы колхоз, в котором я начал работать, тащился в хвосте района. Это, наверное, тщеславие, но что делать, если мне больше нравится быть вместе с удачливыми, чем с неудачниками? Думаю, что это естественно. Не приходилось слышать, чтобы люди в массовом порядке покидали хорошие места работы, чтобы перейти на худшие. Пока я так рассуждаю, ко мне подходит усатый мужчина, которого я вчера видел у магазина. Помню, что разъяренная Матильда называла его гостинем. Он протягивает мне руку и обращается как к старому знакомому. — Быстро же ты устроился и сразу за работу. — Хорошо, хорошо. Трактористы нам нужны. — Я еще не знаю, какую работу мне дадут. Зато я знаю. Пошли со мной. Я тебе вроде прихожусь к начальникам. Не возражаешь? В армии начальников не выбирали и не перечили им. — Ну тогда идем. Новый начальник ведет меня в мастерскую. Около нее стоит отремонтированная техника. Следует сказать, что здесь довольно хороший порядок. Комбайны и несколько машин подороже находятся под навесом. Остальные, правда, ютятся под открытым небом, но все же на бетонных площадках в строго определенных местах. Похоже, что машинный парк в хороших руках. — Вот мое царство, — сообщает гостинь. — Ты получишь этот. Мы стоим перед старым и, как мне кажется, дряхлым тракторишкой Беларусь. Никаких возвышенных чувств при его разглядывании я не испытываю. — Не вороти нос, — говорит гостинь. — Трактор отремонтирован. За это я отвечаю. Поработаешь — покажешь, на что способен. Потом получишь жеребца помощнее. А пока делай то, что нужнее. Понял? — Так точно. — Тогда пошли за аккумулятором, приступай к делу. Будешь вывозить в поле аммиак. Цистерна у склада. — Гляди, там, за пригорком. Там найдешь мужика, который отвечает за химикат, и он даст тебе инструкции. Если чего не понимаешь, спрашивай. — Хорошо? — Расписываюсь в получении аккумулятора. Монтирую его к трактору. Сейчас попробую завести свою машину. Нет никакой уверенности, что эта развалина оживет. Все же происходит невероятное. После первой же моей попытки трактор вздрагивает и начинает рычать. Вскоре он работает уже совершенно нормально. Вижу гостиня, который стоит в том конце под навесом и ухмыляется. Он поднимает вверх большой палец, давая мне понять, что все в порядке. Как бы там ни было. Когда сидишь на этом драндулете, энтузиазм не охватывает. Однако я вида не подам, что мне не нравится эта развалюха. Быть может, гостинь только этого и ждет, поэтому и лыбится. На здоровье делаю вид, что я занят трактором, включаю скорость и пробую сдвинуться с места. Пошел. Выезжаю на дорогу и потихоньку трясусь в указанном гостиньем направлении, где находится склад химикатов. Трактор и вправду работает безукоризненно. В эту минуту я даже не могу сказать, что мне понравилось бы больше. Закапризничай, он, сломайся и остановись, или послушно катись дальше. В первом случае я мог бы возмутиться, что молодому специалисту всучили такую дрянь, и высказать свои претензии. Давайте получше, не то я соберу свои вещички и пойду искать счастье в другом месте. Случись так, я сразу же получил бы другой трактор. Но что толку? Поработаю на этом какое-то время, и мне, быть может, действительно дадут другой. Но если трактор сравнительно хороший, то не исключено, что мне еще долго на нем работать. Похоже, что это лучший вариант. Он соответствует моему темпераменту. Я действительно не из тех, кто поднимает шум, когда еще ничего толком не известно. Я полагаюсь на свою судьбу, и верю, что она поставила меня именно на то место, где мне надлежит быть, где я лучше всего смогу показать и утвердить себя. Быть может, это звучит слишком фаталистично, но так уж обстоят дела, что ни за себя, ни за свою выгоду я никогда не боролся. Быть может, это звучит слишком фаталистично, но так уж обстоят дела, что ни за себя, ни за свою выгоду я никогда не боролся. Я не знаю, упустил я из-за этого что-нибудь, потерял или же обрел. Но пока я ни о чем не жалел, и мне не приходилось ни на что жаловаться. — Хочется думать, что именно этот дрожащий тракторишка вывезет меня в самостоятельную жизнь, обеспечит успех. Я не знаю, как это случится, но верю, что так будет. Нажимая сильнее на газ, трактор вздрагивает и начинает резвее карабкаться вперед. Так я еду по этой незнакомой земле, по дороге, которая отныне должна стать моею. Расходятся тучи, пробегает тень, и по полю разливается солнечный свет. Сразу же становится светло и тепло. Все кажется достижимым и добрым. Я отгоняю от себя настороженности сомнения. За пригорком открывается вид на склад. Серое приземистое каменное строение, видимо, клеть старой усадьбы. Вокруг него растут столетние деревья. Подруливаю. На складе хлопочет неразговорчивый высокий мужчина. Он произносит только несколько самых необходимых слов и снова замолкает. Возможно, что эта работа с химикатами приучила его держать язык за субами. Узнав, зачем я явился, он показывает мне цистерну с аммиаком и чрезвычайно серьезно учит меня, как с ней обращаться. Не забыв при этом предупредить, что аммиачную воду следует выливать только на указанное поле. На поле и только на поле. В другом месте ее выливать нельзя. В противном случае меня ожидают неприятности. Выговоры. Боже, сохрани. Где-нибудь подохнет рыба или рак. Виноват будет тот, кто вез аммиак. Высказав все это, кладовщик больше не произносит ни слова. Я напрасно пытаюсь завести разговор с ним. Рассказываю, что до армии мне приходилось работать с аммиаком. Он лишь отмахивается, бурчит что-то. Это, вероятно, означает, что на словах все умеют, а когда ходят до дела, получается пшик. Поэтому он заставляет меня расписаться в том, что я ознакомлен с правилами техники безопасности. На поле ко мне приезжает главный агроном. На него, видимо, повлиял тот факт, что я уже строю, что мне не понадобилось несколько дней на устройство. К тому же, квартиру я нашел сам, а это значит, проявил инициативу. Это качество по теперешним временам высоко ценится. Я удобный, выгодный кадр. Поэтому мне можно оказать некоторое внимание. Послушаем, что он скажет. На дороге стоит белая Нива. Из машины выходит агроном и идет в мою сторону. По дороге он останавливается, пинает носком землю, нагибается, что-то поднимает, вертит в пальцах, изучает. Потом бросает объект своего исследования на землю и вытирает ладони о штанины. Похоже, он доволен полученным результатом. Когда я подъезжаю поближе, агроном поднимает руку. Я останавливаю трактор, но мотор не выключаю. Видно, монумент хочет мне сообщить что-то. Слишком шумно, поэтому я вылезаю из кабины и иду ему навстречу. Интересно, что он скажет. Поздравляю с первым трудовым днем, говорит он, и я вижу, что этот человек умеет улыбаться. Ну, как тебя, слушается трактор? Не забыл за время службы, как с ним обращаться? Я пожимаю плечами. По-моему, если человек раз чему-то научился, это трудно забыть. Но это я ему не говорю, подумает, что хвастаюсь. Пусть смотрит и сам судит. Все равно найдет к чему придраться. Хотя бы поучит, попытается вдохновить. Знаем мы эти агитаторские штучки. Я вчера заглянул в твои бумаги. Получается, что ты сын друга моей молодости Яниса Липы, говорит он и внимательно глядит мне в глаза. Когда-то был еще маленьким несмышленышем, лет так девять-десять назад. Я к вам иногда заглядывал. Не помнишь? Словно из тумана выплывает большого роста мужчина, протягивающий мне широкую ладонь. У него громогласный голос, и он много смеется. Только тогда он был моложе, стройнее и беспечнее. Годы сделали его медлительным, тяжеловатым и солидным. Смех и веселье, кажется, совсем покинули его. С трудом узнаю другу отца. Не напомня он сам, я ни за что не признал бы в нем Эдгара Дзилну, который шумный, веселый и жизнерадостный когда-то приходил в наш дом. Я не знаю, почему так случилось, но мне становится грустно. Как отец? Давно не виделись. Что сказать? Этого еще не хватало, чтобы я ему стал рассказывать о своих семейных неурядицах. Поэтому отвечаю. Хорошо. Работает в леспромхозе. Да, я слыхал, что в леспромхозе. Я еще сомневался, он ведь был профсоюзным работником. Ему предложили. Выдвинули, говорю я. И умалчиваю, что отец сам хотел уйти подальше от нас, от матери. Не говорю о том, что он вновь обрел счастье и смысл жизни, встретив свою вертихвостку. А мы, дети и жена, лишь обременяющие его путь, камни на гладкой тропинке, по которой он так бодро и уверенно шагает вперед. Твой отец всегда был человек с размахом, с высокими идеалами. Когда-то он много говорил о них. Я больше придерживался земли, и тогда мы ссорились. Может быть, конечно, он во многом был прав. Не понимаю, как это ты смирился с тем, что стал трактористом. После армии у тебя есть все возможности, чтобы учиться дальше. Или ты к нам временно? Я знаю, что это не так. Я приехал сюда насовсем. Так я думал. Так решил. Но рассказывать о том, что меня заставило так поступить, мне не хочется. Бежать я не собираюсь. Но я не хочу, чтобы меня дергали. Ясно. Ты думаешь, что сам умеешь жить. И сам все знаешь. Я вовсе не хочу обострять отношения. Но язык так и чешется. Сказать, что с хорошими советами тоже не следует навязываться. Странно. Население хватает людей. Особенно молодежи. Но не успел я осмотреться, как начинает удивляться, почему я появился здесь. Почему хочу работать, а не учиться. Интересуются, не произошло ли в моей жизни что-нибудь скверное. Сомневаются, можно ли мне верить. И опасаются, не собираюсь ли я бежать. И отчего на его лице такое превосходство. Я не успеваю ему ничего ответить, потому что Дзилна, а по-моему монумент, продолжает. — Такие, как ты, приходили и уходили. Мы к этому привыкли. Поэтому не удивляйся, что не встречаем с оркестром и хлебом с солью. Прибегут, поболтают и умотают. — Учиться, — говорят. А потом узнаешь, что и не учится он вовсе. Поэтому я тебя и спрашиваю насчет учебы. — Пока об этом не думал. Хочу работать. — Хорошо? — На этом и остановимся. Это не значит, что я против учебы. Я только не хочу, чтобы это стало причиной ухода. Похоже, что агроном недоволен мною. Он тоже не вызвал во мне симпатий. Но тут уж ничего не поделаешь. Так уж мы устроены. Гляжу, как он уходит. Большой, тяжелый и угловатый, как гранитная глыба. Его ничто, никакие доводы не сдвинут с начатого пути. Его не заставишь думать иначе, чем он привык думать. Человек инерции. Он садится в Ниву и уезжает. А я иду к своему трактору. Не знаю, от чего, но в горле горечь, а на душе досада. Могли ведь поговорить по душам. Все-таки он друг юности отца, которого я даже немного помню. Он тоже что-то помнит. Глава пятнадцатая. Я постепенно вхожу в рабочий ритм. Стою, когда сигна начинает громыхать молочной посудой. Когда она уходит к скоту, я завтракаю. Так я избегаю одновременного завтрака с хозяевами. Не хочу, чтобы, увидев мои скудные запасы продуктов, они стали бы меня жалеть и подкармливать. Когда сигна возвращается с полным подойником, мы немного подтруниваем друг над другом, и я спешу из дому, чтобы Оруб не вызвался подвезти меня на своем мотоцикле. Свобода и независимость – единственное, что я хочу сохранить, за что я буду бороться изо всех сил. Работа в рабочее время. Я не возражаю. Так должно быть. На этом мир стоит. Но когда я свое дело сделал, тогда пусть никто мне не навязывается. Я подозреваю, что Оруб с удовольствием запряг бы меня. Во всяком случае, в один из вечеров он заговаривает со мной о том, что я мог бы на своем тракторе... Понятно, у него есть земля, он выращивает картошку, откармливает свиней. Естественно, что он хочет, чтобы квартирант помог. Только в этом он несколько просчитался. Я лучше схожу в поселок и посмотрю новый фильм. В частный сектор я не полезу. На то и колхозы созданы, чтобы крестьянин чувствовал себя человеком, отработал свои часы, сделал свое дело и баста. Купайся в ванне или смотри телевизор. Зимой, когда работы меньше, езжай на курорт и отдыхай. А те, кто копаются на приусадебном участке и обзавелись скотиной, они света не видят. Конечно, они и деньги имеют, это верно. В колхозе тоже, если напрячься, можно прилично заработать. И все же главное – свобода. Ее я не отдам ни за какие блага. Поэтому я не ем завтраки, предлагаемые сигны. Поэтому выхожу пораньше, чтобы не садиться на мотоцикл Орупа. Приятного аппетита и счастливого пути. Я тоже скоро куплю мотоцикл, а потом начну копить на телевизор. Сперва, правда, нужен приличный костюм. Долго ли будешь ходить в армейском? Что-то надо посылать им матери с сестренкой. Ерунда. Если буду работать как следует, денег будет достаточно. С такими мыслями я утром встаю, иду на работу, а вечером возвращаюсь домой. И меня не покидает радостное сознание, что я не должен ни перед кем отчитываться. Единственное, хотелось бы иметь друга. Есть несколько ребят, но как-то не пришлось с ними познакомиться ближе. Я знаком с Генрием, который ко мне не питает симпатий. Хотелось бы ему сказать, что теперь, когда я видел Сигнея, разговаривал с ней, ясно, что у меня к этой девушке не может быть никаких чувств. Пусть он успокоится. Странно, что я еще ни разу не видел его в доме Орупов. Неужели не заглядывает к своей суженой? В столовой собираются чуть ли не все ребята колхозом. Некоторых из них я встречал в конторе, в магазине или еще где, но большинство вижу впервые. Как-то встречаю там сыча с монументом. Председатель интересуется, как дела, как я себя чувствую. Говорю, что хорошо, и это правда. Но многие бы ответили так же, если даже чувствовали бы себя отвратительно. Какой смысл жаловаться? Я уверен, что люди чувствуют себя именно так, как сами того хотят, как задумали свою жизнь и как ее строят. Мне кажется, сыч сел бы за мой столик, чтобы поговорить, но за его спиной стоит монумент и ждет его. С ним я после того раза в поле не обменялся ни словом. И сыч уходит. Ступайте. Благосклонности начальства я никогда не жаждал. Обедаю один. Пока я здесь чужой. У Орупа есть свое место и свое общество, с которым он общается. Это мужчины, близкие к пенсионным годам, уравновешенные и очень серьезные. Сидеть одному не очень приятно. Поэтому я доволен, когда к моему столу подходит Генри и знакомит меня с молодым бородачом. Виктор. Волосы довольно высоко отступили от лба и поредели на макушке. Он говорит нервно и отрывисто, спрашивает, чем я сейчас занят. Хочет знать, почему я сюда приехал. Разве не было других мест? Отвечаю, что приехал по первому попавшемуся объявлению в газете, что мне здесь нравится и что я хочу здесь остаться. Он удивлен, что было такое объявление и что здесь может нравиться. Сам он местный. Не живи здесь, мамаша и батя. Он не стал бы задерживаться ни на день. А я, напротив, появился здесь, чтобы не глядеть в измученное лицо матери. Виктор ставит на стол три бутылки пива. Не сиди, как девственница, говорит он мне. Выпьем! Выпиваем пиво. Это занятие, объединяющее мужчин. Так же, как баня. И хотя ты о другом человеке ничего не знаешь, он все же становится ближе, понятнее тебе. В такие минуты рождается откровенность. Даже если она не приводит к настоящей дружбе, остается доверительность. Ты считаешь человека своим. Виктор действительно кажется своим парнем. Чуть легкомысленным, но добродушным трепачем, который мог бы болтать до бесконечности. Раньше я думал, что болтливость это бегство от собственной пустоты. Маскировка. Действительно. Для того, чтобы трепать языком, не нужны новые мысли. Довольно пережевывать общеизвестные истины. И Виктор пережевывает их. Он рассказывает различные вещи о колхозе, потом переключается на колхозных девчат. Оказывается, их больше, чем ребят. Выбирай по душе. Но если кто из девчонок мнит из себя чересчур гордую, недоступную, словом, зазнается, такой девице суждено киснуть в старых девах. Так ребята между собой договорились. И это святое дело. Все как один. А теперь я скажу, почему я это говорю тебе. Генри, выпив пиво, убирает и уносит пустые бутылки. Виктор, провожая его взглядом, говорит, ты ведь портируешься у Орупа, так? Ну, так. А что? Как тебе его дочь? Сигне? Ну да, другой же у него нет. Ничего особенного. Тогда вот что. Эта девчонка возомнила, что именно она нечто особенное. Генри совершенно напрасно бился вокруг нее. Ничего не получилось. А мне зачем это знать? Не прикидывайся, что не понял. Я сказал тебе, выбирай, кого хочешь, но к Сигне относись так, как будто ее нет вовсе. Только спокойно. Я вижу, что тебе что-то не нравится. Не будешь соблюдать наши правила, поимеешь дело с местными ребятами. Считай, что я говорил от имени всех. Он, видимо, считает, что больше со мной говорить не надо, поэтому встает и уходит. Я вижу в окно, как они с Генрием исчезают за уклом молокозавода. Я тоже встаю и иду. После обеда я вожу на ферму концентраты, а встречи в столовой забываю. Все же под вечер, когда я кончаю работу, вспоминаю разговор с Виктором. Я не знаю, как складывались отношения Сигны и Генри, как и из-за чего они расстроились, кто из них больше виноват, но мне не нравится, что мне угрожают. Чем больше думаю об этом, тем яснее понимаю, что в словах Виктора скрыта угроза, что все, что он сказал, не в шутку, а всерьез. Но это нечестно. Так не поступают. Так нельзя. И я загораюсь. Я, наверное, не послушаюсь Виктора. Мое самолюбие не позволяет уступить, трусливо испугаться. Странно. Еще недавно я сам себе дал слово, что не буду обращать внимание на Сигне. А теперь во мне пробуждается упрямство по отношению к этим двум, которые... Да кто они, эти двое? Одному из них отказала девушка, а теперь они объединились, чтобы отомстить ей. Они пытаются припугнуть остальных, которые могли бы обратить на нее внимание. Нет, я буду последним трусом, если испугаюсь. Иду домой и думаю о Сигне. Чем она заслужила столько внимания. Простая девчонка. Никакой красоты я в ней не заметил. Быть может, у нее есть какие-то особые качества? Работящие? Да, несомненно. Но неужели из-за этого Генри так зажегся бы? Не верится. А что же? В конце концов, не так уж это важно. Важно то, как себя буду вести я. Испугаюсь? Буду избегать Сигне? Или буду жить так, как будто разговора с Виктором вовсе не было? Тоже нет. Если бы Виктор не говорил мне ничего, я, скорее всего, не обращал бы на Сигны внимания. Напротив. Напротив. Теперь я знаю это и чувствую, я присмотрюсь к ней повнимательней. Пусть знают, что меня не напугаешь. Я танкист, а не какая-то там шпана. Глава 16 Вечером я ищу повод, чтобы остаться с Сигной наедине, но она все время занята. Днем была в садоводстве, там не хватает работницы, она не могла не пойти. Первые кусты помидоров уже большие, идет посынкование, работы хватает. Да еще по дому. Мать слаба, помочь не может. Если только за плитой постоит, но когда ужин готов, силы на исходе и у самой аппетит пропал. Но на зло болезнь, она с каждым днем все меньше времени проводит в постели и надеется, что через несколько недель уже сможет копаться в огороде. Такие они и есть деревенские. Если только могут, трудятся от зари до зари. Я знаю это. Видел. Хотя я родился в районном городе и мои родители сельским хозяйством никогда не занимались. Но я несколько раз проводил летние каникулы у родственников колхоза. Крестный еще сейчас работает там трактористом, официально механизатором. Он первый взял меня на трактор, показал, что и как. Мне было только 13 лет, когда Беларусь слушался моей руки. Не то, чтобы я мог тогда самостоятельно работать на нем. Но если меня вывести на борозду, то я шел по ней как по нитке. После случалось, что работал и один. Это если крестный хотел посидеть на краю поля с мужиками и осушить посудину другую. Думаю, что дело от этого не страдало. Но много ли таких крестных, которые научили бы первым навыкам, ввели в дело? Только и слышишь, пока несовершеннолетен, к технике не прикасайся. Нельзя, запрещено. А когда человек уже восемнадцать, его поздно приучать к работе. Если его все время прогоняли, не подходи, не лезь, палец оторвешь. Хотя крестный иногда и грешил насчет водки, но он насквозь был порядочным человеком. Сам работал и с других требовал того же. Я люблю видеть результат своей работы и радуюсь, если что удалось. Приятно, если осенью на поле, которое ты обработал и засеял, вырастают отличные хлеба и тебя за это похвалят. Возможно, что во мне сидит бесенок тщеславия, который не дает мне покоя. Говорят, что это плохое качество. Назвать кого-нибудь тщеславным значит все равно, что обругать. Но я думаю, что в человеке должно быть хоть немного, если не тщеславие, то тщестолюбие. Если все равно ругают тебя или хвалят, это уж совсем никуда не годится. Да, несомненно, я честолюбив. Мне нравится, когда меня хвалят. Я хочу быть среди первых, а не последних. Так было и в армии, когда мы стали отличниками боевой подготовки. Это ведь значит, что мы действительно все знали и выполняли хорошо, и за это нас хвалили. Почему теперь должно быть иначе? Думаю, что в людях слишком мало честолюбия, поэтому многое делается кое-как. Большинство людей вовсе не стараются сделать работу лучше других, а я буду стараться. Пока я холост, я бы с удовольствием бывал почаще вместе с Сигной. Хотя она и не красавица, обыкновенная, полноватая коротышка, все же у нее светлый взгляд на жизнь, живой разговор, звонкий смех, и вообще в ней есть что-то приятное, если не сказать симпатичное. Перейдя домой, она бегает в хлев несчетное количество раз, носит ведра, кормит, поет, доит, пока не наступает темнота. Иногда у меня появляется желание помочь ей, но я сдерживаю себя. Если бы я стал это делать, Сигна могла бы подумать, что она интересует меня больше, чем на самом деле. Это можно было бы истолковать как желание войти в их семью. Нет, стать членом их семьи я не собираюсь, у меня своя модель жизни, без частного дома, земли и скота. И Сигна, пусть работящая и приятная, никогда не будет моей женой, поэтому я ничего не делаю на благо их огорода и скота, пусть справляются сами. И все же иногда одному дома становится скучно. За то время, пока я здесь живу, ничего не произошло, я нигде не бывал, только в кино. И сколько можно считать? Откладываю книгу и выхожу во двор. Теплый вечер, пахнет перегноем и дымом. На краю сада искрится костер и Сигна металлическими граблями собирает прошлогоднюю листву и траву. В конце огорода склоняется оруб. Я гляжу на Сигна, она меня не видит. Я стою за кустом жасмина и наблюдаю, как ловко она работает граблями, как собирает листья на старое одеяло. Потом кидает ношу на плечо, уносит костру и там высыпает. Пламя на мгновение притухает, поднимаются клубы белого дыма, а вслед за ними вспыхивает рой искр. И костер снова разгорается. Сигна возвращается, опять расстилает одеяло. Когда она наклоняется, ее платье задирается и я вижу ее белые круглые бедра. Потом она снова берет грабли и начинает двигаться ловко и грациозно, как будто скребать листья это ее призвание. Скучно так стоять. Я ведь существо общительное. Одиночек и сторонящихся людей я никогда не понимал, поэтому я не выдерживаю и иду к Сигне. А, тебе, видать, надоело валяться и растить жир, поэтому ты пришел мне помочь. Но мог и не спешить, ты еще довольно тощий. Когда у тебя животик поплывет через ремень брюк, как у моего папы, тогда будет самое время шевелиться. Спасибо за заботу. Я сам справлюсь со своим животом. Но раз уж ты обо мне думала, то я признаюсь, что тоже думал о тебе. Если ты надеешься, что теперь я стану интересоваться, о чем именно ты думал, то ты ошибаешься. Ребята в твоем возрасте часто думает о девчонках, в этом нет ничего особенного. Оригинальнее было бы, если бы ты потренировал свои мышцы и отнес эту ношу в костер. Можно, конечно, но не думай, что я делаю это с восторгом. Только для того, чтобы ты меня не прогнала. Мне нравится с тобой потрепаться, у тебя острый язычок. Это только если меня в человеке что-то раздражает. О, неужели я раздражаю тебя? Пока нет, но если валяй. Хорошо. Видишь, Лея, ты живешь в нашем доме, а ведешь себя так, как будто купил нас. Я что-то не понимаю. Мне кажется, твой отец сам предложил мне комнату. Я не навязывался. Ты подчеркиваешь, что ты вернулся из армии. Видите ли, я здесь, принимайте, забудьтесь и радуйтесь. Если колхоз дашь жилье, я останусь. Если нет, расправлю крылышки и прощайте. Отец, видимо, пожелает, чтобы ты платил за комнату, но не это главное. А что? Если конечно можно узнать. Быть может, это и звучит смешно, но это так. Отец хочет, чтобы у нас колхозе тоже наконец дела пошли на лад. Чтобы у нас было побольше людей, занятых делом, таких, кому некогда днем спать, кто сами находит работу и делает ее с радостью. Да чего же ты разумна? Жизнь учит. С тех пор, как болеет мать, мне пришлось себе во многом отказать. И я кое-что поняла. В голосе сигны я слышу горечь. Я не возражаю ей, хотя чувствую, что не заслужил ее, нагоняя. Уношу листья и сыплю их в костер. Она намного взрослее, чем мне казалось вначале. Но во мне нарастает протест. Чего она хочет? С каким правом выкладывает свои претензии? Я действительно не хочу ишачить в их частном хозяйстве. Если я и проваляюсь несколько часов, то это мое личное дело. Пусть не надеется. Растила одеяло. Мне хочется сказать что-нибудь покрепче, но она опережает меня. Если тебе трудно, иди приляг или прогуляйся. Я ушел бы, да, неудобно. Она будет возиться здесь до темна, потом побежит доить корову, затем станет хлопотать по дому. Я прогулялся в первый вечер, когда мы с тобой прибивали скворечники. И больше не охота? Тогда ты просто на редкость ленив. Одному не интересно. Возьми кого-нибудь с собой. Я позвал бы тебя, но ведь ты не пойдешь. Пойду? Отчего же нет? Только мне некогда. Так когда же? Не сегодня. Сам видишь, листья, старник, а молодая трава уже всходит, ждать нельзя. А потом скотина. А завтра? Завтра буду сеять в огороде. Послезавтра? Не знаю. Но видишь, тебе ведь все некогда. Скажи, а ты всегда делал только то, что тебе нравилось? Нет. Но мне кажется, ты ведешь это хозяйство прям таки с энтузиазмом. Я хотела учиться, но мать заболела. Я не могу бросить ее я выросла здесь. И нельзя скитаться по свету, ты хотела сказать, да? Совершенно верно, соглашается она. Но надолго ли это? Однажды тебе надоест все, и я много думала об этом. И мне кажется, раз уж жизнь меня сюда поставила, я должна быть здесь, иначе место останется пустым, а пустоту за собой никто не должен оставлять. Если мать выздоровеет, если она снова сможет, тогда я, наверное, не знаю. Иногда мне кажется, что мое настоящее место здесь. И разве это плохо, что у нас есть дом, земля? Мы с этого участка продаем государству больше, чем колхоз с такой же площади. Это не тот путь. Даже если сейчас это так, то это неверно. Если все будут так думать, колхозы пропадут, все устремятся только на свои личные сигны, как я представляю свою жизнь. Квартира с удобствами, без земли, без скота. Я говорю, что не могу представить свою жену, копающуюся в земле. Я хочу работать все время и энергию выкладывать в государственное хозяйство, а зарабатывать столько, чтобы жить без участка. Зачем мне работать в двух местах? Разве рабочий на заводе делает за день два различных дела? Почему же это должен делать я? Сигна возражает. Государство, говорит она, поддерживает частный сектор. Я знаю это. У государства сегодня не хватает продуктов, поэтому оно призывает людей больше производить в частном секторе. Но зачем же мне становиться частным производителем? До приезда сюда я побывал на рынке. Знаю, сколько частники дерут за килограмм мяса, за картошку, морковь, огурцы. Горожане называют их спекулянтами, они не спекулянты, но цены взвинчивают зверские. И я говорю, Сигна, с точки зрения рвачей ты рассуждаешь правильно. Копайся в своем огороде, откармливай свиней и кур, сегодня из этого можно извлечь рубль. Если надо, я готов работать от зари до зари, но дома, чтобы был покой и культурный отдых. Книги, кино, театр и прочее. Только так. У тебя есть время на это. Сигна вынуждена признать, что свободного времени у нее очень мало. Но в теплицах садоводства она работает на совесть, не кое-как, лишь бы скорее попасть домой. С домом она справляется. Но не будь у тебя дома и скота, ты сделала бы больше. Она согласна. Что она может сказать? Итак, каждый, продолжаю я, владелец приусадебного участка в общем хозяйстве делает меньше, чем мог бы. просто бережет силы для собственной земли и скота. На очищенной от прошлогодней листвы и травы земле в саду виднеются зеленые побеги. Это первый по-настоящему теплый весенний вечер. Мне кажется, я убедил Сигне, хотя она сама не признается в этом. Но от женщины нельзя требовать, чтобы она признавала собственное поражение. Мне хочется схватить ее за руку и утащить отсюда. Все же я не смею. Я должен ее убедить, добиться того, чтобы она сама усомнилась в правильности своей жизни. А Генри лучше сейчас не спрашивать. Сигне спешит в лев. Я остаюсь в саду, ворошу костер, чтобы прогорел как следует. Когда я втыкаю в аллеющий пепел сухую ветку, искры еще раз с треском вздымают к темнеющему вечернему небу. Оруб, подойдя ко мне сзади, говорит, повороши, повороши как следует, чтобы все сгорело. Ночью, похоже, будет дождь. Из-за леса медленно и тяжело поднимается черная туча. Ветер приутих, и дым идет вверх столбом. Да, соглашаюсь я. Если пройдет дождь и продержится теплая погода, все зазеленеет за несколько дней. Больше мы не разговариваем. А я думаю о том, что скоро засветет черемуха, и тогда хорошо восходить с сигны к реке. Глоба семнадцатая На том месте, где по дороге сюда я набрал полный сапог жижи, все еще непролазная грязь. Недавно прошел дождь, и трясина стала еще коварнее. Автомашины с трудом преодолевают это препятствие. Генри на обратном пути погрузился в жижу по самый кузов. Он был в конторе и сказал, что своими силами без трактора ему не выбраться оттуда. В помощь ему посылают меня. Когда я пребываю на место происшествия, Генри уже прицепил трос к своей автомашине и сам измазался в грязи по уши. Мне кажется, ему неприятно, что именно я должен стать его спасителем. Поэтому, чтобы не разговаривать со мной, он ругается, на чем свет стоит. Я подаю трактор назад. Генри сам прицепляет свободный конец троса к трактору. Жду, пока он добирается до машины и садится в кабину. Генри кивает мне и я трогаюсь с места. Машина идет легко. На суше я останавливаюсь и жду, пока он отцепляет трос. Не обменявшись ни слова, мы разъезжаемся. Вскоре Генри обгоняет меня. Я смотрю, как его грузовик исчезает за поворотом. В тот же день в проклятую трясину садится еще одна автомашина и я снова еду вытаскивать ее. Шофер говорит, что на этом месте каждую осень и весну происходят подобные вещи. Время от времени сюда насыпают кузов другой гравия и на этом ремонтные работы кончаются. Этот малый мне нравится. Водитель первого разряда, но колхоз платит ему как третий разряднику. Как-то засобирался уходить. Соседний колхоз был готов платить за разряд. Все же он остался на месте. Стало стыдно, что из-за денег. Здесь его дом, семья. Теперь уже смирился, хотя обида осталась. Мне такой поступок не кажется правильным. Хотя меня это не касается, я скажу Сычу, что это не дело. Если человеку положено, должны платить. Если, конечно, они не хотят, чтобы народ разбегался. Атис так зовут моего нового знакомого, разговорчив. Ему лет тридцать. Я спрашиваю его, что мешает починить дорогу. Асфальт с одного, асфальт с другого конца, а посередине топь. Атис отмахивается и повторяет то же самое, о чем говорил мне Сыч при нашей первой встрече. И тогда я обращаюсь к Атису с тем, о чем прежде не думал, говорю ему горячо и импульсивно, прислушиваясь к голосу своего сердца. Возможно, это и звучит наивно, но я восклицаю, а почему бы нам самим не взяться за ремонт? Атис ухмыляется. Нет, он не смеется надо мной. Все же я вижу, что он думает обо мне молодо-зеленому. Нечего принимать всерьез, а я не отступаю, потому что на самом деле искренне считаю, что ничего чрезвычайного в этом нет. Надо только захотеть и действовать. Техника, пускай не самая подходящая, в колхозе имеется. Найдутся и энтузиасты, главное, чтобы кто-то предложил такое дело. Поэтому я говорю, да в самом деле я схожу к Сычу. Вижу на лице Атиса недоумение, поясняю. Я хотел сказать председателю. У него такой пристальный взгляд, что я думаю, не поддержит. Было бы кому начать. Пойдем вместе поговорим. Постой, не спеши. Сначала надо поговорить с водителями. Что мы скажем, если придем сейчас? Если мужики согласятся, если хоть несколько человек захотят поработать, поддержать, так сказать, твою инициативу, то можно и поговорить. Возможно, Атис прав. Но мне такая проволочка не по душе. Я так не могу. Или сразу, или вообще не надо. Нечего митинговать. Я говорю об этом Атису и спрашиваю его. Пойдешь со мной? Ну и темперамент, смеется Атис. Сперва вытащи меня отсюда. Хорошо. Цепляем трос, и вскоре машина находится на суше. Так мы ничего не решили. Но, приехав к мастерским, я вижу, что Атис говорит с двумя водителями. Я не подхожу, жду, что будет. Мне начинает казаться, что из моего замысла ничего чем недолго, но по-настоящему поработать. Вижу, что-то они обсуждают, о чем-то спорят, жестикулируют. Один уходит. Видимо, его не удалось убедить. Наконец Атис идет ко мне. Второй водитель, слегка прихрамывая, следует за ним. Ты, наверное, думаешь, что ты очень сознательный, говорит прихрамывающий. Как будто мы сами за долгие годы не могли до этого додуматься. Я свирепею. Не знаю, чем вы занимались эти долгие годы. Я только вижу, что я сегодня вытаскивал оттуда две машины. И мне это не понравилось, поэтому лучше. Сами знаем, что лучше. Не думай, что ты гений и говоришь нечто такое, о чем никто до тебя не догадывался. Если догадывались, то почему тянете? Поживешь, увидишь. Идите вы к черту, почти кричу я. раз вы не можете обойтись без грязевых ванн, продолжайте в том же духе. Мне эта дорога нужна меньше всех. Мой трактор всюду пройдет. Теперь в разговор вступает Атис. Пэтрис, он ведь не знает того, что знаем мы. Сколько раз мы ходили к прежним председателям и всегда кончалось тем, что привезут очередной груз гравия. А по весне все начиналось снова за здорово. Но если он хочет, пусть сходит. Оба новеньких может столкуются. Пусть сходит, соглашается Пэтрис. Мне только не нравится, что он строит из себя умного, а мы вышли, дураки, годами добровольно томчимся в грязи. Послушайте, яйцо курицу учит, у вас тут то, у вас тут это, а нам уже надоело ходить, жаловаться, просить, возражает Пэтрис. Мы как-то даже писали в районную газету и далее. С тех пор прошло три года. Иди, говори. Я начинаю догадываться, в чем дело. Поэтому говорю, мне не нужны никакие лавры инициатора. Идите сами к председателю. Глава восемнадцатая В тот день мне не удается встретиться с Сычом. Он куда-то уехал. Это мне не нравится. Если я чем-то загорелся, мне надо сразу. Страшно не люблю откладывать. Во всяком случае, я не принадлежу к тем, кто долго колеблется. Я решительный человек. Это не значит, что мне чужды всяческие сомнения, но я все же стараюсь не обременять себя ими. Да что там? Не получится, так не получится. Из-за этого не стоит ломать голову. Если я решил, что дорогу надо отремонтировать, то это значит, что надо действовать сразу, без колебаний. Скромность колхозных водителей меня ничуть не смущает. Я понимаю их. До сих пор не удавалось. Но это не значит, что никогда не удастся. Не повезло им, может быть, повезет мне. Если не мне, значит кому-то другому. Но ковать железо надо сейчас и настойчиво. Одному, другому, третьему, четвертому. А не так. Один разочаровался, другой, третий отмахнулись, а четвертый вовсе ничего не хочет знать. Это равнодушие. Вечер теплый. По правде говоря, еще не вечер. Поздний, послеобеденный час. Что в комнате неприятно. Слоняться по двору неудобно. Особенно, если Орупиха работает в огороде. Взрыхляет, сажает, сеет. Но Сигна меня все же интересует. И я прикидываю, как устроить так, чтобы побыть с ней вместе, но в то же время, чтобы меня не впрягли бы в хозяйственные дела. Сегодня мне везет. Оруп куда-то уехал на мотоцикле. Услышав треск мотора, выхожу из комнаты, Сигна в огороде сеет. Я немного лицемерю, когда говорю ей, ну и трудяга же ты. На самом деле мне осточертело это ее трудолюбие. Да, трудяга, а ты что, пришел мне мешать? Спрашивает она, не поднимая глаз. Подхожу ближе. Она наклонилась над бороздой и засыпает в землю мелкие семена. Блузка ее низко расстегнута и я вижу две белые округлости, забывая, о чем говорил. Наверное, я смотрел бы долго, но Сигне распрямляет спину. Не топчись на борозде, говорит она. Лучше возьми грабли и сравняй землю. Я делаю это неохотно, только потому, что иначе Сигне меня прогонит. Работа не из трудных. Медленно вожу граблями по земле, но Сигне недовольна. Ниже, ниже. Борозду надо почти сравнять с землей, а то, когда вытопчем дорожки, окажется, что высоко. Здесь сухая почва. Чем ниже борозда, тем лучше она хранит влагу, объясняет она мне. Хорошо, отвечаю я. Ты вседоводственно бралась всякой мудрости. Скоро мы кончим? Скоро, скоро. Я только засыплю землю засеянные семена, а ты пока сравняй еще несколько борозд, и тогда я буду свободна. Свободна? Ну да, почему ты удивляешься? Пока я здесь живу, ни разу не видел тебя свободной, чтобы ты ничего не делала. Сейчас тоже нашлось бы дело. Когда есть дом и огород, человеку всегда хватает работы. Но мне кажется, что черемаха еще не отсвела. Хочу сбегать поглядеть. Одна? Разве тебя такие вещи интересуют? Отчего же нет? Я думала, что тебя волнуют только тракторы и машины, а главное для тебя поесть и выспаться. Сигне, у тебя скверный характер. Ты постоянно меня в чем-то упрекаешь. Я исправлюсь. Хорошо. Тогда я подожду тебя. Хорошо. Жди. Она уходит в дом. Я гуляю по двору. Гляжу на свои скворечники, в которое время от времени, неся что-то в клювах, залетают взрослые скворцы. Видимо, вывелись птенцы. И скворечен раздается взволнованное чириканье. На следующий год я смастерю еще несколько таких. Хорошо поют скворцы. И тут я усмехаюсь. На следующий год. Разве я собираюсь жить в этом доме так долго? Сыч ведь обещал квартиру, как только будет построен новый дом. Хотя надеяться на это было бы наивно. Всегда найдется кто-нибудь женатый, кому будет нужно больше. Так всегда бывает. Пока нет семьи, жди. Так что вполне возможно, что к следующую весну я встречу здесь у орупов. Вообще не так уж плохо. Я привык. До центра близко. Я доволен своей жизнью. Только сигная от удивления присвистываю, оглядывая ее с ног до головы. Просто не узнать. Не хватает только туфель на каблуках. Она выглядит смущенной. Даже покраснела. Смейся, смейся. Ты, видимо, думаешь, что я всегда должна выглядеть как наседка? Отнюдь нет. Ты выглядишь прекрасно. Я не совсем искренен. Она одета нелепо и не к случаю. Видно, что девчонка хочет быть красивой и нравится. Кто же в такой ажурной блузке идет к реке, чтобы поглядеть на черемуху? На туповатые пальцы надеты какие-то колечки, вокруг короткой круглой шеи бусы, истинную ценность которых я не в силах определить. Боже, она даже накрасилась. Неужели все это ради меня? Похоже. Мне хочется подтрунить над сигной, но, заметив ее смущение, я говорю, ну, так побежали? Она начинает бежать. Сначала довольно резво, но надолго ее не хватает, и она переходит на шаг. Я ее не обгоняю. Издалека мы, наверное, похожи на сет растаксы. Идем лесом. По той же тропинке, по которой я шел в свой первый вечер здесь. Только теперь тепло, на деревьях распускаются листья. Мне хочется поцеловать эту коротконогую девчонку. Интересно, как бы она себя повела? Наверное, завизжала бы и стала брыкаться. А может быть... Слушай, говорю я, ты с Генрием тоже так прогуливалась? Она отвечает не сразу, продолжает идти вперед, как будто не расслышала моего вопроса, потом останавливается и медленно поворачивается ко мне. Почему ты спрашиваешь об этом? Сигна пристально смотрит на меня. Разве нельзя? Ты ведь сама рассказала мне о Генри, а теперь удивляешься. Ну, если это тебя так интересует... Нет, с Генрием я так не прогуливалась. Странно. Что странно? То, что не прогуливалась. Я рассказываю ей в своем разговоре с Виктором о том, как он предупреждал меня от имени Генрия жить и вести себя так, как будто никакой сигны вовсе и нет. Не то буду иметь дело с ними. Не понимаю, что ты им такого сделала? Ничего. Только Генрию казалось, что стоит ему шевельнуть пальцем, как я еще должна быть счастлива, раз он... Но выходит, что ты ужас какой смелый. Я, видимо, должна быть тебе обязана за то, что ты не испугался. Она снова останавливается и, словно изучая, смотрит на меня. Ты, наверное, надеешься, что нас никто не увидит и не расскажет Генрию? Напрасно. Здесь ничего невозможно скрыть. Кто-нибудь да увидит. Еще можешь передумать и дать деру. Я не обижусь, так что разворачивайся. Ты прогоняешь меня? Нет. Было бы интересно, драка из-за меня. Никогда такого не было. Смеешься? Нисколько. В школе мальчишки не дрались из-за меня. И теперь на танцах тоже. И ты это очень переживаешь? А как же? Девушки, из-за которых кто-то подрался, чувствуют себя польщенными. Хорошо. Если Генри на меня нападет, я буду драться. Получишь по шее, а я ведь жалеть не буду. Договорились. Мы идем по лесной тропе вниз к реке. Пахнет травой и молодой листвой. Кукует кукушка. Сигна вдруг хватает меня за руку и начинает считать. Один, два, три. Ты что-нибудь загадала? Спрашиваю я, когда она кончает свой счет. Да, но я не скажу тебе. Когда мы идем через луг к реке, она говорит, летом мы здесь косим. Это наш луг. Следующий залив принадлежат Рейхстеням, а еще дальше Притсмолисам. Все эти луга распределены колхозником. В мокрое лето на машинах сюда не доберешься. Вот и косим вручную. И ты тоже косишь? Да, уже два лета. Отец один не успевает. Брата у тебя нет? Нет, я одна. Поэтому и привязана к дому. Если бы мать поправилась, стоит Сигне завести разговор о матери, как она сразу становится подавленной. Мы пришли к реке, но Сигне продолжает идти вперед по берегу. И вдруг перед нами вырастает белый сугроб. Это черемуха. Когда мы подходим ближе, становится видна белая земля под деревцом. Черемуха отсветает, и с нее, как снег, от легкого дуновения ветра сыплются цветки снежинки. Опоздала, грустно говорит Сигне. Так я и думала, что в этом году не увижу черемуху в цвету. Она дотрагивается то до одной, то до другой ветки, и встревоженные цветки слетают на землю. Сигне вздыхает, будто невесть, что потеряла. Смешно. Чтобы утешить ее, я говорю, от черемухи голова болит. Не надо ломать и охапками тащить в дом. От нескольких веточек ничего не болит. Но какой аромат! Она действительно выглядит одурманенной и смущенной. Можно было бы поцеловать, но подсознательно я чувствую, что Сигна повернется и убежит. С ней нужно обращаться осторожно, приручить, войти в доверие. Я только боюсь, что она может понять это чересчур серьезно. Этого я не хочу, потому отпускаю ее локоть и медленно иду дальше. Только спокойно. Не стану же я из-за нее делать глупости. Хотя отчего нет? У меня ведь нет другой. Та, что проводила в армию, ждать не стала, хотя и обещала. Мы ведь чуть было не поженились. Наверное, так бы оно и случилось, не начни женихаться мой папаня. Его поступок меня временно воздержал от этого шага. Не хотелось огорчать мать. Она не пережила об одновременную трату мужа и сына. Ей казалось, пока я холост, я принадлежу ей. Ох, шутим мамы. Радоваться надо, что дети вырастают, становятся самостоятельными. Они все норовят держать своих взрослых детей за руку и водить по жизни, как когда-то водили их в детский сад. И еще, мне не хотелось жениться раньше отца. Тогда могло случиться, что мои дети были бы старше, чем его. Почему ты смеешься, Валдис? Раздается голос Сигне. Ничего смешного нет. Просто иногда кажется смешным даже то, в чем ничего смешного нет. Например? я вдруг представил, что твой папаша женится. Не понимаю. Я тоже не понимаю. Она догоняет меня, останавливается напротив, видимо, решив разобраться, почему я так говорю. Мои слова заставили ее усомниться в собственном отце. Вот это да. Этого я не хотел, не предвидел. Не ужели Оруб тоже? Не может быть. Но ведь мы тоже не верили. Или я случайно раскрыл истину? Сигна, не сжимай мою руку, ты из нее все равно ничего не выжмешь. Прости, что я упомянул твоего отца. Это было глупо. Но почему ты так сказал? Тебе что-то стало известно? Нет, просто так пришло в голову и такие вещи просто так в голову не приходят. Ну ладно, не просто так. От тебя посмотрел на тебя и сболтнулась. Пожалуйста, объясни. С ума можно сойти. эта девчонка видимо не оставит меня в покое. Рассказывать о своем папаше у меня нет охоты. Кончай меня теребить. Если ты подозреваешь своего отца, то чем я могу тебя утешить? Но ты говорил так, как будто ничего я не знаю, просто пришло в голову я ляпнул. Зачем же воспринимать так серьезно? Я начинаю сердиться. Этого еще не хватало, чтобы я позволил ей лезть ко мне в душу. Может послать ее к черту? Прям несчастье, кто меня дернул за язык? Слушай, Сигне, забудь это. Это действительно не имеет никакого отношения к твоему отцу. А к чему же? Может быть к твоему? Может быть. А протягивает она. Я боюсь, что она начнет расспрашивать меня, что именно произошло с моим отцом, но она не делает этого. Я благодарен ей. Потом, как будто додумав какую-то тяжелую мысль, она вздыхает и улыбается мне. Но я вижу, что ее улыбка нерадостная. Прости, я совсем не хотела быть такой навязчивой. говорит она. Я подумала, что ты знаешь. Недавно я в садоводстве послушала разговор. Я уходила домой, и женщины не заметили, что я вернулась и работаю за дощатой стеной. Они говорили, что у моего отца есть женщина, которой он не уходит на совсем только потому, что если даже мама выздоровеет, он долго у нас не останется. И теперь почему ты спросил про женитьбу? Мне страшно не хочется рассказывать, но я понимаю, что не выкручусь. Я нечаянно коснулся больного места и теперь должен рассеять подозрения, если вообще это возможно. Что я знаю об орубе? Быть может, женщины говорили правду? просто совпадение. Мое умолчание она воспримет как подтверждение тому, что зачем я так? Я правда ничего не знаю о твоем отце, а сказал это потому, что словом ты угадала, это мой отец. Я не гляжу на Сигне, мне не хочется видеть ее. Я зол на себя. Иду вдоль берега и думаю, что лучше бы она отстала и не приллась за мной. Порвет еще свою блузку, я буду виноват. Нарочно иду через кустарник, пробиваюсь через густой малинник. На поляне она догоняет меня и берет за руку. Мы останавливаемся. Сигна глядит мне в лицо и выглядит глубоко несчастной. Она раскраснелась от спешки. Над верхней губой выступили мелкие капельки пота. Кажется, она хочет что-то сказать. Губы вздрагивают, раскрываются, но слова не получаются. От волнения или растроганности она снова крепко сжимает мою руку. Что тут скажешь? Я, наверное, очень плохой человек, наконец, выговаривает она. Со мной иногда так случается, что я обижаю людей, совсем не желая этого. Поверь мне, я не хотела, чтобы ты заговорил со мной о том, о чем тебе не хочется говорить. Зачем же ты заставила меня? Раздраженно спрашиваю я. По правде говоря, ее ответ меня не интересует. Я даже не хочу, чтобы она оправдывалась. И все же, почему бы в другой раз не полезет с вопросами. И впрямь самому становится легче от того, что видишь, другому тоже плохо. Наверное, я напрасно пошел с ней. Приятной прогулки не получилось. Теперь эта девчонка своим любопытством все испортила. Даже поцеловать ее больше не хочется, хотя теперь это можно было бы сделать. Будучи виноватой, она сжимает мою ладонь и глядит мне в глаза. Но где-то в душе, наверное, осталась горечь, как тонкая пленка плесени. Резигнация, говорю я. Что? Я совсем не понимаю о чем-то. А резигнировать это означает потерять веру, отказаться от намеченной цели. С тобой так не случалось, деточка? Наверное, нет. Ну да, ты ведь еще такая молодая. Дальше своего колхоза не бывало, это правда, но в этом нет моей вины. Она отпускает мою руку и уходит. Оглядывается. А я от своей цели не отказываюсь. Напрасно ты смеешься надо мной. Она говорит сердито, и я понимаю, что задел ее. Догоняю. Сигна, не обижайся, пожалуйста, я не хотел причинить тебе боль. Она сверкает сузившимися почерневшими глазами и тяжело вздыхает. Мне кажется, что она сейчас скажет что-то злое. Но нет. Она снова вздыхает и идет дальше. А вот теперь раз. Только что я почти что жалел, что пошел с ней, а теперь мне жаль, что она уходит. Сигне! гляд даже не огляд гляд с я легко догнал бы ее, но я не делаю этого. Вспоминая, что она говорила о Генри, которому казалось, что стоит только поманить. Глава девятнадцатая Лео, к счастью, один. Он снимает очки, которые делают его глаза маленькими и круглыми, и удивленно смотрит на меня, как бы спрашивая, чего я опять от него хочу. В этот момент я отчетливо понимаю, что из всех работников колхоза мне меньше всего подобает говорить о том, из-за чего я сюда явился. Но тут же я вспоминаю, что Лео здесь такой же новичок, как и я. Он не проработал здесь еще и года. Но раз уж он председатель, я выпаливаю, не задумываясь. Дорогу надо отремонтировать. Это надо делать сейчас, когда посевная завершена, а покос еще не начался. Иначе нет смысла. Лео не сразу понимает, о чем речь, поэтому я объясняю. Они потеряли всякую веру из-за этой дороги, мучаются годами. Я разговаривал с водителями, навезли бы гравия, сделали бы насыпь, а тут смешно, с одного конца асфальт, с другого, а посередине топь. Лео кряхтит, надевает очки. Да, важно говорит он, да, это так, надо выяснить, прикинуть. Ну вот начинается, невольно восклицаю я. Чего там выяснять и перекидывать? Надо устроить субботник и дело с концом. Водители согласны, трактористы тоже, навезем гравия и надо только начать. В это время в кабинет входит монумент и я замолкаю. Дзилна рассматривает меня, глядит на Лео и спрашивает, в чем это молодой человек так горячо тебя убеждает. Я в голосе Дзилны слышу иронию. Хочу встать и уйти к черту. Зачем я борюсь, если все так неподвижны и непробиваемы? Просто удивительно. Как будто эта дорога нужна мне, а не всем нам. Он насчет дороги, не очень уверенно отвечает Лео. Говорит, что надо собственными силами, пока техника не так загружена. Я не знаю, надо сделать расчеты. Дорогу действительно надо привести в порядок, не то осенью. Так-то оно так, наморщив лоб, соглашается монумент. Но это не так просто. Одного гравия будет мало. В середине там настоящая топь. Надо сделать насыпь и проток, куда воде стекать, а то во время половодья наверху снова образуются болото и размоют насыпь. Насыпь должна быть достаточно высокой. Главное, у нас не хватает своей техники. Нужен экскаватор, который выкопал бы траншею, бревна для стока, кран, который положил бы их на землю, ну и так далее. Ну, значит, ничего не получится. Выходит, правы наши водители. Эту дорогу колхоз не в силах отремонтировать. Я хочу уйти, но Дзилна останавливает меня. Не дергайся, говорит он. То, что ты разговаривал с водителями механизаторами, не самое лучшее, потому что они действительно на этой дороге слишком долго мучились и не верят, что ее приведут в порядок. Но то, что ты пришел к нам, хорошо. Я поговорю на дорожном участке. Они, правда, до сих пор отказывались нам помогать. Дорога нужна только колхозу, но при помощи партийного комитета, может быть, чего-нибудь и добьемся. Хотя бы бревна, экскаватор. С остальным попробуем справиться сами. Когда я, наконец, все же хочу уйти, Дилна говорит. Я смотрю, ты неплохо прижился у нас. Раз уж стал думать о дороге, то, похоже, бежать не собираешься. Пока нет. Но учтите, сегодня люди в колхоз приходят по хорошим дорогам. По плохим уходят. он прав, говорит Дилна. Так же, если бы им еще платили столько, сколько положено, они пытались обхитрить. Монумент так смущается, что ничего не понимает, поэтому спрашивает. «Ты считаешь, что мало получил в аванс? Да не обо мне речь. У вас есть водитель первого разряда, а вы ему платите как третий разряднику». Сыч поблескивает стеклами очков. Монумент стискивает зубы. Я покидаю их, когда они смотрят друг на друга, как кобра и крокодил. Мне не хочется никого встретить. Чего я добился? Фактически все произошло именно так, как ребята предвидели. Потрепались. Кое-кто обещал кое-где, кое-с кем переговорить. Когда дело уступает место разговорам, я перестаю верить. И никто не верит. Кто много говорит, тот мало делает. Ребята стоят у механических мастерских и курят. Я не знаю, о чем они говорят, но когда я подхожу, они замолкают. Мне кажется, что на их лицах и в глазах я вижу издевку. Теперь бы подойти к ним и сказать, что моя миссия закончена, но я этого не делаю. Что я могу сказать? Только подтвердить их прогнозы. Я прикидываюсь, что не замечаю их. Иду к своему трактору, хотя у меня нет никакого задания. Торопливо завожу мотор и уезжаю. Еще не бы на меня глядели, как на безответственного щенка. Быть может, я несколько самолюбив, но я очень переживаю даже самую небольшую свою неудачу. Сворачиваю направо. Правильно. Я могу съездить в столовую или в магазин. Лучше в магазин, потому что я уже обедал. Я не знаю, что стану покупать. У меня все есть, но что-нибудь найдется. У магазина несколько мужчин пьют пиво. Совсем как в тот день, когда я приехал сюда. Привычная картина сельского магазина группа мужчин с бутылками пива в руках. При каждом магазине имеются несколько штатных единиц замызганные мужички, которых здесь можно встретить с часа открытия магазина до самого его закрытия. Часто здесь останавливаются трактористы и водители. Сегодня и я захожу в магазин. Теперь я уже не становлюсь в конце очереди, а смело подхожу к продавщице. Протягиваю деньги и получаю бутылку пива. Какой мужчина станет стоять в очереди? Пусть не торчат женщины, дети и старики. Мужчины в сельских магазинах отвоевали себе эту привилегию. Это не так уж много, чтобы гордиться. Мелковато, но все-таки кое-что. Повернувшись, встречаюсь взглядом Сигне и смущаюсь. Она стоит в очереди и ждет. Что делать? Подойти? Что сказать? Сделать вид, что не заметил? Так тоже нельзя. Становлюсь рядом. А, ты тоже пришла? Много собираешься покупать? У нее большая корзина. Много. А что? Спрашивает Сигне с лукавой иронией. Ладно, покупай. Я подожду тебя на улице. Кивая я и выхожу из магазина. Мужчины под кустом сирени пьют пиво. На меня никто не обращает внимания, они продолжают разговаривать. Становлюсь рядом и срываю пробку. Всех этих людей я уже видел. Они уже считают меня почти своим. Сейчас они обсуждают проблему дождей и засухи и не могут прийти к единому мнению, нужен дождь сейчас или нет. Одни за то, чтобы сразу же после посемной пошел дождь, тогда урожай удастся лучше. Другие напротив защищают сухую погоду, ибо на неосушенных и низких полях и так высокая влажность. Пройди сейчас дождь, все превратится в болото. Так они говорят каждый о своем, и каждый из них по-своему убедителен. Мне сказать нечего, потому что я со здешними условиями еще не так хорошо знаком. Вообще-то мне кажется, что дождь ни к чему. Еще и неделя не прошла с того дня, когда я вытаскивал из трясины автомашины. Из магазина выходит сигна. Я машу ей рукой иду не похоже. Беру корзину с покупками из ее рук, и мы начинаем разговаривать. Почему ты никогда не говоришь, что надо принести из магазина? Она удивлена. Разве ты способен таскать покупки? Почему бы нет? Если ты на это способна, то чем я хуже? Да, сил у тебя хватило бы, а вот духа нет. Вы мужчины так слабы. Как бы кто не подумал, что вы занялись женским делом? Отаскать сумки с продуктами это, по-вашему, дело исключительно женское. Я так не считаю. Когда я жил дома, я часто ходил в магазины. Значит, и исключение. В этот момент к магазину подъезжает Генри. Он останавливает свой грузовик, выпрыгивает из кабины и предлагает Сигне. Садись, отвезу тебя домой. Не знаю, что хочет ответить Сигне, но я беру ее за руку и говорю «Ты опоздал. Сигне поедет со мной». «С тобой? Иди ты! Садись, Сигне!» Но я уже взял ее корзину и говорю «Пошли». Глаза Сигне сияют. Она берет меня за другую руку и идет со мной. Мужчины, пьющие пиво, замолкают и смотрят на нас. В какое-то мгновение мне кажется, что Генри бросится на меня, но он сдерживает себя, сплевывает и заходит в магазин. Сигна первая забирается в кабину трактора. Я подаю ей корзину, она поднимает ее и ставит себе на колени. Захлопываю дверцы, обхожу трактор и сажусь в кабину с другой стороны. Сигна негромко смеется и, глядя на ее веселье, я тоже начинаю хохотать. Я везу ее домой. Мотор сильно шумит, разговаривать трудно, поэтому мы молчим. Волна веселья сошла и теперь Сигна выглядит серьезной и озабоченной. Впервые мы так близко рядом. Кабина тесная, ее плечо касается моего. Мне хочется обнять ее и прижать еще ближе. Когда мы доезжаем до дороги, ведущей в Орупы, Сигна хочет выйти. Перекрикивая шум мотора, она просит остановить. Я делаю вид, что не понимаю и сворачиваю на дорогу. Сумасшедший, останови! кричит она. Ты что, хочешь, чтобы весь колхоз говорил? Я смеюсь и еду. Сигна смолкает. Наверное, смирилась. Но это ненадолго. Она хватает меня за руку, дергает. Останови! Я рассержусь! Я не хочу, чтобы ты вез меня до дома. Мама подумает не весь что. Она такие шутки не понимает. Останавливаю. По правде говоря, я тоже чувствую, что переборщил. Не появись Генри в магазин, а мне в голову не пришло бы везти Сигна домой. Она соскакивает с подножки. Я тоже схожу, снимаю тяжелую сумку. Сигна медленно идет в сторону дома. Я иду за ней. Она останавливается и спрашивает. Зачем тебе это было нужно? Нужно? Может быть, и не было нужно, но чтобы Генри не думал, что я все равно не села бы к нему. Не села бы? А ко мне почему села? Я хотела ему показать, что он доказать, чтобы не думал, что стоит ему только моргнуть и сразу все будет так, как ему хочется. Да, всего-то я несколько разочарован. А что же еще? Удивляется Сигна. Я вижу, что она тайком посматривает на меня, и в ее взгляде я чувствую лукавство, наивную хитрость. Ну, я думал, что я тебе может быть нравлюсь больше, чем Генри. Сигна отворачивается. Когда она снова смотрит на меня, выражение ее лица изменилось. Я боюсь Генрия. Он такой вспыльчивый, не зная, что от него ждать. У нее действительно испуганный вид. Это совсем не характерно для Сигны. Насколько я ее знаю, она скорее посмеется над кем-то, чем кого-то испугается. Но сейчас она выглядит беспомощной и несчастной. А ты не бойся, говорю я. Нет причин. Ты не знаешь Генрия. А ты что, так хорошо его узнала, что можешь сказать, на что он способен? Он злой и мстительный. этого он тебе не простит. Мне нельзя было садиться к тебе. Можно было. Разве ты обвенчана с ним? Нет, но ты напрасно боишься, а меня не так легко напугать. И все же везти меня домой не надо было. Ладно, больше не буду. Мы стоим посреди дороги. Сигны глядит на меня сияющими глазами, и я в них вижу огромную доброжелательность. Вот теперь бы следовало ее поцеловать. Но я не успеваю. Она догадывается о моем намерении, покраснев, поднимает руку, как бы желая заслониться от меня, отмахнуться, как от назойливого слепня. Нет, нет, тихо говорит она и отступает. Она хватает тяжелую корзину и спешит прочь. Я чувствую себя так, как будто надо мной подшутили. Вот тебе и раз. Зачем я повез ее? Пусть сама справляется со своим Генрием. Гляжу, как она уходит. Невысокая, полноватая. Зачем я из нее сцепился с Генрием? Пусть он берет, если достанется. Мне ничуть не жаль. Глава двадцатая В один прекрасный день Сыч вызывает меня к себе. Как только я вхожу, он встает, подходит к подоконнику и уставляется в окно. Я понимаю, что он должен сказать мне что-то неприятное, что-то такое, что он лучше оставил бы при себе. Я гляжу на его узкую спину и мне хочется помочь ему. Его пальцы нервно выступают на оконном стекле сбивчивый ритм. Слышу его голос. В армии на танке можно было ездить в магазин за пивом? Понятно. Оправдываться было бы глупо, но молчать тоже не лучше. Поэтому я отвечаю, как мне кажется, дипломатично. Армейская жизнь сильно отличается от гражданской. Если бы здесь была хоть доля той дисциплины, что в армии, то царил бы такой порядок, что о беспорядке не могло бы быть и речи. Тогда почему именно ты, пришедший из армии, становишься нарушителем дисциплины? Дисциплину можно нарушать только там, где она есть, говорю я и осекаюсь. Наверное, не стоило так, но сказанное не вернешь. И поэтому я продолжаю в том же духе. Здесь вообще многие ведут себя так, как им нравится, а не так, как нужно. И потребовалось совсем немного времени для того, чтобы ты тоже делал то, что нравится или то, что взбредет в голову. Слышу в его голосе огорчение. И мне жаль, что так случилось. Но в то же время меня распирает злоба, потому что я прекрасно помню, как в тот день я вышел из этого же кабинета, как ребята стояли у мастерских и ждали меня. Но что я мог им сказать после разговора с председателем? Они ведь все знали и были правы. И тогда я пошел к трактору и поехал в магазин. Если бы наш разговор тогда закончился иначе. Мне неудобно было рассказывать ребятам вашу сказку о том, что вы тут оба с монументом, ну то есть с товарищем Дзилной, не можете организовать ремонт дороги. Никто в эту байку не верит. Я тоже. Лео перестает стучать по стеклу, подходит ко мне, снимает очки и быстро мигая смотрит на меня глазами близорукого человека. Потом, как бы сообразив, что в очках он меня рассмотрит лучше, насаживает очки обратно и снова превращается в сыча. Но когда он обращается ко мне, голос его мне неприятен. Значит, от неверия в нас, ты тащишь в трактор девчонку и катаешь ее по всему колхозу. Так, да? Я теряюсь. Только теперь я понимаю, что на меня нажаловались за то, что я вез сигны. Это было глупо, соглашаюсь я, но тут же во мне просыпается упрямство. Я только хотел бы знать, прорабатывают ли других тоже, когда они катают девчонок. Мне неизвестно, чтобы кто-то еще затаскивал девчонку в кабину трактора. Мне тоже такой случай неизвестен, но наверняка он был. Только это никого не волновало. Сычу, похоже, в деталях пересказали все, что произошло в магазина. Было бы наивно отпираться. Мне только не нравится, что рассказано в искаженном виде и с преувеличением. Кто бы это мог сделать? И чего сейчас хочет Сыч? Чтобы я бил себя в грудь и каялся? Мне и в голову не приходило, что именно ты окажешься среди нарушителей дисциплины. Становится обидно, и я упрямо говорю о том, о чем вовсе не думаю. Но знаете ли, если вы считаете меня настолько провинившимся и таким уж злостным нарушителем, то я могу и уйти. Хотя бы в лес промхоз. Лео закрывает рот, мне даже кажется, что у него перехватывает дыхание. Он садится, плечи его сникают, как будто на него навалилась внезапная тяжесть. Когда он снова заговаривает, я слышу в его голосе глубочайшее огорчение. Ну, этого я от тебя не ожидал. Попадались такие, что думают, что они исключительно ценные и незаменимые. Как только что не по-ихнему сразу могу уйти, меня там ждут, встретят с распростертыми объятиями, каким бы я ни был. Знаешь что, раз уж так, я не стану тебя задерживать! Последние слова он выкрикивает, вскакивает, снова подходит к окну и нервно стучит пальцами по стеку. Такого результата я не ожидал и не желал. Нет, все как-то глупо повернулось. Я понимаю сыча, но самолюбие не позволяет мне отступить. Я не могу дольше оставаться в этом кабинете. Если бы он не повернулся ко мне спиной, если бы сказал хоть слово, пока я колеблюсь и думаю, что сказать, чтобы успокоить Лео, открывается дверь и в кабинет входит Дзилна. Его только не хватало. Здрасте, громогласно говорит он. Очень хорошо, что ты здесь. Надо поговорить. Начинает он и тяжело плюхается в кресло. Прежде чем он успевает что-либо сказать, я, стремглав, вылетаю из кабинета. К черту. Пусть они разговаривают, но на душе у меня прескверно. Что мне теперь делать? Считать, что я уволен? Написать заявление? В колхоз я еще не принят. Ничто не может меня задержать. Могу уйти по той же худой дороге, по которой пришел сюда. Какое-то мгновение, мне кажется, что это самое разумное решение. Здесь никто по мне не станет скучать. Все очень легко и просто. Но я не чувствую себя хорошо. Выхожу на дорогу, которая ведет к дому. К дому Орупов, естественно. Всего лишь полдень, яркое солнце и синее небо без единого облачка. Я невольно останавливаюсь. Поля зазеленели, деревья распустились и по обочинам цветут одуванчики. Когда это все случилось? Когда я пришел сюда, дороги были грязные и съезженные. Теперь под ногами сухо. При легких порывах ветра в воздух поднимается белая пыль. Куда я хочу уйти по этой дороге? Она ведет к дому Орупа. Дальше другие дома. Еще дальше садоводство, где работает Сигна. Нет, ее я не хочу видеть, спасибо. Это из-за нее все так скверно получилось. Вернуться я не могу. Лео, наверное, Дзил не рассказывает о том, как он мне выговаривал, и монумент согласно кивает головой. Да, современная молодежь, им не угодишь. А сами? Довольно. На дороге не стоят. Двор тих и пуст. На солнышке полеживает озор. В последнее время он во мне признал своего и перестал лаять. И теперь он лишь лениво поднимает голову и продолжает дремать. Входить в комнату мне не хочется. Стою около куста сирени и не знаю, что делать. Раздается тихий женский голос. Цып, цып, цып. Это цып. орупиху. Она зовет цыплят. Курица на сетке, расправив крылья, громко кудахчет и клюет что-то. Цыплята окружили орупиху, которая сыплет им то ли зерно, то ли крупу. В последнее время хозяйка дома ожила. Она все чаще выходит во двор, копается в огороде, старается что-то делать по дому. Могу только поразиться ее цепкости и настойчивости. Долг к этому дому, к земле, к своим близким, крепко держит ее на ногах. С каждым днем ее шаг становится увереннее. Накормив цыплят, она присаживается на оставленную посреди двора табуретку. Видимо, устала. Она сидит и глядит на свои сложенные на коленях руки, которые только во время болезни лежали без дела. Потом ее взгляд снова возвращается к цыплятам, пробегает по стройке, двор и останавливается на яблонях. Новая мысль заставляет ее встать, и она медленно ступает в сад. В это мгновение я заведую ей. Я даже не могу сказать, что это, но в ее твердости и настойчивости чувствуется большой смысл и привязанности к жизни. Без них человеку нельзя, без них он ничтожный и никчемный, если бы у меня сейчас была хоть доля ее качеств. А я чувствую себя как дерево, пересаженное в новое место, но неукоренившееся и неуверенное в том, что окрепнет. Но ведь я хотел... Да, чего же я хотел? Чтобы меня встретили с распростертыми объятиями? Меня ведь приняли хорошо. Жаловаться не на что. Дали работу. Похоже, что и зарабатывать буду неплохо. В будущем обещали новую технику и квартиру. Отчего же такая горечь? Орупиха идет в мою сторону. Я сейчас не хочу с ней встречаться. Начнет расспрашивать, почему я дома, а не на работе. Придется выкручиваться, лгать. Нет, не хочу. А сказать правду, что я поссорился с Лео, с их новым председателем, который смотрит на людей глазами Сыча, я тоже не могу. Тогда мне пришлось бы признаться, что я катал сигны. Смешно. Как будто в этом что-то плохое прокатить девчонку. Но оказывается нельзя. Неизвестно, как Орупиха восприняла бы это. Матерям вообще не нравится ничего из того, что парни делают с их дочерьми. Ухожу в лес. На склоне останавливаюсь. Я поражен разнообразием зелени, покрывающей низину реки. Тяжелая зелень елей, нежная прозрачность берез и яркие, только что распустившиеся листья черемухи. Местами виднеются желтовато-зеленые пятна, и я догадываюсь, что это клены. Все такое свежее и чистое, что я со своим подавленным настроением сюда не вписываюсь. Такое чувство, что природа меня, хмурого и обиженного, не хочет принимать, что я ей чужд и не нужен. На лугу мои ноги утопают в траве. Неподалеку склонили головы калужницы. На меня глядят анютины глазки. Уровень реки упал. Течение уже не кажется черным и таким бездонным. Водоросли и плаун извиваются, поблескивает галька и белесый песок. Я наклоняюсь, трогаю пальцами воду. Она кажется теплой. Солнце греет спину и непокрытую голову. Медленно раздеваюсь и захожу в воду. Оказывается, вода нестерпимо холодная и я покрываюсь мурашками. Все же обратной дороги нет. Раз уж я решил искупаться, так тому и быть. Когда вода достигнет подбородка, я больше не могу противостоять течению и пускаюсь вплавь. Энергично и сильно работаю руками и метров через двадцать выхожу на берег. Мое тело покалывает тысячи ледяных иголочек. Начинаю бегать по берегу, останавливаясь у большой черемухи, к которой мы приходили вместе с Сигне. От одних воспоминаний о том, как она вырядилась и накрасилась, становится смешно. Но я сейчас не хочу о ней думать. Еще раз бросаюсь в воду и поток быстро несет меня вниз. Выхожу на берег там, где лежит моя одежда, собираю ее, нахожу солнечную поляну, расстилаю рабочую куртку и ложусь. Мне так хорошо, ни о чем не думать. Я буду здесь лежать долго, может быть, все дурное, что во мне скопилось, пройдет, исчезнет, его рассосет солнце, унесет ветер. Я поддаюсь блаженству, чувствую, как солнце щекочет мою спину, легкий ветерок треплет волосы. Вспоминаю о матери и о сестренке. Несколько дней назад я получил от них письмо, я писал им восторженно, что мне здесь нравится, что все очень хорошо. Они сразу же сели за ответное письмо, обещают приехать и посмотреть, действительно ли здесь так прекрасно, а я, как назло, поссорился с начальством и теперь даже не знаю, можно ли мне здесь оставаться. Прямо жаль самого себя. Все же острота переживания исчезла. солнце, ветер и вода, тихий шелест листовы успокоили меня. Собственная строптивость и обвинения сыча теперь кажутся смешными. Хотя и остается на душе некоторый осадок, все же я стал спокойнее. Обида уже не кажется такой страшной, и я постепенно начинаю забывать о недавней ссоре. Глава двадцать первая. До вечера валяюсь в реки. На какое-то время даже засыпаю. Просыпаюсь от того, что меня знобит, а спина горит. Вот оно что. Я обжег спину и плечи. Встаю и начинаю одеваться. На поляну ложатся длинные темные тени. Солнце ушло за реку и скрылось в пышном ельнике, который сейчас выглядит темным и мрачным. От реки поднимается прохлада, и я спешу скорее уйти отсюда. Я замерз, но спина пылает. Когда рубашка касается плеч, кажется, что по коже кто-то проезжает наждачной бумагой. На зло всему хочется есть. В кухне орупов никого нет. Но меня встречает ароматная волна жареного мяса и лука. На сковороде медленно подрумяниваются куски мяса. Преодолеваю искушение один из них стащить. проверяю свои запасы продуктов и убеждаюсь, что они близки к нулю. Обсохший кусок сыра и горбушка хлеба. К счастью, остались еще чай и сахар. Ставлю на газ чайник. Надеюсь, что сюда никто не войдет, что я успею заварить чай и скрыться в своей комнате. Оруп привел в порядок летнюю кухню, и картошку для скота они теперь варят там. Сигны с Орупихой наверняка хлопочут над кормом для свиней и пойлом для телят. Труба летней кухни теперь дымится без передышки. Я туда не хожу, только раз сунул нос из любопытства. Мои хозяева готовы разорваться на части, лишь бы только кого-то откормить, вырастить, продать. Не успеваю заварить чай и сбежать к себе, как раздаются шаги Сигны. Перебираю свои продукты и молчу. Вижу, что она тайком наблюдает за мной. Она начинает смеяться и первая нарушает затянувшуюся тишину. Что это с тобой? Ты выглядишь надутым и злым. Следовало бы ответить так, чтобы не отпала охота расспрашивать меня. Но ничего на ум не приходит, да и особой злости к ней у меня тоже нет. Совсем наоборот, появляется даже желание поделиться. «Представляешь, получилась тройная накладка». «Ого! Я знаю, что есть тройной деколон, но что может получиться тройная накладка, об этом я слышу впервые». «Это я сегодня придумал». «И трудно было придумать эту тройную новость?» «Нет, получилось как-то само собой, гениально и просто». «Ну да». «Да». «Сперва я поссорился с Сычом, то есть с Лео». «Почему?» «Потому что вез тебя на тракторе домой. Он считает, что этого нельзя делать». «Наши точки зрения по этому поводу не совпали». «И тогда он сказал, что я могу собирать вещички. Это во-вторых». «А в-третьих?» «А в-третьих я обжег спину. Горит как в адском огне. Но я надеюсь, что это скоро пройдет». Я сразу так и подумала. «Что ты подумала?» «Что ты немножко того?» Я слушаю ироничный голос Сигна, но не злюсь на нее, совсем напротив от разговора становится легче. «Значит, ты провидица». «На сих пор меня считали нормальным человеком. Одна ты. Еще мой папаша, а теперь и Лео». «Ну, если три разных человека одного мнения о тебе, не думаешь ли ты, что они правы?» «Нет, вы в сговоре». Сигна смеется. Разговаривая со мной, она готовит ужин. «В эту минуту мне хорошо. Если мне и пришлось бы уйти из колхоза, я все равно остался бы жить здесь. До лесопилки не так уж далеко, только срочно надо купить мотоцикл или хотя бы велосипед. Этот Лео еще пожалеет. Я докажу ему, что могу быть очень хорошим работником». Завариваю чай, грызу черствий хлеб с сыром. Сигна ставит передо мной тарелку с картошкой, жареным мясом и луковой подливкой. «Простоквашу будешь?» «Хочу отказаться. Урупы не обязаны меня кормить. Это моя вина, что я сегодня ничего не купил. Но аромат мяса и подливки так соблазнительно ударяет в нос, что я не в силах противостоять. меня неприятности, я должна о тебе заботиться», говорит Сигна и смотрит на меня, как мне кажется, с насмешкой. «Я тебя об этом не просил», отвечаю я и торопливо ем картошку с мясом. Сигна накрывает большой стол. Они чаще едят на кухне, лишь изредка собираются в комнате. Она зовет мать и отца ужинать. «У меня сейчас нет ни малейшего желания встретиться с Орупом, поэтому я хватаю свою тарелку и скрываюсь в комнате. Наверняка Сыч уже всем рассказал, что я уволен». Ем в одиночестве и слушаю, о чем они там говорят. Надо сказать, что Орупы тихие люди. Даже теперь, если бы я не знал, что они ужинают, если бы время от времени не раздавался звон вилки о тарелку, можно было подумать, что в кухне никого нет. Самая разговорчивая из них Сигна. Она предлагает родителям подливку, спрашивает, не добавить ли картошки. Признаться, дочка у Орупов выросла на славу, только слишком уж она загнана домашними хлопотами. Вдруг я настораживаюсь и напрягаю слух. Оруп упомянул мое имя. Он о чем-то рассказывает, бубнит своим низким голосом. Все же мне ничего не удается разобрать. Я даже жалею, что ушел в комнату, но сейчас возвращаться в кухню было бы глупо. Они догадались бы, что я что-то слышал. А стоять за дверью и подслушивать это не в моих правилах. Я никогда этого не делал. Я ведь не какая-то там старуха, изнывающая от любопытства. Пусть они говорят о чем угодно. Включаю старый радиоприемник и слушаю музыку. И все же мысленно нахожусь на кухне. О чем они говорили? Почему упоминали мое имя? Наверное, Оруб узнал о моей ссоре с председателем и теперь рассказывает об этом семье. Интересно, как он к этому относится? Если я уйду из колхоза, он разрешит мне здесь остаться или попросит освободить комнату? Это было бы неприятно. И зачем все так повернулось? Я думаю, что Сыч был неправ. И зачем Сигне попалась мне на глаза? Прямо таки воплощение беды. Все же я осознаю, что несправедлив к ней. Я ведь сам втащил ее в кабину. Зачем? Чтобы она не села к Генрию. Неужели я ревную? Глупости. Сигне я никому не стану ревновать. Пусть она едет с кем хочет. Я просто хотел доказать свое превосходство над Генрием и добился своего. А Генри, видимо, сделал так, чтобы об этом узнал председатель. Так кто из нас умнее? Музыка кончается. В кухне тоже смолкли разговоры. Пора спать. Меня знобит. Да, я все-таки перегрелся. Остается надеяться, что к утру пройдет, лишь бы уснуть. Но пока сна не в одном глазу. В комнате уже почти темно. Я не зажигаю свет, сижу и думаю, что мне завтра делать? Как вести себя? Как будто ничего не произошло? Если бы я сегодня не убежал, скорее всего, дела бы наладились, а я бросил трактор у мастерских и умчался. Теперь мне все это кажется глупым и опрометчивым. Надо было сдержать себя. Но все мы умны задним умом. кто-то стучит в дверь. Приглашаю войти. В полутьме догадываюсь, что это сигна. Она спрашивает, ты уже спишь? Еще нет. А чего сидишь в темноте, как филин? Я на самом деле филин. Одинокий филин. Но твое появление в моей норе приятно. Пожалуйста, чувствуй себя как дома. Сигна никогда прежде не приходила в мою комнату. Только в первый вечер, когда предлагала простыни. Кажется, она не прочь поговорить со мной. Может быть, я даже нравлюсь ей. Посмотрим, что она теперь скажет. Меня ослепляет яркий свет. Сигна нажала на выключатель. Мы оба зажмуриваемся. Свет обнаженной лампочки бьет в глаза. Я так и не купил плафон. Спину жжет? Страшно. Изнобит тоже. Значит, у тебя температура. Возможно. Сейчас посмотрим. Я принесла сметаны, чтобы намазать тебе спину. Снимай рубашку. Ты что, врач? Если надо, могу быть и врачом. Я послушно снимаю рубашку и поворачиваясь к Сигне спиной. С ума сошел, заключает она. Обварился как рак. Вся кожа сойдет точно. Ничего, вырастет новая. Попробуем спасти. Ложись на живот. Я падаю в кровать на живот и позволяю ее прохладным ладонем смазать щемящую кожу. У нее сильные и уверенные руки. Чуть шероховатые, видимо, от работы. Геройски переношу эту пытку. Даже приятно, когда о тебе так заботиться. У тебя действительно похожа температура, говорит Сигне. Обязательно. Но ты ведь врач, значит, вылечишь меня. Только ты должен слушаться меня во всем. Хорошо. Лежи спокойно. Я лежу. Тебя сегодня искал Дзилна, сообщает Сигне и замолкает. Но так как я не выказываю ни малейшего интереса по этому поводу, сразу же продолжает. Он говорил, что пора чинить дорогу. Он собрал водителей и трактористов, а ты как в воду канул. Пусть ремонтируют. Я стараюсь быть равнодушным, хотя на самом деле меня эта новость волнует. Чего же он от меня хочет? Ну как же? Говорят, ты не давал председателю покоя с этой дорогой, а теперь, когда все решили, тебя и след простыл. Она перестает мазать мою спину. Мне признаться хотелось бы, чтобы она продолжала процедуру. Но сигны ставит чашку со сметаной на стол. А кто здесь инженер? Мне кажется, дорогу надо отремонтировать. И раз уж ты сам говорил, многие говорили, но до сих пор ничего не сделано. Именно поэтому надо сделать. Она конечно права. Но что я теперь могу говорить или делать? Возможно, что я уже уволен. По правде говоря, эта мысль не дает мне покоя. Энтузиаст. Навязывался председателю со своими идеями. А теперь, когда воз наконец сдвинулся с места, меня прогоняют. Отлично. Сигне легко говорить. Она в этом ничего не понимает. Как ты думаешь, твой отец оставит меня здесь, если я уйду из колхоза? Ну, знаешь ли, я не думала, что ты уже совсем... Почему это совсем? Если мне говорят, что я могу убираться, то что мне остается? Так и сказал, убираться? Ну, не совсем так, но смысл был именно такой. Заявление уже подал? Нет еще. Тогда не капризничай. До сих пор мне не верилось, что взрослый мужчина может вести себя как ребенок, но глядя на тебя? Я и сам чувствую, что говорю не то, но меня одолело упрямство. Мне хочется, чтобы сигна уговаривала меня, сочувствовала, но она не делает этого. «Надевай рубашку и ложись». Сказав это, она выходит из комнаты. Могла бы быть поласковее. По телу вновь пробегает легкий озноб. Надеваю нижнюю рубашку и забираюсь под одеяло. Свет нестерпимо режет глаза. Хочу встать, чтобы выключить его, но тут возвращается сигна. Я принесла тебе лекарство. Пирамидон и димедрол. Выпей, а то не уснешь. Могла бы погасить лампочку. Я протягиваю руку и зажигаю торшер. Сигне выключает верхний свет. Наступают приятные оранжевые сумерки. Она протягивает мне таблетки и кружку с водой. Я послушно выпиваю. Девчата любят, когда их слушаются. Может быть, она еще задержится у меня? Ты ведь сразу не уйдешь? Уйду. Ты, наверное, думаешь, раз я к тебе зашла, то мне делать нечего? Нет уж. Я этого не думал. Мы могли бы поговорить. О чем? Раз уж ты собрался уходить, вряд ли отец захочет сдавать тебе комнату. Почему? Я тоже не стала бы. Она берет кружку и торопливо уходит. Обиделась, что ли? Глава 22 Ночь проходит в бреду. Я то и дело просыпаюсь, верчусь с одного бока на другой. Лежать на спине не могу. Она горит и болит. Как только впадаю в сон, появляются какие-то картины, знакомые лица, которые сразу же превращаются в чужие. Они злые, в чем-то упрекают меня, осуждают, как будто я совершил что-то плохое. Иногда просыпаюсь, понимаю, что все это от перегрева, от того, что у меня температура и еще от того, что я поссорился с сычем и теперь не знаю, как мне быть. Вдруг я сижу на спине старого слона, который несет меня в море. Слон говорит голосом моего «Держись, сынок, держись крепче, а то упадешь». Слон бежит, его широкая спина качает меня из стороны в сторону. Я едва держусь, чтобы не упасть. Иногда моя голова свисает над брюхом слона, я вижу, что нахожусь очень высоко, а слон трусит к морю. Мне страшно. Судорожно держусь за складки его кожи, умоляю его идти потише, иначе я упаду под его толстые ноги. Вот и море. Слон заходит в воду, он идет все глубже и глубже, вода поднимается все выше, он погружается в воду, один только толстый хобот, как анаконда, плывет по волнам. Я тоже плыву и держусь за этот хобот, чтобы не утонуть. «Держись, сынок, покрепче, иначе утонешь», подбадривает меня хобот голосом моего отца. «Наконец, когда светает, я, устав, проваливаюсь в тяжелый, как темный омут, сон». Мимо меня проплывают рыбы, тянутся водяные растения, змеи, осьминоги. Все же я сплю, кажется, долго. Просыпаюсь от того, что меня зовут по имени. Открываю глаза. Возле моей постели стоит сигна. Совсем светло. Она улыбается. «Поднимайся, лентяй! Весь день спать будешь? Может, ты и вправду болен?» Гляжу на часы. Ужас, как поздно! «Если я хочу вовремя попасть на работу, надо вскакивать и бежать. Только хочу ли я этого?» «Да, я сейчас». Сигна выходит, и я вскакиваю. В первый момент чувствую слабость, но когда одеваюсь, ко мне возвращаются силы. Воздух прохладен, чист, ясен и звонок. Кукует кукушка. Умываю руки и лицо. ко мне стремительно возвращается жизнь и желание действовать. Вчерашние события кажутся наивными и глупыми. «К черту! Я пойду на работу. Там видно будет». Входит Сигна, она собралась в садоводство. «Отец уже уехал. Чай на плите. Я пошла». Все же она не двигается с места. Догадываюсь, что у нее что-то на душе. Сигна глядит мимо меня в сторону сада. Наконец она говорит, «Я надеюсь, что ты не натворишь никаких глупостей». «Глупостей не натворю, но ездить тоже на себе никому не позволю», агрессивно говорю я, хотя никакой злобы во мне нет. «Мне ни с кем не хочется ссориться. С Сычом тоже. Я только не хотел бы, чтобы меня упрекали, ругали. Я не чувствую себя виноватым. Если Сыч все забыл, я тоже забуду, но как меня сегодня встретят на работе, я не знаю». Сигна опускает глаза. «Ну, так я пойду». Мне кажется, она что-то не договорила. Я иду в кухню, в спешке выпиваю чай и съедаю оставленные Сигны бутерброды. Аппетита нет, я спешу. Не следовало сегодня просыпать. Уж меньше всего сегодня. Все соберутся и Сыч решит, что я нарочно не явился. Последнее время я привык просыпаться в нужный час. Как только в кухне начинает звенеть посуда, я вскакиваю. Если вставал пораньше, шел на работу пешком. Если запаздывал, меня отвозил на мотоцикле Оруб. Но сегодня я даже не слышал, как он уехал. Интересно, куда это он так спешил? Если бы Сигна не разбудила меня, я, наверное, спал бы и сейчас. Могла и раньше зайти. Я даже несколько зол на нее, хотя понимаю, что она мне ничем не обязана. Во-первых, надо купить будильник. Это не жизнь, если зависишь от кого-то. Во-вторых, ладно, будет видно. Приближаюсь к мастерским. Издалека вижу собравшихся там мужчин. Один за другим отъезжают два грузовика. Водители, видимо, уже получили наряды. Прибавляю шаг. Мне очень не хочется, чтобы Лео подумал, что я нарочно опаздываю к началу работы. Когда я нахожусь уже совсем близко от цели, навстречу мне несется еще один грузовик. Я иду по самой левой кромке дороги, но водитель едет так близко от нее, что я должен бы прыгнуть в канаву, чтобы он меня не задел. Перейти на другую сторону я уже не успеваю, и тогда я вижу, что это грузовик Генрия. Я понимаю, что он нарочно рулит так близко, чтобы заставить меня спрыгнуть в канаву. Она здесь глубокая, на дне вода. Застывая на месте, вижу ухмылку, оскаленные зубы Генрия. Дальше мне отступать некуда. Я балансирую на самом краю канавы. Кажется, вот-вот машина заденет меня, но в последний момент Генри поворачивает руль влево. Машина резко врывается на середину дороги, и все же задний борт почти что ударяет меня в грудь. Размахиваю руками и едва удерживаюсь, чтобы кубарем не скатиться в канаву. Генри наверняка смотрит в зеркало заднего вида и довольно хохочет. Скотина! Он мог меня ударить или даже убить! Стою на дороге и смотрю, как машина стремительно удаляется. Интересно, оглядываюсь и медленно иду дальше. Чувствую в коленях легкую дрожь. Этого я ему не прощу. У мастерских уже никого нет. Я сворачиваю в контору. Навстречу мне идут несколько человек. Они разговаривая отправляются по своим сегодняшним делам. Происшествия на дороге видимо никто не заметил. Жаловаться было бы глупо. Я не ранен. На мне даже царапины нет. Вхожу на просторную веранду конторы. Здесь топчутся еще несколько мужчин, ожидающих наряды. Здороваюсь и становлюсь рядом. По правде говоря, я должен бы войти и сказать, что явился, но меня доливает сомнение. Вдруг решили, что в моих услугах никто здесь не нуждается. Довольно противное чувство. Вдруг меня окликают по имени. Это одна из очкастых женщин. Наверное, счетовод. Она бросит меня зайти к товарищу Дзилне. Так, видимо, начинается. Раз уж просит к монументу, то ничего хорошего не жди. Наверное, Лео ему рассказал. Все равно, мораль читать я никому не позволю. В большом помещении сидят бухгалтеры и счетоводы. Занимаются документами. Здесь же получают наряды. Вижу Лео, который разговаривает с высоким сутулым мужчиной. Я прохожу к Дзилне. Он сидит за столом. Окинув меня взглядом, указывает на стул. Я все же остаюсь на ногах. Пусть поймет, что долго беседовать я не собираюсь. Действительно, я думаю, что наша беседа не затянется. И вообще, с начальством лучше разговаривать стою, как с командиром. Ни в какое равенство играть не желаю. Я хорошо знаю, кто он, а кто я. Слушаю вас, товарищ Дзилна. Сейчас поговорим. Погоди, куда же девалась эта бумага? Он просматривает какую-то страницу, кладет ее в папку и говорит, ты куда вчера подевался? Наверное, теперь следовало бы наврать чего-нибудь, но я напрягаюсь внутренне и с вызовом спрашиваю. Это что, допрос? Дзилна глядит на меня мрачно и спрашивает, почему ты так думаешь? Никакого допроса нет. Просто мы тут вчера собирались насчет дороги, за которую ты так выступал. На этот раз, кажется, повезет. Спохватились вовремя, и ты тоже подвернулся в самый раз, вовремя стал нас беспокоить. Словом, мне обещали нестандартные бревна для стока и технику для погрузки гравия в машины. На той неделе начнем. Теперь я присаживаюсь, начиная соображать, почему он меня вызвал. Правда, в это верится с трудом. Сижу, слушаю монумента, и, наконец, понимаю, что никакой хитрости нет, все именно так, как он говорит. У меня такое чувство, что меня разыграли. В ближайшие 2-3 дня привезут бревна и уложат их на самом низком месте. В понедельник начнем возить гравий. До карьера 6 километров. Поедут все свободные грузовики и колесные трактора. У тебя других обязанностей не будет. Будешь возить гравий. Надо сделать как можно больше рейсов в день. Погрузка в карьере с 8. Было бы хорошо к этому времени всем быть там. С дорогой нужно справиться как можно быстрее. Скоро начнется покос. Заготовка кормовой муки. Машины будут нужны там. Я все понимаю, но как будто еще жду, что Дзилна начнет расспрашивать о вчерашнем. Не может быть, чтобы он ничего не знал. Входит Лео. Стараюсь не смотреть на него. Неловко. Ну вот, говорит Дзилна, кажется, все в порядке. Если шоферы и трактористы смогут вовремя навести гравия, если не случится ничего непредвиденного, дорога за несколько недель будет готова. В его голосе слышится оптимизм. Мне кажется, что это не характерно для Дзилны. Сегодня мне монумент кажется даже симпатичным. Но что будет делать Лео? Он стоит в конце стола и даже не смотрит на меня. Напомнит о вчерашнем? Скажет что-нибудь? Нет. Лео молчит. Но мне от этого сейчас не легче. Быть строптивым, когда к тебе относятся вполне терпимо, довольно трудно. Не будь здесь монумента, я, возможно, попросил бы Лео забыть о вчерашнем разговоре. Очевидно, Дзилна о нашем вчерашнем столкновении ничего не знает. Понимаю, что мне здесь нечего задерживаться. Лео сквозь толстые стекла очков смотрит на меня. Глаза кажутся совсем маленькими. Кажется, он улыбается. Возведенная мною стена самозащиты рушится. Выходя, я на мгновение останавливаюсь, заглядывая в его сычьи глаза и вижу, что он на самом деле улыбается. Я слегка ударяю его в бок и поспешно выхожу. Жизнь все же интересная штука. Врываюсь к диспетчеру. Оказывается, сегодня я должен возить торф на свиноферму и опилки для поросят. Впервые для себя узнаю, что торф вреден для поросят, что в нем вводятся какие-то микробы, которых они не переносят. Все мы что-то не переносим, даже если мы не поросята. Глава 23 Слабость все-таки дает о себе знать. Спина все еще болит. Прикосновение к ней рубашки неприятно. Хочется сорвать ее и выбросить, но этого нельзя делать, потому что день солнечный и только лучи солнца попадают на спину, жжет еще сильнее. Хочется упасть где-то в тени и не двигаться. Но я должен возить торф. Я вожу. От фермы до болота километра четыре. Не так уж далеко, но на ухабистой дороге меня так трясет в кабине, что я проклинаю вчерашний день, когда сбежал к реке, валялся на поляне, уснул и обжегся на солнце. На болоте не ощущается ни малейшего дуновения ветра. Солнце стоит прямо над головой и палит белым огнем. Дурманище пахнут багульник и вереск. Торф и мох распространяют тяжелый давящий запах. Прошла бы гроза. Была ли это весной гроза? Нет. Как-то вдалеке прогрохотало, прогремело, но прошло стороной, затихло, даже дождь не палился. Так побрызгало слегка. После грозы дышалось бы полегче. Я смотрю в небо, прохожусь взглядом по болоту ни единой тучки. Передо мной болотистая, вся в кочках равнина, лишь изредка в поле зрения попадается по мелкой чахлой сосенке. «Эй, не дремли!» Экскаватор загрузил кузов впереди стоящего трактора и теперь моя очередь. Подъезжаю и становлюсь у груды торфа. Тяжелый ковш начинает подниматься и опускаться. Экскаваторщик молодой парень. Работенка у него незавидная. Целый день на болоте. Оцениваю взглядом длинные груды торфа. «Да, тут хватит работы на все лето». Загрузив мой прицеп, экскаваторщик выключает мотор, потому что за мной никого нет. Он может отдохнуть. «Ты еще приедешь?» «А ты что, хочешь кончать и отправиться домой?» «Да нет, но ты бы мог мне привезти бутылку пива». «Не получится. Я езжу до фермы бричи. Это далеко от магазина». Но тут я вспоминаю, что не прихватил с собой ничего на обед, поэтому поеду в столовую. И я обещаю привезти ему пиво, если только оно будет в магазине. Погода разгуливается, и пиво в нашем магазине появляется все реже. Говорят, что это всегда так. В разгаре лета и вовсе нет завоза. Обратно еду потише, чем сюда. Так меньше трясет. Если б не горела спина, я чувствовал бы себя вполне сносно. Жизнь снова наладилась и кажется вполне приемлемой. Мой начальник Лео Смилшар оказался лучше, чем я думал. Пожалуй, что Дзилна тоже не такой уж толстокожий, как мне показалось в начале. Возможно, что никто из нас сам по себе не соответствует представлениям о нас окружающих. Но стоит мне вернуться к утреннему происшествию на дороге, как мое хорошее настроение портится. Чего хотел Генри? Надо быть злым зверем, чтобы так рисковать жизнью другого человека. И снова мне не дает покоя вопрос, что же произошло между Сигне и Генрием? Я понимаю, что тогда, когда я здесь появился, у них уже все было в прошлом, так что моей вины в этом нет. На самом Генри думает, что мое появление помешало ему помириться с Сигне? Неужели только поэтому он так рассверепел магазин и сегодня так безжалостно пытался меня проучить? Правда, он с самого начала предупредил меня через Виктора, но пусть он не надеется, что ему удастся меня запугать. Мне кажется, что я нравлюсь Сигне. Глава двадцать четвертая Звонит электронный будильник. Нежный, зато долгий и настойчивый звонок. Сбрасываю одеяло и гляжу на часы. Я купил их вчера. Плафон тоже. Сигна помогала мне подвесить его. Она держала плафон, пока я соединял провода, определяла нужную высоту. Потом мы опробовали будильник. Нам он понравился. Тикает тихо, можно держать рядом с постелью. А главное, звонит целых две минуты. Если хочешь, можно выключить пораньше. Сегодня я даю будильнику волю. Это никому не мешает. Я слышу, что по кухне уже кто-то ходит. Наверняка Сигне. А может быть, ее мать? Урупиха с каждым днем становится бодрее и подвижнее. Вчера она после долгого перерыва попыталась доить корову, но все же не хватило сил, и Сигне пришлось помочь. Но она уверена, что через неделю самой большей через две она будет доить. Тогда Сигне не будет так занята. Хозяйство будет лежать не на ней одной. Хотя Сигне и не мой идеал, мне хотелось бы, чтобы у нее было больше свободного времени. Мы могли бы, скажем, сходить куда-нибудь или съездить в кино. У урупов, правда, есть телевизор, и хотя хозяева приглашали, я не смотрю его. Да они и сами редко смотрят. Некогда. Разве деревенский человек может весной или летом сидеть перед телевизором? Если только какой-нибудь пенсионер, у которого нет других забот, урупы этим могут заниматься только зимой. Наконец, часы замолкают. Шесть. Я встаю. Сегодня мы начинаем ремонт дороги. По правде говоря, он уже начат. Бревна для стока уложены в канаву, прорытую поперек дороги. В этом нам помогли дорожники. Они определили также, как глубоко должны лежать бревна, и рассчитали, какой высоты и ширины нам делать насыпь. Теперь, как говорят, трасса намечена, остаются земельные работы. Их-то мы и должны осуществить собственными силами, а это самая тяжелая и трудная работа. Наметить и спроектировать можно все, что угодно, но если работу не выполнить как следует, все благие намерения сводятся на нет. В кухне никого. Быстро перекусив, я спешу на работу. Дорогу от дома до мастерских, где стоит мой трактор, преодолеваю бегом. Для меня, бывшего солдата, это все равно, что зарядка. Но я не собираюсь вечно так бегать. Надо приобретать какие-нибудь колеса. Хороший мотоцикл, как я сейчас понимаю, сразу будет мне не по карману. Предстоит множество не менее важных расходов. Сестренка сдает выпускные экзамены в школе. Весной ей будет 18. Ясно, что понадобится нарядное платье, туфли и еще кое-что, без чего никакой девчонки не обойтись. Мать, конечно, работает, но вряд ли ей удается что-либо откладывать. Надеяться на то, что сестра что-то получит от отца, видимо, наивно. У него молодая семья и младенец. Честно говоря, гордость не позволяет от него что-либо ждать. Пусть купается в своем счастье, а мы сами справимся. Старый сторож Андрей, увидев, что я еду, здесь за сторожа и за справочное бюро одновременно. Если хочешь что узнать, спроси старого Андрея. Какие новости в колхозе? Куда какой водитель уехал? Когда вернется? Где сейчас тот или иной тракторист? Чем заняты механизаторы? Андрей ответит на все вопросы. И не вздумай выехать, не предъявив ему наряд, не рассказав, что будешь делать. Так и сегодня. Андрей прекрасно знает. Сегодня мы начинаем возить гравий, но он все равно уточняет, так ли это. Рассказываю ему о наших планах и спешу к своему трактору. Включаю мотор и отправляюсь в путь. Я выехал первый. Водители автомашин могут появиться и позже, они все равно обгонят меня. Другие скорости. Но остальные трактористы должны уже прийти. Карьер находится в лесу, довольно далеко от дороги. Когда я туда приезжаю, никого еще нет на месте. Без четверти восемь. Здесь залегли темные тяжелые тени. Наверное, солнце сюда заглядывает лишь в самый полдень. Карьер глубокий, гравий, грубый, буро-красный, наверное, с примесью глины, с камешками. Подхожу круче. Да, по такой, наверное, не забраться вверх. Стоит мне сделать шаг, как под ногами струйкой начинает течь галька. Поток нарастает, становится шире, и я вынужден отскочить, чтобы меня не погребло по колени или даже по пояс. Обвал достигает верха карьера. Над ним, как мягкое, теплое покрывало, нависает зеленый ковер мха. Отдельные его куски отрываются и съезжают вниз. Обхожу карьер. В него можно въехать по двум дорогам, но похоже, что в последнее время используется только одна. Посреди другой сгружены пни. Видимо, время от времени, когда расширяют карьер, идет вырубка леса. Остаются пни. Когда гравий вычерпывают, пни съезжают вниз покруче и их собирают в кучу. На часах восемь я начинаю раздражаться. Экскаваторщика тоже еще нет. Машины не подъезжают. Сказали ведь восемь. В армии, если говорилось восемь, то восемь и были, и не на минуту позже. А здесь мне все еще трудно привыкнуть к неточности и расхлябанности. Видимо, во мне еще сильно держится армейская дисциплина. Вопрос только, нужна ли она здесь? может быть проще принять необязательный образ жизни? Все вокруг только на это и настраивает. Не было дня, чтобы работа в нашем колхозе начиналась в назначенный час. и мало людей, которые точно и вовремя исполняют обещанное. Как сегодня. Что за смысл мне тут торчать? Я тоже мог бы приехать на полчаса позже, ничего бы не изменилось. Только мы не уложимся в график. Начнется покос, заготовка силоса, техника будет нужна там. Стоит ли так раздражаться? Поднимусь наверх, погуляя в лесу. Незачем торчать в мрачной яме, где холод пробирает до костей. Подо давно неезженной дороги выхожу из карьера и ступаю вверх по пологому склону. Оказываюсь на солнечной поляне. Здесь теплее. Я сажусь на старый пень, вокруг которого разросся ярко-зеленый брусничник. Дальше простирается олень и мох, и светятся красноватые стабалы сосен. Покой и тишина. Меня влекут леса. Заливы рек, луга. Это непреодолимый зов, который дремлет во мне иногда очень подолгу, чтобы затем проснуться, подняться на своей волне и не отпускать. Хотя я и вырос в районном городке, окруженном полями, лесами и водоемами, большая часть моей жизни прошла на асфальте, на улице и во дворе. Поэтому природа всегда манила меня, и всегда мне ее было мало. Может быть, в этом тоже одна из причин, почему, уходя из дома, я выбрал сельскую местность. Мне хорошо, и я хочу здесь остаться. До сих пор у меня было слишком мало времени для того, чтобы ознакомиться с окрестностями, погулять в лесу, забраться на холмы. Проведенный в одиночестве день у реки и сегодняшнее утро пробуждает во мне грусть и тоску. Думаю, что это от того, что я слишком долго был один. Мне нужен кто-то, с кем можно поделиться. Все чаще я всматриваюсь в лица встречных девчат, смотрю на их походку и фигуру, но такой, из-за которой внезапно вздрогнуло бы мое сердце, охваченное предчувствием, такой, из-за которой потерял бы сон и аппетит, такой все еще не было. Если бы сигна была чуть другою, красивее, умом я понимаю, что она хорошая, добрая, сердечная, искренняя, но у меня свои представления об идеале девушки, на которой я хотел бы жениться. А если я слишком долго прожду, и она так и не появится, раздается гул мотора, и я вскакиваю. Приехал первый грузовик и остановился рядом с моим трактором. Кидаюсь вниз. Наконец! Оказывается, водитель грузовика привез экскаваторщика, который одеревенело ступает к своему агрегату, чтобы завести его. Половина девятого. Вот тебе и обещание Дзилны. Экскаватор будет работать с восьми. Конечно, монумент не виноват. Он сказал то, что ему обещали. Но обещали другие. Не этот только что прибывший человек, которому их обещания, да... Он знает себе цену. Направить экскаваторщика в этот карьер не такое уж простое дело. И раз уж он согласился, то ставит условия, поступает так, как ему удобно. Ни один начальник не будет с ним строг. Все будут уговаривать, обещать всяческие блага, потому что он может обидеться и уйти. И тогда идите, ищите себе другого экскаваторщика. Найти будет нелегко. А поэтому ваше обещание... Все это я осознаю в течение следующих пяти минут, пока разговариваю с водителем грузовика. Он согласен со мной, что настоящего порядка здесь нет, но это не волнует его, как меня. Ну, сделаем рейсы на два меньше. Ну, ну и что? Че беситься? А почему наши грузовики подъезжают только сейчас? Разве они не должны были прибыть к восьми? Правда, никто из нас не опоздал, потому что экскаватор только сейчас начнет работать. Подъезжая ближе, останавливаюсь так, чтобы прицеп был на нужном расстоянии. И гляжу, как огромный ковш врезается в слой гравия, челюсти его сжимаются, и он, поднявшись в воздух, начинает медленно поворачиваться в мою сторону. Достигнув кузова, он приостанавливается, как будто сомневаясь отдавать свою добычу или нет, и спускается. Наконец, пасть его раскрывается, и гравий с грохотом падает в кузов. Прицеп оседает, челюсть долго стоит открытой, словно удивляясь происшедшему. Я понимаю, что экскаваторщик еще не разогрелся. По его мятому виду ясно, что сегодня он не работник. Но, как бы медленно он не действовал, прицеп вскоре оказывается полным. не задерживаясь ни минуты, я уезжаю. Но через полкилометра меня догоняет грузовик и сигналит, чтобы я пропустил его. До большака меня догоняют еще две автомашины. Ясно, что моему трактору с ними не тягаться. Пока я сделаю один рейс, они съездят по крайней мере дважды. Экономически моя работа не ахти, какая продуктивная. Даже если я сделаю максимальное количество рейсов, нигде не задерживаясь и нигде не ожидая очереди. Ну и пусть. Нечего себе этим забивать голову. Лучше делать свою работу на совесть. Глава двадцать пятая Мои намерения не забивать себе голову оказываются невыполнимыми. На моем счету только два рейса, когда на полпути от карьера меня обгоняет Генри на своем самосвале. С того утра, когда он почти что свалил меня в канаву, мы с ним с глазу нагло не встречались. Я на самом деле еще не решил, что буду делать, как поступлю, если наши дороги пересекутся. Генри не похож на слабака или на труса. Он, возможно, отдаст сдачи. Наглости в нем хоть отбавляй. И свидетелей в нас нет. Я сильно зол. Стараюсь не думать о нем, но что делать, если он крутится поблизости и ухмыляется? В карьере образовалась пробка. Стоят несколько грузовиков и один трактор, а экскаватор не работает. Подхожу поближе, чтобы поглядеть, в чем дело. Экскаваторщик сидит в тени с бутылкой водки в руке, а рядом с ним расселся Генри. Ребят, сейчас Виллис поправится. Еще чуток и тогда... До вечера далеко. Успеем. Генри обращается к самому себе и к нам одновременно. Среди водителей находится и наш Атис, и я спрашиваю, кто привез водку. Генри? Так я и думал. Что делать? Нас, ожидающих, больше. Я говорю, отнимем бутылку. Водители отмахиваются. Оказывается, здесь так заведено. Виллис должен время от времени заправиться. А кто-то из шоферов должен привезти ему водку. На этот раз услугу оказал Генри, поэтому выпивает и сам тоже. Он закусывает из консервной банки и, как мне кажется, нагло глядит на меня. А машины стоят. Водители ждут. Все происходящее остальные воспринимают как обычное дело. Очевидно, они к этому привыкли. Но я не могу успокоиться, поэтому довольно громко спрашиваю. И долго это будет продолжаться? Один из водителей цыкает на меня. Уймись! Виллиса нельзя злить. Выпьет и будет работать. А если начнешь ругать, упрется и сегодня на экскаватор больше не полезет. Так, теперь мне все ясно. Мы не работники. Мы нищие. Приветливые, терпеливые угодники. Хорошо. Все. Точка. Я отхожу в сторону и жду. Можно и так? Только внутри все кипит. Может быть привыкну? Или мне просто отказано в чувстве юмора? Но для чего мы подсчитывали дни? Кубометры и рейсы, которые каждый из нас должен сделать, чтобы насыпь была готова вовремя? У этого мужика совершенно другие расчеты, и они не совпадают с нашими. Нет, чувство юмора меня и впрямь покинуло. Что-то надо делать. Но что? Я чувствую свое одиночество. Остальные не переживают. Все же водители нашего колхоза не должны смиряться. Они знают, как мало времени. Или им тоже все равно. Но допустим, Генрию все равно, а остальным? Оглядываюсь. Из наших здесь только Атис, водитель первого разряда, получающий как третий разрядник. Ясно, что и теперь он не скажет ни слова. Один я готов кидаться из окня в полуме. Смешно. Самый молодой. И вдруг мне приходит в голову мысль, что через несколько лет я, наверное, стану таким же, как они. Медлительным, смиренным и с иронией буду смотреть на младших, если кто чересчур станет стараться. На душе муторно, потому что я один и некому меня поддержать. Я чувствую себя беспомощным. Но смириться нет, я не хочу. Никогда. Наконец Виллис все-таки забирается в кабину, заводит мотор и, словно тренируя мышцы, поднимает ковш. Движения его ленивы, вялы, хотя со стороны, глядя к нему особенно не придерешься. Уравновешенный трудовой темп. Первая машина уезжает, вместо нее становится другая, затем третья, подходит и моя очередь, и, наконец, я могу ехать. Все как будто в порядке, только потеряно сорок минут сейчас и полчаса утром. За это время я съездил бы один раз, грузовики по два раза. Только почему я должен считать, в конце концов, я не бригадир. Я просто участвую в работе. Под вечер бульдозер разравнивает гравий, насыпанный нами большими кучами. Тяжелый гусеничник ездит туда и обратно, утрамбовывает рыхлый грунт, намечая будущую дорогу. Теперь видно, как мало сделали за день. Насыпь должна была быть намного выше. На это указывают планки с отметками, воткнутые в землю. Приезжает Сыч, Дзилна и дорожный инженер. Они обходят новый участок дороги, о чем-то рассуждают и кажутся довольными. Но они не знают, что при таком порядке в карьере мы не уложимся в срок. Если бы начальники заговорили бы со мной, я высказал бы свое мнение. Но они отходят к автомашине, садятся и уезжают. Не гнаться же мне за ними. Рабочее время кончилось. Экскаваторщик Виллис не задерживается в карьере ни минуты. По крайней мере, один рейс еще можно было сделать. До вечера далеко. Глава 26. Несколько дней Виллис работает как следует. В карьере почти что не приходится ждать. Когда я въезжаю, предыдущая машина уже отъезжает или я встречаю ее на пути. Единственное, его никак не уговоришь приезжать в карьер вовремя. Так уж повелось, и что-либо изменить невозможно. Виллис дома ждет, пока за ним приедут, а водителя до восьми утра выйти из дома не заставишь. Пока они приезжают и начинают работать, проходит полчаса и больше. Но едва на часах пять, Виллис покидает свой трон. Сверхурочный ему ни к чему. А нам бы потрудиться до шести и семи. Тогда бы мы действительно ремонт дороги завершили в срок. Говорить об этом с Виллисом нет смысла, а другого экскаваторщика у нас нет. Даже если бы был, Виллис его к своему агрегату не подпустил бы. Он и так на нас, колхозников, смотрит, как на вымогателей. Он, видишь ли, не должен нас обслуживать. Он экскаваторщик государственного дорожного участка. Колхозные машины он загружает исключительно из личной любезности. Ему за это никто не платит. В один прекрасный день у Виллиса снова появляется желание заправиться. Он не раб. Виллис останавливает экскаватор, спускается на землю, стоит сутулившись и смотрит на нас вприщур. Кто привезет пол-литру? Что? Никто? Ладно. Могу и сам съездить. Мне положен обед? Положен. Вот так. Да, обед ему положен. Не возразишь. Правда, до обеда еще целый час. Но Виллиса это не смущает. Ему нужно и все. Чтобы пивать в рабочее время нельзя, об этом он не слышал. Когда я свою работу не сделал, вопрошает Виллис. Я не водитель. Мне никуда ехать не нужно. Это вам нельзя пить. У вас будет авария. А мне среди водителей охотников привезти бутылку не находится. Тогда кто-то советует. Пусть колхозники везут. Им до магазина ближе. И вообще, раз уж они к нам примазались. Верно, Виллис работает на них. Ну так водители смотрят на меня. В этот момент я здесь единственный колхозник. Но Виллис возражает. Э, этот не пойдет. Он на тракторе. Пока туда и обратно. В этот момент подъезжает Генри. Сообразив, зачем дело стало, он готов разворачиваться и ехать в магазин. Деньги! Водители мнутся. Наконец кто-то начинает смеяться. Кто едет, тот и платит. Теперь Генри возражает. Я что, дурак? Я уже раз привозил, пусть сейчас платят другие. Тогда попроси своего дружка. Это обо мне. Значит так, или я даю деньги, и Генри едет за бутылкой, или я не даю ничего, и Виллис продолжает бунтовать. Он может поехать сам, пропустить час работы. Может кто другой даст деньги, я не знаю, как мне быть. Не жмись, мы вам грави даем даром, добровольно, а вы гроши какие-то жалеете экскаваторщику заплатить. Ситуация. Это унизительно, и я задет. Все же я сознаю, что от меня зависит продолжение или остановка нашей работы. Может быть, я ошибаюсь? А вдруг Виллис так напьется, что вообще не станет работать? Правда, я слышал, что такого еще никогда не бывало. просто он иногда должен выпить. Конечно, это против правил, но что лучше? Соблюсти правила, и работа пусть стоит, или нарушать их, чтобы работа двигалась вперед? Вынимаю бумажник и даю пять рублей. Генри уже готов бежать к машине, я останавливаю его. Постой, пусть насыплет гравий. О чем речь? Подъезжай, охотно соглашается Виллис. Чик-чиреки, готово. Но Генри становится в позу. Пошел к черту, командир нашелся, ну просто смех. Он только потому против моего совета, что это я предложил насыпать груз. Он уезжает порожняком назло мне, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Ничего не скажешь. Блестящая перспектива работать с человеком, который то готов задавить тебя, то поступает вопреки здравому смыслу. Водители дорожного участка смеются. Все разнообразие в их рабочих буднях. Если бы мы с Генрием подрались, они бы смеялись еще больше. Мы ведь не ихние, мы колхозники. Виллис идет к экскаватору. Пока привезут бутылку, он согласен работать. Он нагружает стоящую передо мной машину. В скором времени и я могу ехать. Стараюсь не обращать внимания на случившееся, хотя настроение мое близко к нулю. Свою жизнь после демобилизации нам он нужен только до тех пор, пока не починим дорогу. Это так. Когда я приближаюсь к новому участку дороги, мимо меня проносится самосвал Генрия. Клуб пыли медленно окутывает меня, как толстая и душная шуба. Трава у дороги запылилась, стала совсем серой. Высыпаю гравий и еду обедать. Чуть рановато, но спешить в карьер нет никакого смысла. Пока Виллис заправится, пройдет час-другой. Обеденный перерыв ему положен, ничего не поделаешь. Окна столовые открыты, занавески разбиваются на ветру. Народу немного. Выбираю блюда, несу под нос и ставлю на него тарелки. В такую жару супу не хочется, поэтому я выбираю два шницеля, салат и компот. Обедаю в одиночестве и думаю, что стоило бы искупаться. До реки километра два. На нельзя. Подъехал бы кто из наших водителей и согласился, но никто не появляется. Вместо них я в окно вижу приближающегося к столовой Сыча с неизменным его спутником монументом. Они приехали пообедать, понятно. Уйти бы, да некуда деваться, все равно столкнемся у двери. Пусть войдут, а когда они сядут за свой угловой столик, я смоюсь. Поначалу все идет по моему плану. Они берут тарелки, ставят на поднос, но Лео идет не за угловой столик, как я ожидал, а направляется прямо ко мне. Как дела на карьере? Все в порядке? Мне не хочется выкладывать ему о своих переживаниях. Но Лео садится. Дзилна тоже старательно расставляет посуду, видимо, в том порядке, в каком собирается есть. Относит подносы и, возвратившись, осторожно садится, как бы проверяя прочность стула. Только убедившись, что сиденье выдержит, он опирается на спинку. Я думаю, что хоть раз в жизни случалось такое, что стул рухнул под его весом, поэтому у монумента выработался рефлекс такой предусмотрительности. Не будь он товарищем Дзилной, самим секретарем парторганизации и заместителем Лео, я бы прямо спросил его об этом. Но в этой ситуации такой вопрос может показаться вольностью. Как дела с ремонтом? Спрашивает Лео еще раз теперь нетерпеливее. Кажется, этот вопрос его очень интересует. Ничего, работаем помаленечку, уклончиво отвечаю я. Он, очевидно, улавливает некоторую недоговоренность в моих словах. Но ведь мне не нравится положение в карьере, и я не хочу его огорчать. Лео, кажется, хороший парень. Не исключено, что я всю ситуацию воспринимаю обостренно, преувеличиваю. Разве не я сам навязывался ему с ремонтом дороги, пока работы действительно не начались? Как же я теперь скажу, что мне не нравится, что я сомневаюсь, уложимся ли мы в срок? Вдруг меня охватывает такая досада, что я выпаливаю. Не идут дела. Если так будет продолжаться, ничего не получится. Улыбка исчезает с лица Лео. Кажется, он не верит мне. Возможно, считает, что это неудачная шутка. Зато на лице Дзилны не вздрагивает ни один мускул. Он спокойно ест, аккуратно отрезает кусочек мяса, кладет его в рот и закусывает салатом. «Что-нибудь случилось?» спрашивает Лео. «Ничего не случилось. Но мы ни один день не привозим запланированного количества гравия. Я рассказываю обо всем. Так, как оно есть на самом деле. Мы поздно начинаем и рано кончаем работу. Ждем, когда наш Виллис изволит работать, когда он заправится. И вообще нас колхозников в карьере считают незваными гостями, которых охотнее провожают, чем встречают. Я вижу, что Дзилна начинает жевать медленнее и плотнее сжимать челюсти. Монумент не задает мне ни одного вопроса, но я не могу не заметить, что он слушает с большим вниманием. Я все сказал. Мне здесь больше делать нечего. Пусть думают начальники. Встаю и иду. И снова на душе нехорошо. Не преувеличил ли я? Кто так они работали в карьере, так будут работать и впредь. Ведь с делом справляются. Это мы спешим, потому что хотим срок завершить задуманный ремонт дороги. Подумаешь, не будет насыпь нужной высоты, как в проекте. Но какое-то время она ведь выдержит. Так или иначе станет лучше, чем до сих пор. Через год или через два можно продолжить ремонт. Ладно, точка. Еду в карьер. Все это ненадолго. Начнется покос, и я отправлюсь в луга с косилкой. Там я не буду зависеть ни от Виллиса, ни от кого другого. Держалась бы погода, тогда я покажу, на что способен. К вечеру становится жарче. В кабине, несмотря на открытые окна, душно. После работы обязательно пойду на реку. Позову Сигны, может быть, она тоже сходит со мной. Надеюсь, она умеет плавать. А если не умеет, научу. С такими планами в голове я сегодня в последний раз подъезжаю к карьеру. Уже половина пятого, и до пяти я не успею приехать сюда еще один раз. Посреди карьера стоит Бобик. Наверное, прискакал кто-то из начальников дорожного участка. Так оно и есть. Двое из них и наш Дзилна. Я в столовой. Дзилна, видимо, сразу помчался на участок. Вот они вместе и прибыли, чтобы разобраться на месте. Видно, Виллис сегодня хватил лишнего, но похоже, что он взволнован случившимся. Нам сообщают, что мы можем расходиться по домам. Рабочий день окончен. Виллис с экскаватора снят. Завтра на его месте будет работать другой экскаваторщик. Он прибудет в восемь. Я чувствую себя не в своей тарелке. Я не хотел кому-то насолить, но так уж получилось. Дзилна предупреждает водителей, чтобы завтра явились не позже восьми, а то экскаватор будет простаивать. Раз уж мы подняли шум, то надо доказать, что у нас работа действительно горит. Автомашины одна за другой уезжают. я тоже отправляюсь домой. Глава двадцать седьмая Новый экскаваторщик совсем молодой парень. Он приходит в карьер по крайней мере на час раньше Виллиса. Работает не ворча и никаких условий не ставит. У экскаватора нет очереди. Он не переутомляется, потому что часто приезжает меньше машин, чем запланировано. Когда карьер пустует, он на полчаса может выключить свой агрегат и отдохнуть. Когда я ему под вечер говорю, что хотел бы приехать еще один раз, он не кричит, что не станет задерживаться ни на минуту. Мне даже кажется, что ему нравится работать, и он испытывает радость от того, что эта мощная техника слушается его. Мне тоже знакомо это чувство, поэтому я допускаю, что оно может охватить и другого человека тоже. Как тебя зовут? Илганис. А тебя? Валдис, говорю я. Вот мы и познакомились. Оказывается, он так же, как и я, не здешний. Приехал сюда после курсов экскаваторщиков. Он тоже не успел обзавестись друзьями. Я рассказываю ему, где я живу и приглашаю в гости. Он обещает при первой же возможности приехать. Если кто недоволен новым порядком в карьере, так это Генри. По утрам он запаздывает, появляется тогда, когда остальные отвозят уже по второму грузу. Мы не учитываем, сколько кто отвез. Нас не так много. И зачем нам человек, который стоял бы с карандашом и бумагой в руках и отмечал он приезжает последним и уезжает первым. И хотя нам это не нравится, никто ему ничего не говорит. Мне тоже не хочется наступать ему на мозоли. Наши отношения без того так натянуты, что мы делаем вид, будто не видим друг друга. Я чувствую, как он недобр ко мне. Благосклонности Генрия я не жажду, но его нарочитое лодорничанье меня раздражает. водить нас за нос. Но ни Атис, ни Петерис тоже не собираются делать это. Остальные, которых я знаю меньше, также настроены весьма лояльно. Пусть каждый поступает, как ему нравится. Ребята будут молчать. Если каждый работает на совесть, тогда такое доверие вполне уместно, но Генри это доверие использует нечестно. Генри чувствует мое отношение к нему, и видно, что ему приятно меня дразнить. Проезжая мимо, он скалится и называет меня энтузиастом, давая остальным понять, что я выскочка. В этом, конечно, виноват Сыч. Это он распустил разговоры о том, что я инициатор ремонта дороги. И хотя, по сути дела, это так, и мне приятно, что в этой связи упоминается мое имя, но в том, что мы взялись за Бодрик Генри говорит об этом с издевкой. В один из дней Генри исчезает надолго. Нет его, и все. И никто из нас не знает, где он. Подходит вечер, а Генрия нет. Наконец, когда мы с последним грузом возвращаемся из карьеры и глядим, как бульдозер ровняет привезенный гравий, уплотняя насыпь, появляется Генри и строит из себя удивленного. Вы что, уже закончили? Никто не отвечает ему. Мы ни о чем не договаривались, но все испытываем к нему общую неприязнь. Рановато, говорит. Могли бы еще пару раз ездить. Солнце еще высоко. Я свирепею. Если тебе так трудно, можешь не приезжать вообще. Непонятно, зачем ты изволил явиться, когда все уже сделано. Хочет примазаться к чужой работе, ворчит Петерис и сплюнув, прихрамывая, уходит к своей машине. Генри присвистывает сквозь зубы. Вот оно что. Понятно. Этот выскочка прибрал вас к рукам. Но ему не удается настроить ребят против меня. Атис говорит. Заткнись! Ты просто глуп. Остальные не говорят ничего. Водитель расходится. Генри пытается кое с кем заговорить, но никто не хочет его слушать. Старики, что случилось? Ну подумаешь, несколько часов отсутствовал. С каждым может случиться. Сегодня я, завтра вы. Послушайте. Я остался последним. Теперь бывшая тупь уже похожа на дорогу. Когда насыпанный слой осядет, привезут щебень, а потом зальют асфальтом. Тогда по этой дороге из поселка в колхоз и обратно можно будет ездить на жигулях и ходить в выходных туфлях. Смотрю на наш труд и понимаю, что мне следовало уйти раньше. Поняв, что он одинок, Генри озлобляется еще больше. Ему естественно кажется, что во всем виноват я. Выскочка! Шипит он, резко оборачивается ко мне и размахивается. Помня то утро, когда он едва не наехал на меня и совершенно инстинктивно поднимая руку для защиты. Если он нападет, я в долгу не останусь. Поняв, что я не собираюсь бежать, он сдерживает себя. На этот раз обошлось. Но мне достаточно на миг увидеть глаза Генрия, чтобы понять, на узкой дорожке нам с ним лучше не встречаться. Глава 28 Новый участок дороги готов. Инженер, принимающий работу, доволен. Насыпь получилась нужной высоты и ширины. По краям дороги белеют бетонные столбики. Дорога как дорога. Не хватает только асфальта, но это через год. Пока придется поездить так. Насыпь должна осесть и уплотниться. Завтра, как положено, воскресенье мы все будем отдыхать. Вечером в поселковом доме культуры концерт, а потом танцы. Это будет мой первый вечер отдыха здесь. А с понедельника начнется покос, заготовка травяной муки, обычные сельские работы, которые нам ближе, чем ремонт дороги. Настоящего выходного у нас не будет, вероятно, до глубокой осени, пока не будет собран урожай. Вечером я спрашиваю Сигна, ты пойдешь на танцы? На танцы? Переспрашивает она с таким видом, как будто впервые слышит об этом. Я не верю ей, потому что она работает в садоводстве, где полно молодых девушек, а там, где встречаются по крайней мере две-три девушки, обязательно обсуждаются предстоящие танцы. Зачем она прикидывается, что ничего об этом не знает? Я так и говорю ей. Я не прикидываюсь. Я на танцы хожу редко. Последнее время вообще не бывало. Почему? спрашиваю я и думаю про себя, что знаю почему. Наверняка на весь вечер сидит в уголочке. Все же ответ Сигны меня несколько поражает. Ребята сговорились, меня никто не приглашает танцевать. «Как как же так?» недоверчиво спрашиваю я. «Видишь ли, тебе этого не понять. А у нас так бывает. Если девушка отказывает одному, то ей пытаются таким образом отомстить». Я вспоминаю, о чем со мной в столовой говорил Виктор, друг Генрия, и понимаю, что Сигна говорит правду. «Опять этот Генри!» восклицаю я. «Почему опять?» спрашивает Сигна. «Что он еще натворил?» «Мне он не нравится», говорю я, «и остальным тоже. Не будет так, как ему хотелось бы. Ты должна пойти на танцы». «Никакого желания не имею». «Ты будешь танцевать со мной. У нас будет своя компания». «Могу я узнать, кто еще будет в нашей компании». «Ну, Атис, экскаваторщик Илгонис, найдется еще кто-нибудь». «Смотрите, как бы Генри не избил вас. У него в поселке есть дружки». «Тебе бояться нечего, тебя никто не тронет, а мы себя сумеем защитить». «Ты будешь драться, если они нападут?» «Конечно, я буду защищаться». «Да стоит ли из-за меня драться? Если кто-нибудь тебя тронет, а ты будешь со мной танцевать? Хотя бы несколько танцев». «Договорились». «Словом, ты будешь моим рыцарем». «Да». Раздается голос матери Сигны, и она убегает. Они вечно чем-то заняты, суетятся, а если уж уходят в огород, то это надолго. Я стою за кустом Ирги и издалека наблюдаю, как они там не разгибают спины, не то пропалывают, не то сажают, может, прореживают. Брюку или кормовую свеклу, или капусту, это им одним известно. Похоже, я жду напрасно, Сигны даже головы не поднимает, а вечер такой, что сердце клокочет где-то в горле, теплый и бархатистый. Как в такой вечер можно копаться в огороде? Я выхожу на дорогу, по которой каждое утро спешу на работу и вечером возвращаюсь домой. Солнце склонилось к верхушкам деревьев, темные густые тени протянулись чуть ли не до самой дороги, поля еще переливаются золотистым светом, прибавляю шаг и иду в сторону света. Догонят ли меня тени, пока я дойду до перекрестка? Гравий слегка хрустит под ногами. Я иду и не оглядываюсь. То ли злоба, то ли упрямство в груди гонит меня вперед, знать бы только в конце какой дороги меня ждут. Но куда уйдешь по дороге, по которой изо дня в день ходишь на работу и обратно? На одном ее конце работа, на другом комната, куда ко мне никто не заходит. Все же я бодро шагаю вперед. Какой дремучий угол. Совершенно ничего не происходит. В поселке? Да, там есть дом культуры, кино, танцы. До сих пор я был только в кино. Ничего, с завтрашнего дня все будет иначе. Довольно скучать в одиночестве. Глава 29 Концерт самодеятельности кончился. Пели звезды местного масштаба и играл оркестр музыкантов-энтузиастов. В целом мне нравилось, а после некоторых номеров я хлопал так, что ко мне присоединились Атис, Илганис и другие ребята. Иногда удавалось добиться повторения. Артисты не заставляли себя долго упрашивать, видно, они не избалованы популярностью. После перерыва начнутся танцы. Я вижу сигны. Она нарядилась, как в тот вечер, когда мы ходили смотреть черемуху. Только сегодня она надела туфли на каблуках и сделала прическу. Прическа особая, с начесом. Это удлиняет ее лицо. И вся она как будто подросла, стала стройнее. Странно, как мало девушке надо для того, чтобы она преобразилась до неузнаваемости. Наверное, поэтому сегодня, когда я уходил в поселок, сигны не было дома. Ору пиха сказала, что она уехала в город. К началу концерта она не успела, и я уже подумал, что она задержалась в городе и не придет. Увидев меня, сигна расцветает в улыбке. Она толкает локтем стоящую с ней рядом стройную девушку. Я понимаю, что они пришли вместе. Стройную я вижу впервые. Подхожу и здороваюсь. Это моя подруга, говорит сигна. Стройная протягивает мне руку, такую же изящную, как она сама, и говорит Марута Дзилна. Дзилна? Переспрашиваю я. Дочь монумента? Она смеется. Я не знала, что моего отца так прозвали. Если главный агроном ваш отец, то это я дал ему прозвище. Но никто же не знает, отвечаю я. Я Валдис Лиепа. Отец рассказывал о вас. Говорит, что появился демобилизованный танкист, который покоя не давал из-за ремонта дороги. И хорошо. Когда покроют асфальтом, этот отрезок дороги можно будет назвать вашим именем. Разве неприятно при жизни ходить по дороге, названной твоим именем? Видите, я даже смутила вас. А почему вы моего отца прозвали Монументом? Ну, он мне таким показался. Строгим и мрачным дядей. Гранитным монументом. И вовсе нет. Он очень хороший человек. И совсем не формалист. Он хочет, чтобы наш колхоз выбился в лучшее. И радуется приходу новых людей в колхоз. Он только не любит выказывать это, потому что многие приходили, а потом сбегали. Я надеюсь, вы не сбежите? Нет. Я тоже. Вы? Да, нужно работать. Маруто учится в сельхоз академии, объясняет Сигне. В зале начинает играть музыка. Я охотно пригласил бы Маруто, но вспоминаю, что обещал танцевать Сигне. К нам подходят Атис и Илганис. Атис, как здешний, знаком с Марутой. Они уходят танцевать. В этот момент меня кто-то хлопает по плечу. Повернувшись, вижу, что это Виктор, друг Генрия. Он кивает мне. Выйдем. Поговорить надо, говорит Виктор. Я вспоминаю встречу с этим же Виктором в колхозной столовой и догадываюсь, что ожидается продолжение того разговора. Но пусть он подождет. Играет музыка, Атис и Маруто уже входят в зал, я беру Сигне за руку и мы идем туда же. Какой-то худощавый двери зала, преграждая нам дорогу. Придется подождать. Сам подождешь, отрубаю я и отстраняю его. Усатый, видимо, не чувствует себя достаточно уверенно, чтобы затеять что-нибудь посерьезнее, и мы входим в зал. Все нормально. Я думаю, что в зале они не станут расправляться со мной. Сигне глядит на меня восторженными глазами. Она, наверное, думает, что я сильный и смелый. Мы танцуем. Хотя Сигна вчера говорила, что на танцы ходит редко, танцует она не хуже других. Ее восхищенный взгляд мне приятен. Еще ни одна девушка так не смотрела на меня. Я начинаю сам себе казаться умнее и лучше, как будто расту в свете ее небесно-синих глаз. Мы танцуем, глядим друг на друга, и нам хорошо. Сейчас мне Сигне нравится. Действительно, она не так дурна. Когда в толчее ее тесно прижимают ко мне, меня волнует ее близость. На следующий танец я приглашаю Маруту, а Атис Сигне. Движение Маруты пластичнее, плавнее. Взгляд ее карих глаз смущает меня. Студентка. Этот факт внушает мне некоторый комплекс неполноценности. Думаю, о чем бы с ней поговорить. Почему-то чувствую себя неловко. Когда танец кончается, Марута сообщает, что ее мучит жажда. Она хочет отдохнуть. Неподалеку мы видим Атиса и Сигне. Вчетверем идем в буфет. В буфете народу мало. Только несколько незнакомых мне ребят и девушек. Кофе нет, я беру лимонад. От пирожных девушки отказываются. Смеются, что им нельзя портить фигуру. Чудачки. Марута скорее слишком худая, нежели полная. Садимся за столик и пьем лимонад. На нас смотрит Генри. Кажется, он нетрезв. Сигне съеживается и замолкает на полуслове. Марута тоже сидит на Генри, потом на Сигне. Мне кажется, что она уже знает. Ничего хорошего от этой встречи ожидать нельзя. Нам, пожалуй, лучше вернуться в зал, говорит она. Только мы вышли из буфета, как в коридоре гаснет свет, начинается суета, раздается визг девчат. Побежали! Кажется, это голос Сигне. Девушки убегают вперед, туда, где виден свет и силуэты людей. Кто-то преграждает мне дорогу, оттесняя меня в сторону и прижимает к стене. Пытаюсь освободиться, отталкиваю кого-то и в этот момент получаю оглушающий удар в бровь. Чувствую, как падаю, стараюсь удержаться, но стена, ровная, пальцем не за что зацепиться. Мне кажется, что я падаю бесконечно долго, перед глазами мелькает рой разноцветных искр. Я слышу далекие крики, но смолкают и они. Я ударяюсь о пол и проваливаюсь в темноту. Глава тридцатая Меня кто-то качает, несет и даже подкидывает воздух. Все же я чувствую, что вес моего тела тянет меня к земле. Кажется, я сильно отяжелел, иначе бы поднялся воздух и улетел. Странное ощущение. Я никак не могу вспомнить, как я попал в такое положение. Кажется, я просыпаюсь и не могу проснуться после долгого, глубокого, но тяжелого сна. Голова свинцовая, и я не могу открыть глаза. Хочу поднять руку, чтобы протереть их, но рука не поднимается. Мои руки почему-то сложены по швам и привязаны к телу. Точно могу сказать, что раньше со мной такого не бывало. Но мне не страшно, только хочется знать, что со мной происходит. Потом я соображаю, что я куда-то двигаюсь. в ушах звенит и что-то тихо гудит. Гудение очень знакомо, и я стараюсь вспомнить, где я такое слышал раньше. А вдруг движение меняет направление, я инстинктивно хочу за что-то зацепиться, ухватиться, но руки не слушаются, я, наверное, сейчас упаду на бок, покачусь, поскольжу. Движение замедляется, пока не прекращается совсем. Кажется, остановился и земной шар. Все стоит на месте. Ничего не меняется, ничего не происходит. В тишине слышу, как гулко бьется сердце. Несомненно, это мое сердце. Спрашиваю себя, что случилось, почему я здесь лежу связанно и не могу поднять руку и открыть глаз. Откуда эта внезапная неподвижность и тишина? Вместе с вопросом во мне просыпается тревога, беспокойство, далекий отблеск страха. Я еще не боюсь, только ощущаю приближающиеся шаги страха. Они нарастают, становятся громче, и мое сердце тоже бьется сильнее. Тогда раздается стук двери, и на какое-то мгновение я возвращаюсь в действительность. Вдруг я знаю и понимаю, я нахожусь в автомашине, и меня куда-то везут. Потом машина останавливается, и кто-то открывает дверь. Чувствую прохладный воздух, раздаются тихие голоса, меня поднимают и несут. Я чувствую, как качаюсь в ритме шагов, слышу чей-то отдаленный голос, только ничего не вижу, не могу пошевелить ни руками, ни ногами, не могу открыть глаза. Все же я чувствую, что вокруг меня находятся люди, и хотя увидеть их мне так и не удается, нахлынувший было на меня страх отступает. Я полагаюсь на людей и верю, что в их присутствии со мной ничего плохого не случится. Слышу запах каких-то лекарств, и понимаю, что нахожусь в больнице. Кажется, сейчас все прояснится. Еще немного усилий, и ко мне вернется память. Это меня успокаивает, и я терпеливо жду. Носильщики поворачивают куда-то, еще несколько шагов, и меня куда-то кладут. Вокруг меня суетятся люди, снимают одеяло. Чьи-то руки прикасаются к моей голове, и я вспоминаю события этого вечера. Лицо Генрия, гаснущий свет в коридоре, визг девчат, удар в бровь, потерю сознания. Вместе с возвращением памяти я начинаю ощущать колющую боль. Острее всего болит лоб. В голове какое-то пустое и тупое ощущение. Когда меня перекладывают, вероятно, на стол, потому что теперь я лежу на чем-то твердом, все вокруг начинает кружиться. Хотя я ничего не соображаю, чувствую, что я снова куда-то плыву, и голоса, которые только что были рядом, как будто удаляются. Мгновение спустя чувствую резкий свист. Понимаю, что это сняли повязку. Левым глазом вижу совершенно четко правый заплыл и слипся. Наверное, это кровь. Кто-то вытирает мое лицо, и я слышу первую понятную мне фразу «Наложим шовчик». Хирург, наверное, заметив, что я пришел в сознание и левым глазом наблюдая за происходящим, продолжает «Не волнуйтесь, ничего страшного. До свадьбы заживет. Вы меня понимаете?» Стараюсь сказать «Да», но получается какое-то невнятное мычание. Врач спрашивает, как я себя чувствую, не тошнит ли, не болит ли и не кружится ли голова. Все это я могу подтвердить. У вас сотрясение мозга, надо будет полежать совсем неподвижно и спокойно. Чем спокойнее вы будете, тем лучше. Подходит сестра со шприцом и колет где-то над правой бровью. Чувствую, как разливается прохлада. Потом она зашивает рану. Подходит еще одна врач, она тоже расспрашивает, заставляет смотреть на какой-то яркий предмет, вытянут пальцы, которые мне трудно удержать. Она тоже повторяет, что надо спокойно лежать. По длинному коридору меня на каталке отвозят в палату и кладут в кровать. Потом дают какую-то таблетку и скоро я впадаю в тяжелое забытье. Глава тридцать первая. Слон движется очень медленно и осторожно и осторожно, но я потихоньку соскальзываю с его широкой спины. Не помогает и голос отца, который успокаивает и бодрит меня. Держись, сынок, чтобы не упасть. Все равно я вот-вот съеду со спины слона, медленно и ритмично шевелящегося подо мной. Я очень боюсь упасть, до земли страшно далеко. очень большой старый слон через высокие дюны несет меня к морю. Море темно-синее с яркими белыми барашками, которые с хрипом и шипением несутся навстречу старому слону. Слон по крутому склону спускается к морю. Его спина такая покатая, что я против воли скольжу вниз. Я кричу, прошу его остановиться, но он, наверное, не слышит. Продолжает идти, и я неудержимо приближаюсь к земле. Мои ногти скользят по шероховатому и неровному боку слона. Все. Больше удержаться я не могу. Слон уходит. Я лежу на берегу и кричу, чтобы он остановился, чтобы подождал меня, но волны накатывают и хрипят, достигают меня и глушат мой голос, а слон уходит все дальше и дальше. У меня больше нет сил кричать, я начинаю плакать. Лежу на песке и плачу, а волны устремляются ко мне и ослепляют меня своими ярко-белыми барашками. слон бросил меня. В душе глубокая пустота. Я очень любил своего старого слона, но его больше нет. Волны подкатывают все ближе и ближе, становятся все ярче. Наконец, я замечаю, что это вовсе не волны, а солнце, которое трогает мои веки. нет ни моря, ни волн, нет даже слоновьих следов. Старого слона больше нет. Все связанное с ним ушло очень далеко. Я понимаю, что долго спал. Все смешалось дни и ночи, и теперь я даже не пытаюсь отгадать, какой сегодня день и что за число. Никто ко мне не приходит. Только время от времени в палате неслышно появляется сестра в белом халате, смотрит на меня и на моего соседа и так же тихо, как тень выходит. Возможно, она думает, что я сплю, но иногда нарочно закрываю глаза, чтобы меня оставили в покое. Мне надоело рассказывать о своем самочувствии. Я много сплю, иногда бывает, что я просто не думаю ни о чем, гляжу в потолок. Меня охватило равнодушие. То, что недавно случилось со мной, я не отношу к себе. Кажется, что это было с другим человеком, далеким и чужим, судьба которого меня не заботит. В палате нас двое. Кто этот второй, я не знаю. слышу, что он иногда поворачивается в кровати, вздыхает и тихо стонет. Когда я поворачиваю голову в его сторону, вижу его голову в повязке и руки в гипсе. Кажется, на его теле нет ни одного здорового места. Из отрывочных разговоров врачей и сестер я понимаю, что мой сосед пострадал в автомобильной аварии. Видимо, ему очень больно потому ему дают что-то более утоляющее. Чаще он или дремлет в легком полусне или проваливается в глубокое беспамятство. К нам заходит только медицинский персонал. Честно говоря, я ни по ком не скучаю. Прошлое кажется далеким и незначительным, блеклым, как кадры давно виденного кинофильма. Чувствую, что на улице солнечно и тепло, но мне не жаль, что я в отупор валяюсь. Мне ничего не жаль. Я ни почему не тоскую. Нет, жизнь мне не надоела, но мне кажется, что я и смерти не боюсь. Конечно, умирать я не собираюсь, только огромный, тупой и непоколебимый покой распростерся во мне. Как-то вспоминаю дом, семью, из которой ушел три года назад. Трагедия моей семьи, которая меня так потрясла тогда, жалость к матери и сестренке, сегодня меня не трогают. Наверное, плохи мои дела. Может быть, моя собственная жизнь в опасности, раз я не могу сопереживать другим людям. Мысли медлительны, и я, похоже, сам увяз в себе, в глубоком и илистом омуте, ощущая усталость и закрывая глаза. Может быть, я спал долго, и это уже другой день, может, лишь слегка вздремнул, я не знаю, только слышу, что на улице идет дождь, откуда-то доносится запах омытой листвы и травы. В палате свежо, и мне в первый раз хочется встать и выйти, чтобы на мою разгоряченную голову пролились прохладные струи дождя. Но я знаю, что не встану, чувствую себя сломленным, брошенным и никому не нужным. Действительно, почему ко мне никто не пришел? Наверняка прошло много времени, а никто не приходил. Хотя, кому приходить? Мать с сестренкой ни о чем не знают. Хорошо, что я успел послать им деньги, прежде чем попал сюда и письмо написал. Может быть, Сандра уже окончила школу? Я помню, что обещал быть на ее выпускном вечере, а может, он еще впереди? Все равно. Наверное, я так и пролежу в больнице. Иногда я вспоминаю о Сигне. Нет, я не думаю о ней, просто вспоминаю. Вижу, как она хлопочет по дому в саду и улыбается. Да, в последнее время она стала улыбаться иначе. Ее улыбка идет изнутри, как будто она чему-то радуется. Интересно, теперь она тоже улыбается? Скорее всего, что нет. Мне кажется, что ее новая улыбка каким-то образом связана со мной, но ей, конечно, некогда приехать. Нет, мне не горько, у меня даже нет особого желания увидеть ее. быть одному и всеми забытым даже приятно, потому что мне ничего не нужно, ничего не жаль, и я ни почему и ни по кому не тоскую. Я независим. но в одно прекрасное утро я просыпаюсь и меня начинает интересовать все случившееся. Апатия, да, теперь я знаю, что это была апатия, прошла. Кажется, я неимоверно долго спал. лето миновало. Я пропустил что-то важное. Я должен спешить. Может быть, удастся еще что-нибудь поймать, догнать, вернуть. Непонятно, как и откуда ко мне вернулись силы и интерес к жизни. Такое чувство, будто с меня сняли крышку, которая скрывала мир и меня самого прижимала к земле. Я сажусь и спускаю ноги на пол. Хочется вскочить. На спинке кровати висит серый больничный халат. Странно, раньше его здесь не было. Я должен был лежать, а ходить мне не разрешалось. Видимо, последний обход врача что-то изменил, дело сдвинулось к лучшему. Нитки со шва давно сняты. Трогаю бровь и лоб. Легкая припухлость, неровность, но это меня не волнует. Шрам может даже украсить лицо мужчины. Больше я недоволен тем, что еще чувствую слабость. Правда, я медленно встаю, дохожу до окна, но в ногах как будто опилки. Нет уверенности в себе. Сосед все еще тихо стонет. Сажусь на свою кровать, смотрю на его заросшее бородой лицо, и мне жаль его. Мне становится все лучше. Теперь самому кажется странным, что я мог так долго спать и ничем не интересоваться. Тихонько прогуливаюсь по коридору, выхожу в холл и через открытую дверь смотрю на улицу. Можно было бы выйти на улицу, но снова идет дождь. Дождь льет почти прямыми струями, падает крупными каплями и по земле растекаются пенистые ручьи. Земля и воздух пахнут так, что кружится голова и хочется ходить по лужам, ощутить прохладную влагу на лице. В детстве во время дождя меня нельзя было удержать в комнате, я всеми силами ломился на улицу, промокал насквозь и был счастлив. Когда приближался дождь, убегал из дому, потому что знал, мама так просто не отпустит меня. Чем сильнее и порыбистее был дождь, тем большую радость я испытывал. Я прыгал, кричал, бегал по лужам, ища где поглубже. Если бы только я мог, я, наверное, превратился бы в рыбу или в моржа, только бы полнее ощутить льющееся, текущее, душистое и шелестящее прикосновение воды. Я валяюсь в полудреме, и картины реальной действительности перемежаются со сновидениями. Только что я побывал в своем теперешнем доме, ходил по двору орупов, и вдруг я совершенно отчетливо слышу голос сигны. «Бедненький, как тебя отделали?» Сквозь туман вижу сигны. Она идет издалека, как будто преодолевая сильное сопротивление, и никак не подойдет ко мне поближе. «Я хочу пойти навстречу, но не могу двинуть ни руками, ни ногами, словно меня связали и по колено закопали в землю. Почему ты ничего не говоришь? Ты не хочешь меня видеть?» Оказывается, это наяву. Сигне. Действительно она. Раскрываю глаза и вижу, что она стоит у двери. На плечах больничная накидка, под подбородком завязанная двумя разлохмаченными ленточками. Я спал и видел сны, а в это время появилась сигна, и вот она стоит передо мной. Переход от сна к действительности так резок, что я еще не могу опомниться. «Ну, привет? Ты чего моргаешь и ничего не говоришь? Врач сказал, что теперь тебя можно посещать. Или у тебя отнялся язык?» Я жестом приглашаю ее подойти поближе. Сигна садится на край кровати. Она такая загорелая и свежая, что я не могу не дотронуться до ее руки. Я хочу убедиться, что это на самом деле ты, а не какое-то видение. «Ты не сердишься на мне не сделала ничего плохого?» «Я все упрекаю себя, зачем я пошла на танцы?» «Глупости. Для тебя это могло плохо кончиться». Она протягивает руку и кончики ее пальцев скользят по шраму над моей бровью. «Больно?» «Ничуть. Можешь даже нажать». Я прикрываю глаза. Мне хочется, чтобы она не отнимала свою руку. Но она уже сидит, сложив руки, и смотрит на меня широко раскрытыми ласковыми глазами. Да, мне кажется, что ни одна девушка на меня так не смотрела. «Я еще хотела, чтобы ты подрался из-за меня. Как глупо». «Ничуть. Мне жаль, что я не врезал Генрию. Он так предательски организовал нападение, что я не успел даже ничего разглядеть. Но в за решеткой». «Шутишь?» «Нет. Нас всех допросили. Я тоже подписала протокол. И милиционеры нашли железяку, которым тебя ударил. В урне для мусора. Он мог убить тебя». «Вряд ли. Какой смысл? Он был пьян. И не считался ни с чем. Вы мужчины такие». «Ты была девушкой Генрия?» «Никогда. Он только вбил себе это в голову, когда стал жить у нас. Мне он сразу не понравился». «Почему?» «Больно заносчивый. Когда я, как яблоко, не упала ему в руки, он стал организовывать бойкот, грозился избить любого, кто на меня обратит внимание. Я знала это и не должна была идти на танцы. Тогда с тобой ничего бы не случилось». «Может быть, он тебя любит?» «Нет». Он всем хвастался, что добьется меня в течение месяца. Говорил, что я его интересую только из-за папиных денег. Когда он доберется до них и купит автомашину, тогда можно будет развестись. Мне рассказали. Я знаю, что это правда». «Вряд ли это так». «Да так. Отец тоже виноват. Он пустил слух, что на свадьбу подарит мне Жигули». «Ого! Так ты, оказывается, богатая невеста». «Лучше бы этого не было. Теперь после Генрия я уже никому не буду верить». «Тогда возьми откажись. Пусть отец скажет, что не даст тебе ничего. Но все же знают, что я единственная дочь. Так же, как и то, что у Орупа есть деньги». «Прямо как в старину». «И оттого у тебя такой унылый вид?» «Нет. Оттого, что с тобой так случилось». «Но поговорим о другом. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». «Не как трогательно. Столько народу мной интересуется. А как же иначе? Ты ведь теперь наш?» «Ну, раз уж я всем так нужен, то я встаю». «Как, прямо сейчас?» «Да, отвернись». Она, видимо, думает, что я пошутил, но все же отворачивается. Я хватаю халат и встаю с постели. «Теперь пойдем гулять». «Разве тебе можно?» «Когда нельзя, было, халат не выдавали». «Пошли». «Подожди, я привезла тебе...» «Потом». «Нет». Она вынимает из сумки трехлитровую банку с клубникой. «Потом забудется». «Спасибо». Я ставлю банку в тумбочку. Мы входим в больничный сад. Погода после недавнего ливня еще пасмурная, но тучи разорваны и они разойдутся совсем. Только сейчас не так тепло, как прежде. Гуляем по территории больницы, огороженной высоким забором. Разговариваем. Я расспрашиваю о доме, о колхозе. Долгое одиночество мне осточертело. Я пришел в себя и снова хочу быть среди людей, действовать, обсуждать новости. И Сигна рассказывает. «Да, покос начался. Готовят травяную муку. В дождливые дни силос. Пока людей достаточно, но как только возьмутся за зерновые, не будет, как всегда, хватать рабочих рук. Я прекрасно знаю, что в пору жатвы стоит один более-менее приличный тракторист. Надо думать, что меня здесь долго держать не будут. Мы в отдаленном углу сада, и я стою, прислонившись к толстому стволу клёна. Мой фланелевый халат достаточно теплый, я закутался в него и чувствую себя уютно. Но на сигне однодета лёгкая блузка с коротким рукавом, и ей, очевидно, прохладно. На тёмном загаре проступили мурашки. Она старается не показывать, что мёрзнет. Иногда налетает сильный порыв ветра, встряхивает ветки деревьев и срывает с них листья. мы уже стоим молча. Разговор иссяк, но мне не хочется отпускать сигны. Я беру её за руку и притягиваю к себе. Сначала она слегка противится, но потом прижимается ко мне. Сквозь блузку я чувствую её прохладное тело. Сигна напряжена и слегка дрожит. Мне кажется, что это не от холода. Не хочет ли она вырваться и убежать? Я держу её бережно, но крепко, и она успокаивается. Может быть, привыкает. Чуть расслабляю руки. Теперь она может выспободиться и убежать. Но сигна не делает этого. Она медленно поднимает голову и недоуменно смотрит мне в глаза, как будто спрашивая, неужели я сейчас отпущу её? Теперь она не убежит. Я знаю. Я вовсе не думал выпускать её из рук. Я всего лишь создал иллюзию, что она свободна и сама может решать остаться или уйти. Она остаётся. Теперь я могу прижать её крепко-крепко. Она не сопротивляется. Она признала, смирилась с тем, что её место здесь, в моих объятиях, которым она начинает доверять. Её губы вначале прохладные, как будто безжизненные. Я целую их, а она отворачивается. Мне хочется, чтобы она не была такой разумной. Она постепенно теплеет. Я чувствую, как ладони упираются в мою грудь. Она пытается оттолкнуть меня легко, нежно, но уверенно. Сигнея, зачем ты так? Я так не могу прости. Что простить? Я ничего не понимаю. Кто я тебе? Я для тебя что-то значу? Ты так же со мной, как... Нет. Сигнея! Вдруг она сильно отталкивает меня, глядя на меня несчастными, испуганными глазами. Уйдём отсюда! Я иду следом за ней, чувствуя себя не очень уютно. Когда мы доходим до двери больницы, она оглядывается, опускает голову и говорит, ты должен понять, что я не такая красивая, чтобы просто так без любви. Сказав это, она ещё раскидает на меня испуганный взгляд, и прежде чем я успеваю что-либо ответить, поворачивается и убегает. Я зову её, но она исчезает за углом больницы. Глава 32 Первая бессонная ночь в больнице. За окном на ветру шлистят деревья. Шум ветвей то усиливается, то смолкает, пока снова не разбушуется с полной силой. Из коридора, по которому иногда тихим и лёгким шагом проходит медсестра, в дверную щель просачивается свет. Сестра несколько раз заглядывает в нашу палату. Я делаю вид, что сплю. Мне неудобно просить снотворное. Я даже не уверен, что хочу уснуть. Я ещё и ещё переживаю то, что случилось в больничном саду, пытаясь найти объяснение тому, что сильно убежала. Мне хотелось бы назвать её капризной, но как бы я не пытался осудить её, уснуть всё равно не удаётся. Почему она убежала? Что я ей сделал? Ничего? Поцеловал? Разве она ни с кем не целуется? Без любви не может. Пусть не рассказывает. Кое-что я тоже знаю. Как же папина вертихвостка женила его на себе? Я никому не поверю, что она сделала это из любви. Просто рассчитала, что ничего выгоднее не будет. Родила малыша и вся любовь. А я вовсе не хочу, чтобы сигна рожала мне. Насколько я знаю, почти у всех до свадьбы бывают приключения. Почему у меня не может быть нечто подобное с сигной? Мне даже казалось, что я ей нравлюсь. Наверное, я нравлюсь ей сейчас, только она не весь что вбила себе в голову. Поэтому такие вопросы. Значу ли я что-нибудь для тебя? Конечно, ничего особенного. смешно. Я только хочу, чтобы она была моею, чтобы у меня была своя девушка, нежная и ласковая. Мне кажется, что сигна могла бы такую быть. Эгоистично. Возможно. Я не виноват, что она не настолько красивая, как мне хотелось бы. Но раз она капризничает, бог с ней, будем жить, будто ее и нет. Что, мало других девчат? Где я слышал эти слова? Ага. Генри и Виктор. Они сказали, живи так, как будто никакой сигны вовсе нет. Получается, что у меня с Генрием одинаковые цели и одинаковое мышление. Но до сих пор мне оказалось, что мы совершенно противоположные люди, что у каждого из нас свои взгляды на жизнь, на труд, на человеческие взаимоотношения. А тут получается, что мы два сапога пара. Это мне совсем не нравится. С моей головой что-то не в порядке. Может быть, это от сотрясения мозга? Последствия. Я не могу быть похожим на Генрия. Именно из-за сигны он напал на меня. Это я стал на его пути, чтобы защитить сигны. Я не испугался его угроз. И все-таки как бы я ни старался убедить себя, что я безупречен на душе осадок. Где-то в подсознании засела мысль, что я не лучше Генрия. Как глупо. Навязчивая идея. Не больше. Мой сосед по палате, с которым мне еще не удалось поговорить, потому что он чувствует себя плохо, ворочается в постели, тяжело вздыхает и кажется даже скрижащит зубами. Несколько раз я пытался обратиться к нему, узнать, что с ним случилось, спросить, не могу ли я теперь уже ходячий, больной, помочь ему чем-либо, но всякий раз ответ был односложный и невнятный. Теперь тоже мы могли бы поговорить, я чувствую, что он не спит, но я не уверен, что снова не получу краткий и резкий отказ. На улице все еще свирепствует ветер, трясет ветки деревьев, время от времени завывает и кидается в окно. Ночь длинная и однообразно мрачная. Хочется, чтобы она скорее закончилась. Все же я засыпаю, сплю крепко и без сновидений. Когда я открываю глаза, в комнате светло, так светло, что даже не глядя в окно, понятно, на улице солнце. Ветер все еще не стих. Просыпаясь, я слышу шелест листвы. Повернув голову, вижу, что у моей постели сидит незнакомый человек. На плечах у него белый больничный халат. Увидев, что я открыл глаза, незнакомец улыбается. «Завидный вас сон», говорит он. «Да, я проспал, виноват, соглашаюсь я. Не рассказывает же мне ему, что я почти всю ночь мучился бессонницей, боролся с тяжелыми мыслями, вспоминал, переоценивал, и только к утру глаза как-то незаметно закрылись. Удивительно, что никто не стал меня будить. Возможно, конечно, что я просто не слышал ничего, со мной так бывает. Наконец, я окончательно прихожу в себя, но все еще не понимаю, что незнакомец хочет от меня, зачем он пришел так рано, не во время посещений. Мне сказали, что вы почти здоровы, можете ходить, и вас скоро выпишут». «Да». «Не могли бы вы теперь встать и пройти со мной в кабинет врача?» «Пожалуйста, если это нужно». «Нужно». «Хорошо. Я вас подожду там». Я встаю, умываюсь и думаю, кто же этот человек и что ему от меня надо. Я уверен, что вижу его впервые. В кабинете врача незнакомец разговаривает с невропатологом, но она сразу же выходит и мы остаемся вдвоем. Теперь он мне представляется. Оказывается, следователь. Он должен точно и во всех подробностях знать все, что случилось в тот вечер. Почему Генри напал на меня и ударил? Это мне совсем не нравится. Я не испытываю ни малейшей симпатии Генрию, но жаловаться на него я тоже не хочу. Мои отговорки не помогают, следователь не уходит. Совсем напротив. Он раскладывает на столе свои бумаги и, хочу я или нет, мне приходится отвечать на его вопросы в фамилии, имя, отчество, год рождения, место жительства, когда познакомился с Генрием, как начался конфликт и так далее, до мелочей, до самого того момента, когда Генри меня ударил. Из разговора со следователем я понимаю, что Генри ожидают серьезные неприятности, возможно, заключение. Медики засвидетельствовали, что мне нанесены тяжелые телесные повреждения. Надо сказать, что Генри действительно сошел с ума. Двинуть куском железа. Мне на самом деле непонятно ни его поступок, ни дикая злоба. Если верить Сигне, а не верить ей нет оснований, то у него не было никакой надежды завоевать благосклонность девушки. Я появился на пути Генри, когда его надежды рухнули. Я только не позволил ему низменно отомстить Сигне. Вполне возможно, что Генри в тот вечер не ударил бы меня так сильно, если бы не был пьян. Он не рассчитал силу удара и чуть было не отправил меня на тот свет. Я все это понимаю. Никаких дружеских чувств Генри во мне не вызывает, но все же я в жизни больше ни на кого не поднимет руку, хотя что я о нем знаю, а если он и впредь останется таким неуравновешенным и мстителем. Зачем я только впутался в эту историю? Но кто мог предсказать, что такое случится? А знал бы я, разве поступил бы иначе? Такие мысли приходят ко мне во время разговора со следователем. Иногда мне кажется, что он задает такие вопросы и записывает такие ответы, которые к случившемуся имеют лишь очень отдаленное отношение. Его интересует даже то, что происходило в карьере. Пил ли Генри водку тоже или привозил только для экскаваторщика? Я удивляюсь, откуда он знает об этом. Похоже, что следователь разговаривал со многими водителями, поэтому ему все известно. Но мне почему-то не хочется рассказывать ему о Генри. Правда, которую я сейчас закреплю своей подписью, может ему многого стоить, а я этого не желал желал ни минуты. Глава 33. Меня выписывают из больницы. На тракторе мне пока работать нельзя. Вибрация. Неприятно вдвойне. Могу представить, какой восторг от этого придет начальство. Когда я сообщаю об этом Лео, который приехал за мной, он только отмахивается и говорит, что это не важно, главное, что я на ногах. Работа найдется. Все же я знаю, что на легкую работу и замену найти легче. Попробуй найти человека, которому можно доверить трактор. сажусь на заднее сиденье. Водитель с сычем впереди. У Лео были дела в городе, вот он по дороге заехал за мной. Он выглядит деловым и довольным. Все же за его внешней бодростью я вижу скрытую озабоченность. Не такой он самоуверенный и смелый. Я понимаю его. Он работает председателем недавно. Трудно предвидеть все, что может произойти во время уборочной. Какие дожди и другие стихийные бедствия могут выпасть на долю колхоза. Лео догадывается об этом и его не покидает тревога. Быть может оттого он сейчас такой тихий и углубленный в себя. Молчит водитель, молчу и я. Мотор Нивы равномерно гудит. Жарко, душно и утомительно. Мы едем через лес. Я гляжу в окно на густую зелень елей и сосен. Еле стройные и величественные. Кажется, жара им нипочем. А лиственные чуть пожухли, ветви расслабленно поникли. Немалейшего дуновения ветра, полное спокойствие. Застыло все, от верхушек деревьев до малейшей травинки. Но тени пролегают густые и бодрящие. Хорошо бы прилечь в тени, ощутить аромат подвядшей листвы и скошенного сена. Время, проведенное мною в больнице, запахи лекарств, несчастья и болезни людей породили во мне острую жажду свежего воздуха. Я стосковался по чистой природе, по всему тому, что несет в себе здоровье и цветение. Мне так хочется погулять по лесу. Я едва удерживаю себя, чтобы не попросить остановиться. Сычу, наверное, хочется попасть скорее домой, и моя просьба показалась бы ему ненужной и сентиментальной. Так оно и есть. Разве у председателя сравнительно большого колхоза есть время стоять в лесу под елкой, и любоваться папоротником и зайчей капустой. Подожду до дома. Если настроение не пропадет, схожу в лес. Я уже давно понял, что желания людей в большинстве случаев не совпадают, поэтому никогда нельзя навязывать другому то, что тебе самому в настоящий момент кажется нужным и приятным. Это может вызвать лишь взаимонепонимание, недовольство. Я должен быть самостоятельным, независимым, свободным. Уж который раз твержу себе это? Вряд ли получится. Человеческое общество создано так, что непрестанно приходится контролировать себя, не переступил ли нормы, не нарушил ли общепринятые правила. Но почему я об этом думаю? Разве мне так трудно быть дисциплинированным и порядочным? Нет, конечно. Вот и сейчас. Я ведь еду домой, хотя я охотнее сидел бы под елью. Лео велит подвести меня к дому Орупов. Я выхожу. Никто меня не встречает. Возможно, что дверь заперта, рабочий день все в поле или на покосе. Благодарю Лео. Он протягивает мне руку, но не спешит уезжать. Ну, значит, так, говорит он. Отдохни несколько денечков. Гуляй, привыкай двигаться и помни о том, что ты нужен. Он держит мою руку. У него тонкая и слабая ладонь. Даже странно, что такой хрупкий интеллигент может быть председателем колхоза. Все же он симпатичен мне. И я уже знаю, что всегда буду относиться к нему хорошо. Гляжу, как автомашина уезжает. Во дворе я один. Так я и знал. Дверь заперта, а своего ключа у меня нет. Думаю, что Орупиха, возможно, закрылась и спит, но сразу же отметаю эту мысль. Она не из тех, кто в разгар летних работ станет дремать средь бела дня, даже если бы ей слегка не здоровилось. А в последнее время Сигна говорила ей лучше. На всякий случай я все же обхожу дом и стучусь в каждое плотно закрытое окно. Конечно, никто не отзывается. Что делать? Хотя время после обеденное солнце еще высоко. Иду в огород. Никого. Хлев, клеть, сарай, летняя кухня тоже заперты на замок, как будто хозяева отправились в дальнее путешествие и вернутся нескоро. Такая странная тишина. Никуда кчут куры, не лает собака. Собака? Азор всегда лает или рычит, если кто входит во двор. Отчего же он сегодня такой добродушный? Подхожу к его будке. Азора нет. Цепь валяется на земле. Оруб и Сигны, видимо, еще на работе. А где орубиха и собака? Они должны быть? Начинаю волноваться. Почему? Оруб чужие мне люди. До сих пор я ими не интересовался. И все, что происходило в их доме, мне было безразлично. Разве что-нибудь изменилось? Нет, конечно. Наверное, виной всему больница. Бездеятельность портит человека. Кажется, я стал бояться одиночества. Как только вернусь к работе, к людям, все будет в порядке. Ничего, что сегодня поскучаю один. Пойти ведь все равно большого желания гулять тоже нет. Впервые, наверное, действительно, впервые я так остро чувствую, что человек не может быть один. Во всяком случае, я не могу. Ни отшельник, ни святой из меня не получился бы. Я сошел бы с ума. Брожу вокруг брошенного дома, и мне становится совсем грустно. еще раз еду в огород. Он хорошо ухожен. Сочные листья у капусты, картошка окучена, горох вытянулся в рост человека. Пахнет клубникой. Ее здесь немного, только три грядки. Я срываю одну ягоду. Вкусно. Может быть, даже вкуснее тех, которые я ел в больнице. Срываю еще несколько, и сорвал бы все спелые, если не опомнился вовремя. Оглядываюсь, не видит ли меня кто. Потихоньку покидаю огород. Была бы Сигна дома, я чувствовал себя совсем иначе. Разве она не знала, что меня сегодня выпишут? Не знала, что Лео привезет меня? Жаль, я забыл спросить его. Мне даже в голову не приходило, что дома никого не окажется. Не произошло ли что-нибудь плохое? Лео знал бы и сказал мне. Эта мысль утешает. Действительно, чему случаться? Крестьянин, имеющий скот и хозяйство, дольше, чем на полдня, не может покинуть дом. Скоро они должны вернуться. Хотя бы кто-нибудь из них. Я снова подхожу к Леву. Там хрюкает поросенок. Открываю дверь. Поросенок поднимает шум, начинают беспокоиться куры, а коровы и теленка нет. И вдруг я все понимаю. Я не хочу задерживаться здесь ни на минуту. Захлопываю дверь хлеба и отправляюсь в дорогу. Все же в больнице я стал каким-то рыхлым. Вот уже и лоб взмок. Жарко, как в аду. Снимаю пиджак, кидаю на плечо, иду потише. Лесная тропа отдает теплом. Вот они, ели и березы, по которым я так тосковал, сидя в машине. Я чувствую, что одиночество и бездеятельность надоели мне больше всего, и теперь я очень хочу быть среди людей. Спускаюсь по склону вниз. Солнце светит прямо в глаза. Слышно, как идет поезд. Железная дорога отсюда далековато, и только в тихую погоду изредка слышен стук колес, как напоминание о том, что мир больше видимого пространства. За этими полями, за лесами и домами есть и другой мир, такой же большой и просторный, хотя бы тот, из которого я пришел сюда. Я уже начинаю забывать о нем. Я думаю, что лучше и вернее, то, что человек чувствует постоянный зов и отправляется в новые незнакомые ему места, нигде не чувствуя себя по-настоящему хорошо и не обретает дома, или то, что он пускает корни в одном месте, становится там своим и остается где-то на всю жизнь. Я особо нигде не бывал, но то, что я видел, не побуждало меня ехать еще дальше и видеть еще больше. Во время службы я мечтал о возвращении домой, хотя на самом деле дома у меня не было. Я знал это. И все же казалось, что вернусь и все станет на свои места, наладится. Ничего не наладилось. Несколько дней провел у матери сестренка и приехал сюда. Станет ли это место моим домом, а люди своими? Этими мыслями я живу. Все же я еще не укоренился здесь, но во мне нет так же и томительного желания уехать отсюда. Пока что я напоминаю пушинку одуванчика. Если погода будет тихой и спокойной, я, может быть, опущусь на землю и останусь здесь, но если поднимется сильный ветер, меня унесет далеко от этих мест. К черту, такие мысли мне не нравятся. Я вовсе не хочу, чтобы меня уносило. Я уже привязался к этим местам. Что такое тяга к дому? Быть может, это связано с тем, что я так рано покинул родной дом? Не знаю. вот вот они зина заливные луга. Они частично уже скошены. Местами сено сложено в скирды. Кое-где сушатся разбросанные волки. Работают люди. Иду туда, куда весной меня водила сигна. Она мне показывала их покосные луга. И действительно, все семейство орупов здесь. Луг скошен, они сгребают сено. Оруб носит большие охапки и складывает сено в скирды. Мать с дочерью ловко работают граблями. Видно, что косили трактором. Только кое-где в низких местах и около кустарников косой. Неподалеку гремят цепями и отбиваются хвостами от слепней коровой теленок. Сигны в купальнике. Я гляжу на ее невысокую круглую фигуру и не могу оторваться. Впервые вижу ее почти обнаженной и мне кажется, что она даже красива. Талия тоньше, чем мне казалось. Грудь довольно большая, упругая, сама загорелая. Общему впечатлению мешают только коротковатые полные ноги. Может быть, это для женщины не так уж важно. Вспоминаю ее визит ко мне в больницу, то, как я ее целовал, вновь слышу испуганный вопрос, значит ли она для меня что-либо. Не знаю, как на него ответить, но хочу, чтобы она была моею. Разве нельзя этого желать? Стою неподалеку от них, но никто меня не замечает. Старики повернулись ко мне спиной, а Сигна, похоже, полностью ушла в работу. Она ловко сгребает сено, за ней остается густой, шуршащий волок. Не поднимая головы, она тихо ступает в мою сторону. Шея и талия блестят, видимо, она вспотела. Когда загорелые руки выбрасывают грабли вперед, грудь вздрагивает. Я не могу оторвать взгляда от этой груди, от талии, бедер. Она медленно приближается ко мне, и тогда меня осеняет идея. А что если теперь позвать ее тихонько? Пошла бы она. Старики не услышали бы. Я стою за кустом, они не увидят. Сигне шепчу я. Сигне она вздрагивает и замечает меня. Я прикладываю палец губам. Сигне смущенно глядит на меня, наверное, не понимая, откуда я здесь взялся, почему зову ее и прошу молчать. Она не может решиться, поглядывает на родителей и колеблется. Орупы не смотрят в нашу сторону. Наконец Сигне идет. Слишком медленно. Мне хотелось бы, чтобы она бежала, спешила. Она останавливается, не дойдя до меня. Я вижу, как между ее грудей стекает струй капота. Я протягиваю руку и привлекаю ее к себе. Хочу поцеловать. Сигне отворачивается. Я прижимаю ее к себе. Ее кожа влажная и прохладная. Не надо, шепчет она и пытается высвободиться. Она несомненно сильная, но мне кажется, что она не противится изо всех сил. Я не знаю, чем бы кончилось это сражение, но раздается злой лай собаки. Узнаю низкий голос озора. Он несется в нашу сторону. У меня нет никаких сомнений, что, защищая свою хозяйку, он вцепится в мои ляжки. Постепенно отпускаю сигна. Она резко отстраняется и прикрикивает на собаку. «Кто там?» раздается голос Орупихи. «Мама, это Валди свернулся!» Я так зол, что мне хочется выругаться по-солдатски. Хочется показать им спину, убежать все равно куда. Все же я сдерживаю себя, растягиваю улыбку, как жевательную резинку, и иду навстречу матери Сигны. «Счастливо потрудиться! Помощник не нужен!» Это первое, что приходит в голову, проклиная себя, что не придумал ничего получше. Орупиха необыкновенно бодро подходит ко мне, трясет мою руку и, ласково глядя в глаза, спрашивает, как здоровье, как я их нашел, не трудно ли было идти так далеко. Подходит Оруп. Вернулся? Вернулся. Здоров? Здоров. Это хорошо. Перекусить бы не мешало. Время полдника. Орупиха тут же распоряжается, и Сигны быстро бежит к реке и исчезает за кустом. Она возвращается, надев тонкую выгоревшую ёвчонку, которая давно стала ей узка и на боках расстегивается. Сигна чувствует в ней себя, как в тисках, и от этого выглядит смешной. Я понимаю, что она оделась из-за меня, потому что застеснялась своей ноготы. Я ведь так на нее глядел. Ее робость и скованность кажутся мне знакомыми. И тогда я вспоминаю прошлогодние маневры и ту девчонку у колодца, у которого мы с товарищем нашли воду. Я поражен. Разве возможно, чтобы две девушки были так похожи? Сигна идет, опустив голову, несет корзину, попону и большую кружку. Она старается не смотреть на меня, расстилает попону, в тени вместе с матерью раскладывает еду из корзины. Оруб спрашивает, хорошо ли меня залатали. Я утверждаю, что все в порядке, только пока еще не разрешают работать на тракторе. Это плохо, очень плохо, говорит он. Я и сам знаю, что это плохо, но его слова меня не раздражают. Этот человек мне нравится. В нем нет показухи и фальшивости. Почему-то я сравниваю его со своим папаней, и сравнение получается не в пользу последнего. Отец давно прочитал бы мне нудную мораль, возмутился бы нравами современной молодежи, а Оруб ничего этого не делает. Конечно, возможно, что если бы я получил по голове не из-за его дочери, а из-за другой, он вел бы себя иначе. Пусть. Во всяком случае, сейчас меня никто не донимает. Это хорошо. Ну, садись, перекусим, подбадривает меня Оруб. Я бы не сказал, что в больнице ты поправился. Оставил бы ты его в покое. Как там поправишься? От одного только лежания слабнейше вмешивается в разговор Орубиха. Ты не слушай его болтами. Убери и ешь. Ешь. Я сижу напротив сигна. Она наливает в три глиняные миски скапутру. Одну миску она протягивает мне. Мы еще не обменялись ни словом. Она выглядит испуганной, встревоженной, не глядит мне в глаза, но я вижу, что тайком она наблюдает за мной. Я делаю вид, что не замечаю этого. Пусть успокоится и поймет, что мне от нее ничего не надо. А то мне Бог знает что. Поэтому я разговариваю только со старыми Орубами. Они пересказывают последние новости. Ничего особенного за несколько недель. Все на уборке сена и колхозного и своего. Готовят травяную муку. Агрегаты работают от зари до зари. Можно было бы всем работать побольше, но ведь у каждого есть и свои заботы. Сено для личного скота, огород, картошка, работе конца нет. Было бы только побольше рабочей силы. Мне все это давно известно, но оказывается, что прописные истины иногда можно слушать особенно если происходящее ты воспринимаешь как свое личное дело. Меня вправду интересует все, что происходит в колхозе, поэтому я слушаю рассказ Орупов и мне он совсем не кажется скучным. Видимо, это я пускаю корни. И хотя я никакая не ответственная персона, я тоже должен думать о том, что делать, чтобы наш общий воз катился бы дальше и легче. Об этом же думает и Оруп, вернее, всегда думал. Здесь прошла его жизнь, здесь он стоит, на этой земле и не сдвинется, что бы там ни было. Он врос в нее. Жаль только, что таких людей становится все меньше. Мы, молодые, уже не хотим надрываться с утра до вечера и жертвовать выходными, которых летом и так получается немного, чтобы успеть справиться со всем необходимым для колхозных полей и приусадебных участков. Во имя чего? Из-за денег. Не так уж много добра можно купить на эти деньги. Машину, телевизор, мебель. А дальше? Я знаю людей, у которых на книжке лежат тысячи. Человек мог бы работать меньше, но не трудится так же, как этот оруб, потому что труд это его назначение на земле. До своего последнего дыхания он будет стараться сделать как можно больше и лучше. А что делать с заработанными деньгами он не знает. Пусть лежат на черный день. Уже сегодня он выработал пенсию. Жена, хотя и болела тоже, но оруб не остановится. Он будет двигаться, иногда пожалуется, но никогда не откажется работать. Так он настроен. Это в его природе. И копятся деньги, которые он не знает, как тратить. Едим молча. Обо всем рассказано. Оруб не из тех, кто понапрасну станут болтать. Если есть чего сказать, говорят. Если нет, понапрасну рот не станут остужать. У них в привычку вошло говорить кратко, по-деловому ясно. Самая разговорчивая из них сигна. Правда, не сейчас. Сейчас она сидит, крепко прижав к себе круглые коленки, и тщетно пытается прикрыть их короткой юбчонкой. Я с большим удовольствием выпиваю две миски скопутра, съедая два больших куска хлеба, один с копченым салом, другой с творогом. После полдника женщины складывают еду в корзину, оруб прищур глядит на солнце, прикидывая, сколько осталось до вечера, и растягивается на траве. Надо отдохнуть. Успеем. Я не знаю, что мне теперь делать. Я пришел, поел вместе с ними. Как же я могу теперь сбежать? И пусть даже это было бы самым разумным, что-то сдерживало меня. Наверное, в человеке есть компас, определяющий его поступки. Не всегда его диктат совпадает с желаниями человека, как это случилось сейчас со мной. С другой стороны, мне некуда идти, да и нет особого желания уходить. Совсем наоборот, я пришел сюда потому, что хотел быть среди людей, хотел увидеть сигны. Это, правда, уже другое дело. Но разве поэтому стоит уходить? Но стоит ли оставаться поэтому же? Ничего не понимаю. Может быть, действительно у меня что-то с головой? Орупы встают. Хозяин спокойно и неторопливо берет вилы, ободит взглядом оставшееся сено, как бы определяя его количество, прикидывая свои силы и выбирая место для новой скирды. Потом он уходит в отдаленный угол луга. Когда на трехзубых вилах больше не поднять, он взваливает огромную ношу на плечо и несет к месту будущей скирды. Кажется, идет гора сена с ногами. Орупиха берет грабли и начинает сгребать. Сигны, поколебавшись, смотрит на меня и, ничего не сказав, тоже начинает работать. Никто не зовет меня помочь, хотя я ведь спросил, когда подошел, не нужны ли помощники. Возможно, они считают, что я еще болен. А может быть, я неправильно их оценил, и они вовсе не хотят приручить меня. Выходит, я напрасно боюсь, что меня впрягут, во всяком случае, ни Оруп, ни Орупиха, никакой помощи от меня не ждут. Сигна тоже. Я сам болен решать, как быть. Эта свобода выбора почему-то не радует. Уходить не хочется. Оставаться и ничего не делать, когда остальные работают, неловко. Даже в том случае, если я еще не совсем здоров, Сигна, кажется, забыла обо мне. отвернувшись, она энергично сгребает сено и постепенно удаляется от меня. Я чувствую себя покинутым. К черту! Нечего столько думать и рассуждать. Я хочу двигаться и вовсе не желаю, чтобы эти сдержанные, замкнутые, но такие работящие люди считали меня мягкотелом белоручкой. Сено пахнет и дурманит. Почему-то делается весело, хоть смейся. Я вскакиваю, сбрасываю себя рубашку и брюки, остаюсь в одних только плавках. Легкий ветер скользит по ногам, касается спины и мне делается так хорошо, как давно не бывало. Хватаю вилы и начинаю носить сухие шуршащие охапки сена. Когда Сигна видит меня, она останавливается и начинает смеяться. «Какой ты белый!» говорит она. «Прямо дурно делается». Не издевайся. «Не забывай, что в больнице я лежал из-за тебя. Когда мне было загорать?» «Бедняга, я очень благодарна тебе за то, что ты так сильно пострадал из-за меня». «А?» «Ты думаешь, что лучшее, что можешь для меня сделать, это поиздеваться?» «Нет, наверное». «Извини». «Иди к черту! Ты не имеешь права смеяться надо мной». «Конечно». «Моя доля сочувствовать тебе, да? И жалеть». «Это правду говорят, что всех мужчин надо жалеть?» «Ко мне это не относится». «Слава Богу, я терпеть не могу неженок». Сигна преодолела смущение, и к ней вернулся ее естественно живой и острый язык. Это мне нравится гораздо больше, чем ее смущение, которое она не смогла скрыть при моем появлении. Теперь кажется, что она совсем пришла в себя. Похоже, она хочет высказать все то, что в ней долго копилось. «Я завтра собиралась поехать к тебе». «С клубникой?» «Спасибо, она была вкусной». «Не обессудь, я не знала, чего вести. Когда мама болела, она вообще ничего не ела». Со мной сначала было точно так же. Но после такой клубники аппетит улучшился. Теперь я мог бы съесть самого дьявола. «Ну, смейся, смейся на здоровье. Разве вам, мужчинам, угодишь?» «А ты хотела бы?» «Еще бы». Я ношу сено, складываю его в скирды и все время возвращаюсь к сигне. Старики работают в другом углу. Солнце приближается к верхушкам леса. Тени удлиняются и скоро достигнут нас, хотя до вечера еще далеко. Это потому, что луг, на котором мы работаем, находится в овраге реки, а лес поднимается по склону и застилает солнце намного быстрее, чем равнина. Скоро мы соберем все сено, но был бы не прочь поработать еще часок. Чувствую себя отлично. Это простое занятие бодрит меня, возвращает мне силы. Я благодарен этой семье за то, что она меня не прогоняет. Глава 34 Лежу у открытого окна, слушаю, как во дворе утихают шаги хозяев дома, и над нами спускается ночной покой и тишина. Спать еще не хочется. Думаю о своей жизни и обнаруживаю в себе какое-то неуловимое и удивительное чувство, счастье и удовлетворение. Мне кажется, что вокруг дома кто-то ходит. Шаги легкие, едва слышимые. Это не может быть оруб. Он ступает тяжело. Оруб их вечерами жалуется на усталость и утверждает, что ложилась бы спать с курами. Это у нее после операции. Осторожно, почти затаив дыхание, подхожу к окну и гляжу на улицу. Ночь теплая, душистая, сравнительно светлая. Светит тусклая луна и сад залит серебристым светом. Только от яблонь падают темные тени. Мне кажется, что слух обманул меня, но в кусте жасмина около угла дома хрустит ветка. Кто-то ломает жасмин. Сигне. Это может быть только она. Тихо зову ее. Никто не отвечает. Все же я вижу, что там кто-то стоит. Я высовываюсь в окно и жду. Светлая фигура с даже с миновым кустом тоже ждет. Долго ли мы так будем стоять? Я зову еще раз. И она идет, робко, сомневаясь. Сигне останавливается в двух шагах от меня. Она молчит. Мы оба молчим. Я слышу ее дыхание. Мне хочется протянуть руку, но я не хочу испугать ее. Убежит и больше не вернется. Я хочу, чтобы она осталась. Пусть побудет со мной. Я только не знаю, как приманить ее поближе. Сигне, шепчу я. Для кого ты ломаешь жасмин? Для себя? Мне нравится. Могла бы и мне подарить. Я протягиваю руку, но сигна ни на что не решается. Она сжимает сломанные ветки, но мне их не дает. Ты не хочешь подарить мне несколько цветков? Ты, наверное, очень жадная. Нет, я только думаю, стоит ли мне это делать. Почему? Потому что если ты сам не понимаешь, вряд ли я должна тебе объяснять? А если я и в самом деле такой, что сам не понимаю, разве это тебе так трудно? Ну, если ты так хочешь, хорошо. Я думаю, что если бы я для тебя что-то значила, ты нашел бы возможность подарить цветы мне. а если я приду к тебе с цветами, ты подумаешь неизвестно что. Опять двадцать пять. Если бы я для тебя что-то значила, комплекс значимости, она хочет быть роковой женщиной, забавно и трогательно. Я читал о духовной близости, об идеалах, о трудолюбии и о простодушии, о которых пишут в книгах, которые мы признаем умом, но которые в любви, увы, ценим меньше всего. Что делать, если даже пчела не летит к цветку, если он неярок и неприметен издалека? Ну, видишь, тебе нечего сказать. Сигна первая нарушает тишину. Хорошо, я дам тебе жасмин, но только потому, что ты еще болен, а больных надо радовать. Лучше бы ты дала их мне так просто, безо всяких соображений. Нет, я уже сказала тебе, ты подумаешь не весь что. Я беру цветы. Надо бы поставить воду, у меня нет вазы, что делать? Придумай, ты же мужчина. Придумать, конечно, не мудрено. Я могу выйти в кухню, взять стеклянную банку, налить туда воды и поставить жасмин. Но я не хочу расставаться с Сигне. Поэтому я не обращаю внимания на уничижительные слова о том, что я мужчина, и жду, что предложит Сигне. Она тихо смеется и шепчет. Ну, придумал? Да. Ты принесешь мне вазу. У тебя обязательно их несколько. Да. Откуда ты знаешь? Ну, я о тебе много думаю. И додумался до того, что у меня несколько ваз? Да. В больнице времени было много. И что ты еще придумал? Это я тебе скажу, когда принесешь вазу. Хорошо. Но если обманешь, я тебе больше не поверю. Я не обманываю. Разве ты не заметила, какой я серьезный? Она тихо подходит к своему окну, который находится рядом с моим, и ловко забирается в комнату. Я стою с букветом Жасмина в руках. Белые цветы источают дурман, и сердце мое несется голопом. Сигны также тихо возвращается, она несет вазу. Возьми, вода на кухне, ее ты нальешь сам. Неуверенно. Иду на кухню, нащупываю кран, наливаю воды и возвращаюсь в комнату. Вода проливается на стол и капает на пол. Осечком. Ну, что поделаешь? Помоги мне, я прокинул, шепчу я. Сигна уже поняла, что случилось. Она забирается через окно в мою комнату. Мне нечем подобрать воду, и она тихонько крадется в кухню и приносит тряпку. Размазня! Ругается она и вытирает воду. Не ругайся. Я хотел скорее поставить жасмин в воду, боялся, что ты уйдешь. Поэтому я немного поторопился и то, что я спешил, потому что думал о ней, для Сигны, видимо, что-то значит. Она как котенок. Кинь шпульку и станет ловить. Ты действительно боялся, что я уйду? Да. Мне кажется, именно я для тебя ничего не значу. Ты избегаешь и хотя я знаю, что это не чистая правда, я продолжаю наступление. В больнице я часто думал о тебе, ждал тебя, а ты пришла только один раз. Два. В первый раз меня не пустили. Ты действительно тосковал по мне? Я привлекаю ее к себе и начинаю целовать. Я думал о тебе каждый день. Как любопытно может быть девушка. Теперь она хочет знать, что же я думал о ней. Я все время помнил о тебе, говорю я. Я тоже, признается она. Ты мне снилась? Да. Я начинаю ее раздевать. На ней не так уж много одежды. Сигне слабо сопротивляется. Уже в постели она вдруг возражает. Валдис, я так не могу. Я должна знать. Понимаешь? Так я думал. Мне кажется, что нечестно с ее стороны принуждать к признанию в такой момент, но если она иначе не может, возможно, даже, что я действительно немножко люблю ее. Во всяком случае, сейчас. Она обхватывает меня за шею. Ее поведение резко изменилось. Неужели эти три затасканные слова в ее глазах имеют такое значение? Она прижимается ко мне и, кажется, слегка дрожит. Я ее первый мужчина. Я даже не могу сказать, радует ли меня это. Скорее уж, пугает. Она видна из тех редких старомодных девушек, которые берегут себя для своего единственного, настоящего. Я чувствую себя под лицом. Мне даже чуть-чуть жаль Сигне. Я не хотел так. Но обратного пути уже нет. И нет той одурманенности, с которой я стремился к ней. Она лежит рядом, съежившись, голова на моем плече. Мы молчим. Что я могу теперь сказать? Ничего. Зачем это было нужно? Наверное, во мне заговорила совесть. Смешно. Другие поступают так же, но я не слышал, чтобы кто-то особо страдал и переживал. Все же лучше бы я не говорил ей, что люблю. Если бы я не был у нее первым, я почти зол на Сигне, как будто она обманула меня, провела. Мне хотелось бы, чтобы она сейчас ушла, но она не прижимается еще теснее и дышит у самого моего уха. Тебе хорошо? спрашивает она. Мне не хочется врать, но еще больше не хочется огорчать ее. Сигна не виновата, и все-таки могла не лезть ко мне через окно. Не надо быть такой наивной и доверчивой. Хотя не будь ее сейчас здесь, я бы сам попытался пробраться к ней. Как все сложно. Почему ты не отвечаешь? Она приподнимается на локте и пытается заглянуть мне в глаза. Ночь правда светлая, но я не уверен, что ей удастся что-либо разглядеть. Против светлеющего четырехугольника окна ее собственное лицо выглядит темным и расплывшимся. Сигна легко, кончиками пальцев, как будто боясь, дотрагивается до моего подбородка, шеи и вздыхает. «Ты не хочешь разговаривать со мной, да? Я понимаю, я не должна была приходить к тебе». «Нет, почему же, я ведь сам этого хотел?» Она легко прикасается губами к моей щеке. «А теперь?» «Не знаю». Она убирает свою ладонь с моей груди, лежит тихая, собравшись комучек и, кажется, даже перестала дышать. «Надо бы что-то сказать, подтвердить, что мне приятно ее присутствие, что я не хочу, чтобы она уходила, а я хмурюсь. Упрямство сковало меня, словно цепями, и я лежу холодный и равнодушный. Кажется, она уловила перемену, которая произошла во мне и тихо отодвигается подальше. Я не держу, хотя мне жаль ее. Я жду, чтобы сигна сказала хоть слово, упрекнула меня, что я заманил ее сюда, но она молчит. Потом резко встает, собирает свою разбросанную одежду и выскальзывает в окно. На мгновение ее обнаженная фигура освещается луной, затем она исчезает, как тень. В какой-то миг я хочу вскочить, поспешить к окну, чтобы увидеть, где она, и все же я не двигаюсь с места. Стараюсь ни о чем не думать. Ничего особенного. Сейчас я усну. Завтра проснусь и все будет как прежде. Мне почти удается обмануть себя. Я уже начинаю дремать, когда меня неожиданно обдает сильным ароматом жасмина. Он такой всесильный, что возвращает меня к действительности. Я открываю глаза, и в свете луны вижу жасмин на столе. Букет излучает странный свет и благоухает все сильней. Спать уже не хочется. Может быть, я не усну до утра. Почему-то мне грустно и одиноко. Глава 35 Сегодня у магазина мало народу. Все на полях и лугах. Косят, сушат, молотят, утрамбовывают, возят, словом, заготавливают корма. Если удастся, если погода позволит собрать все, что выросло, будет хорошо. Если же начнутся дожди, зимой не будет хватать кормов, понизится над дои, можно сказать, будет беда. Это я хорошо знаю. Я думаю, пора за что-то приниматься. Не может быть, чтобы для меня не нашлось работы. Возможно, мне и действительно нельзя целый день трястись на тракторе. Врачи, наверное, знают, что это может повредить моему мозгу. Но никто не говорил, что мне нельзя шевелиться. Напротив, я должен двигаться, ходить, а значит, найдется работа по силам. Хотелось бы поговорить с кем-нибудь из трактористов или водителей, но в магазине никого нет. Только несколько бабулек. Бог с ними. Иду в контору. Очкастые меня не задерживают, и я прохожу прямо к Лео. Еще раскрывая дверь, я слышу, что он кричит. Наверное, в телефонную трубку. Так может кричать только очень разозленный человек. Он швыряет трубку на рычаг и увидит меня, почему-то машет рукой. Лео глядит на меня вприщур. Я вижу, что он сердится, только не знаю, кто его так разгнебал. Во всяком случае, дело должно быть серьезное, иначе бы он так не орал. Я колеблюсь. Что я могу сказать? Черт и что, восклицает Лео. Он снимает очки и протирает их носовым платком. Все только и жаждут, чтобы нажиться за наш счет. Ты знаешь, что делает сельхоз техника? Ну да, они помогают, нам снабжают. Не снабжают, в том-то и дело, что не снабжают. Мы сами снабжаемся, возим, ездим, получать, и за это мы но это так. Если не приведи Господь ломается какая-нибудь деталь, понадобился новый узел, винт или колесо, мы звоним сельхоз технику. Они принимают заказ. По правилам в течение четырех часов нужная деталь должна быть доставлена, но они не доставляют. Хорошо, если на следующий день. Отвечают, что нет транспорта. Чтобы машина не простаивала, мы посылаем наш транспорт, расходуемся, а 13% они все равно забирают. За что? За какие заслуги? За то, что они не выполняют свои обязанности? Они практически даже не помогают, а наживаются на нашей беде. Как не возмущаться, я понимаю, Лео, но как ему помочь, не знаю. Такие дела решает начальство. Хотя я осознаю, что они тянут деньги из колхозной кассы, значит, из моего кармана. Деньги, которые не положены. Оскорбительно. Интересно, кто придумал такое правило? Было бы любопытно взглянуть на такого начальника, особенно после того, как кто-нибудь залезет в его собственный карман. Но ведь до них не доберешься. Говорят, что в других колхозах лучше. Там в сельхозтехнике сидят люди, которые действительно стараются помочь колхозам. В нашем районе пока таких нет. Сыч продолжает. Представляешь, он говорит мне, сельхозтехника это государственное учреждение, мы не делаем ничего противозаконного, у нас есть свой план, и мы его выполняем, а если что и не можем, значит, тому есть объективные причины. Все находят объективные причины, чтобы не доставить колхозам что-то, чтобы не построить, не выделить, не сделать. Так, дорогие мои, у нас никогда не будет изобилия продуктов. Если запущен амбар, если нечего в нем хранить, и к тому же еще там хозяйничают крысы, сквозняки, плесень, то это никудышнее хозяйство, даже в том случае, если остальные постройки в наилучшем состоянии. Все должно быть пропорционально развитым. Это ведь не дело, беспокоится благополучие только отдельных ведомств. Председатель замолкает. Наверное, он понял, что я не лучший собеседник. Я действительно не знаю, что сказать. Теперь заговаривать о своем тоже неудобно. А вдруг Лео спрашивает меня, ты спешишь? Нет, я пришел спросить насчет... Хорошо, пошли, по пути поговорим. Очкастым Лео говорит, что идет в диспетчерскую, потом поедет в поле и вернется только после обеда. На улице хозяйничает теплый летний ветер. Он склоняет ветки деревьев, порывисто треплет пышную листву, гудит в электропроводах и дребезжит в оконных стеклах. Вдруг захлопывается оставленная Настежь дверь, звякают стекла, и я вижу столб пыли. Он медленно приближается, прямо растет и набирает силу на глазах. В воздух поднимаются клочья травы, листья, даже ветки и куски дерева. Приближается настоящий смерч. Он кружится все быстрее, вздымается к небу. Я иногда видел такие, только намного меньше. Лео останавливается рядом со мной. Мы ждем, что будет дальше. Внезапно ветер стихает. Похоже, что он притаился в листве старых деревьев. Почти в полной тишине, которая наступает после шума ветра, слышно, как свистят поднятые вихрем ветки деревьев, листья, песок. Ветра больше нет, но в тишине и покое столб пыли кажется еще более грозным, и он действительно нарастает. Поднимает по дороге песок, гальку, и ударяет ими в окно. Стекло рассыпается, белые развивающиеся занавески поднимаются высоко к небу, потом вихрь врывается во двор. Куры в панике размахивают крыльями, кудахчут, бегут. Дерево растущее посреди двора начинает медленно кружиться вокруг своей оси, с хрустом клонится на бок и падает на дом, трещит шифер крыши, оголяются стропила, сломанные решетины, а вихря уже нет. Он скрылся за деревьями, за другими постройками, слышится лишь отдаленное рокотанье, смолкающий шелест. На деревьях не шевелится ни один лист. Если бы перед нами не зияло разбитое окно и не моргался ломанный клён на разгромленной крыше дома, можно было бы подумать, что это было видение. Так всегда что-то неожиданно обрушивается на наши головы, говорит Сыч. Все равно, что засуха или дождь, слишком поздняя весна или ранняя осень, теплая или морозная зима. Не было такого года, чтобы погода держалась в пределах нормы. Пойдем, надо выяснить, не разрушена ли зерна сушилка или еще что. Диспетчерская нам сообщает, что погасло электричество. Ясно, что теперь простаивает множество моторов, выключились все электрические установки. Но если нет электричества на ферме, где наступило время дойки, то можно сказать, что это уже катастрофа. Доярок, чтобы подоить коров вручную, и в целом колхозе не наберется. Диспетчер звонит по телефону, говорит, объясняет, требует, ему видно, что-то обещают, во всяком случае он успокаивается. Хорошо, только как выясните, звоните, говорит он и обращается к председателю. Электрики сейчас проверяют линию. Когда найдут поломку, сообщат, сколько времени уйдет на ремонт. Самое мучительное незнание. Когда нет ни малейшего понятия о том, что тебя ожидает. Если знать, что авария серьезная, можно было бы действовать, поискать хотя бы генераторы. Но мы не знаем, понадобятся ли они. Может быть, на линии порван какой-то один провод, случилось небольшое повреждение в трансформаторе. А может, линии вообще уже нет, ураган уничтожил ее. И надо ждать, пока выяснится. Никто не отвечает председателю. Что сказать? Действительно, в этой ситуации самое разумное ждать. Может быть, спешка имеет значение. А может, я ничего не знаю, только понимаю, что я не хотел бы быть на месте Лео. Председатель еще что-то говорит о неотложных транспортных нуждах, о распределении машин и тому подобных вещах. Меня это, конечно, интересует. Я не думаю, что во всем этом сложном механизме что-нибудь может быть таким сложным, чтобы мне не понять. Но я сознаю, что здесь я лишний. Это не моя работа. И потому, чтобы не путаться у начальства под ногами, я выхожу на улицу. Светит солнце. Время от времени ветер еще набрасывается на деревья, гнет и трясет их, как будто предлагаю резвую дикарскую игру. Ни единого намека, что совсем недавно здесь бушевал ураган. Ломались деревья и была повреждена электролиния. Я жду и думаю, что мне делать. Слоняться я не хочу. Разве что... Да. Следовало бы съездить к маме и сестренке. Я не сообщал им, что лежал в больнице, чтобы не волновать их. Женщин надо беречь, тем более, что у меня их только две. Других близких у меня нет. Папашу я уже не считаю родственником. Так же, как он, меня, маму и сестренку. Странно, что человек так может измениться. Если бы я умер в больнице, с каким чувством он явился бы на мои похороны? Может быть, и вовсе не приехал? Нет, все-таки не такой он, гнида. Нехорошо так думать о собственном отце. Делается грустно и становится жаль самого себя. Мужчине это ни к чему. А мать жаль. Просто удивительно, когда я думаю о ней, часто впадаю в сентиментальность. За сестру я не беспокоюсь. Она выкарабкается, не маленькая, не умная. А с мамой хуже. Она так долго подчинялась отцу, что теперь похожа на лодку без руля. Ты почему стоишь с закрытыми глазами? Плохо стало? Это Лео. Он подошел совсем неслышно. Нет, ничего. Просто так задумался. И что же ты придумал, если не секрет? Многое что. Я в больнице так отоспался, что не могу без дела. Словом, хочу работать. А врачи? А здоровье? Что врачи? Я надеюсь, кроме как на тракторе в колхозе найдется и другая работенка. Или ошибаюсь? Что-нибудь такое, где пригодились бы мои знания? И что же это за знания? Спрашивает Сыч. В армии я был танковым механиком. Кое-что смысл в моторах. Если не клеится дело с ремонтом машин, может быть, я могу чем-то помочь? Были бы только запчасти. И еще я хотел бы на несколько дней съездить к матери. Отлично. Когда вернешься и почувствуешь, что можешь работать, найдем подходящую работенку. Машина выходит из строя чуть не каждый день. На этом мы расстаемся. Мне нравится, что Сыч ни разу не упомянул Генрия. Я не хочу думать о нем. Более чем глупо было нападать на меня. Я обошелся двумя неделями в больнице. Ему же придется провести в неволе побольше времени. Глава 36 Я иду вдоль новых домов. Вдруг меня кто-то окликает. Привет, танкист! Ты куда так бежишь? Гляжу наверх. Из окна второго этажа высунулась женщина. Сразу ее не узнаю, но вспоминаю, что где-то видел. Стою и смотрю на смеющиеся губы, загорелые щеки, обрамленные копной светлых волос. Поздравляю с выходом из больницы! Как себя чувствуешь? Это же дочь Дилны. Хорошо, Марота. А вы? Тоже хорошо. Я прибежала сенокос отдохнуть и выпить чашку кофе. Могу и тебе предложить. Кофе? Давно не пил. Не откажусь. Тогда поднимайся. На лестничной площадке приятная прохлада. Мои шаги на бетонных ступеньках отдаются эхом до самого чердака. Медленно поднимаюсь и удивляюсь себе, как это я в больнице ни разу не вспомнил о Мароте. А ведь в тот вечер мы были вместе и она мне нравилась. Дверь открыта. Услышав мои шаги, Марота приглашает меня пройти. Вхожу в прихожую, где на полу валяется несколько пар галош и резиновых сапог. Закрываю дверь. Марота в кухне хлопочет у газовой плиты. — Сюда не заходи, здесь страшный беспорядок. Иди в комнату, я сейчас. Я догадываюсь, что следует входить в ту комнату, где дверь открыта. На столе в вазе благоухает Джасмин и я вспоминаю прошлую ночь. Сигну. Но сейчас я не хочу о ней думать. Смотрю вокруг. Во всем чувствуется женская рука, порядок и чистота. Мебель вроде новая и насколько я понимаю, модная. В такой квартире я еще не бывал, и это меня смущает. Но этой девчонке, которая неожиданно позвала меня к себе, своего смущения не покажу. Осторожно сажусь в кресло. Да, это так. Такую мебель я вижу впервые. Видимо, пока я был в армии, она поступила в продажу. И импортная. Наверное, дорого стоит. У Дилны денег избыток. А может быть, так обставлена только комната Маруты? Бывает, старики все лучшее отдают детям, сами же довольствуются тем, что остается. Интересно было бы заглянуть в апартаменты стариков Дзилнов. Видимо, квартира трехкомнатная. Лучшая комната отдана дочери. Как-никак единственная. Как и Сигне. Только между Сигне и Марутой большая разница. По сравнению с Марутой Сигне Золушка. А Марута родная дочь. Правда, она красива в жизни не так, как в сказках. Вот и она с подносом. Молодая, грациозная, с нежной, загорелой кожей, плавными движениями. У нее красивые, таинственные глаза. Вижу и понимаю, что Марута хотя бы внешне соответствует тому идеалу женщины, о каком я думал и иногда мечтал, по которому тосковал. До сих пор мне такая не встречалась. Этот вывод меня смущает. Как мне себя вести с ней? По правде говоря, я ведь совсем не знаком с ней. Вижу второй раз. Марута ставит поднос с кофейными принадлежностями на журнальный столик, садится и, испытывающий, глядит мне в лицо. «Ты выглядишь страшно серьезным», говорит она. «Мне хотелось бы знать, ты всегда такой или только сейчас? С подбитым глазом». «Я, наверное, вульгарно, извини. Наоборот, ты благороден и трогателен. Я завидую, Сигне». «Не понимаю, чему». «Если ты действительно не понимаешь, это опять же в твою пользу. Но если понимаешь, это говорит о том, что ты неплохой артист». «Почему?» «Извини, это уже не мое дело». Сигне кое-что рассказала. «Поэтому мне очень интересно посмотреть на тебя». «Я злюсь на себя за то, что прямота Маруты переводит меня в смущение». «Именно на себя, но немного и на Маруту, поэтому спрашиваю». «Ну и как я тебе теперь, когда ты меня рассмотрела?» «Я еще не знаю». «Но шрам здоровенный, наверное, останется на всю жизнь». «Это меня не волнует». «После будет выглядеть даже интересно», шутит Марута. «Люди, особенно женщины, станут перешептываться. Видите мужчину со шрамом на лице?» Другие ответят, «Это у него с молодых лет, когда он защищал одну девушку». «Тебя ожидает большой успех». «И тебя тоже?» «Меня нет. Сигна моя школьная подруга. Мы три года просидели за одной партой». «А, это было выгодно тебе», говорю я. Во мне почему-то пробуждается неприязнь к этой девчонке. Наверное, потому, что она так уверена в себе и все ей ясно. А может быть, от того, что у нее я не буду пользоваться успехом? «Выгодно?» переспрашивает она. «Я не понимаю». «Ты могла бы блистать на ее фоне?» раздраженно говорю я, желая ее задеть. «Ах, вот оно что», отвечает она. «Вообще-то да. Но вначале я об этом не думала, просто не соображала. Только позднее, когда мне уже льстило внимание ребят. Но Сигна не завидовала моему успеху». «А чему завидовала?» «Тому, что я могла учиться, а ей пришлось остаться дома». «Теперь мать начинает поправляться, и Сигна тоже сможет поехать», говорю я. «Разве ты согласишься?» спрашивает Марута, и, как мне кажется, многозначительно улыбается. «Неужели она допускает, что мои мысли так заняты Сигне?» «Я не хочу, чтобы она так думала». «Может быть, вы вместе поедете?» «С ума сойти!» «Ну что мне ответить?» Сигна наверное совсем сдурела. «Напела Маруте не весь что?» «Мне очень не хочется, чтобы Марута думала, что Сигна для меня бог знает, что значит». «Отнюдь!» «Случившееся недоразумение, совпадение обстоятельств!» «Неужели из-за этого любому дураку ясно, в кого из подруг я влюбился бы, увидев их вместе?» «Разве я влюблен?» «Когда это совершенно ясно лишь одно. Мне нравится Марута. Так нравится, что я даже сожалею о том, что произошло между мною и Сигна». Марута налила в чашки кофе и вдруг спрашивает. «Ну, чего ты сидишь как немой? Я могла бы вам помочь подготовиться к вступительным экзаменам». «Хотя я забыла, у тебя ведь преимущество, ты демобилизованный солдат». «Ничего особенного же». «Почему? Жаль. Из нашего колхоза было бы сразу три человека. И все мы после окончания вернулись бы сюда. Странно, что в нашем колхозе нет ни одного местного, кто после сельскохозяйственной академии вернулся бы сюда. Мы были бы первыми. Правда, по-настоящему местная из нас только Сигна. Мы здесь появились всего пять лет назад». «Впервые мне неловко, стыдно признаться, что я не окончил среднюю школу, а ушел учиться на механизатора. Что это? Комплекс неполно ценности? Я всегда считал, что неважно, какое учебное собедение человек закончил. Может быть, все же важно? Иначе отчего я смущаюсь перед этой студенткой? Почему запинаюсь? Не то, чтобы совсем уж запинаюсь. все же чувствую себя неловко. Совсем иначе, чем с Сигной или с той девушкой, которая у меня была до армии. Мы пьем горячий кофе, и мне здесь нравится. Нравится все, что я вижу. Да, здесь есть все, о чем я мечтал. Такое я представлял свою жизнь. Была бы у меня такая квартира, такая жена, но Мару то не моя жена. А если? О, если бы она знала, о чем я сейчас думаю. Наверное, это невозможно. Лучше бы я с ней вообще не встречался. Но если все же, мне кажется, что она охотно разговаривает со мной, хотя какое-то имеет значение. Маруто расспрашивает меня о планах на будущее. Рассказываю, что у меня они совсем скромные. Пока что у меня больничный, некоторое время нельзя трястись на тракторе, поэтому я предполагаю навестить стариков. Нарочно говорю стариков, и чтобы не пришлось говорить об отце, рассказываю Маруто о сестренке. Потом начну работать, поначалу что-нибудь полегче. Говорю, председатель обещал что-то такое подыскать. Вижу стройные ноги Маруто, коленки, смущающие своим загаром, глубокий вырез блузки, грудь у нее, наверное, наполовину меньше, чем у Сигны. Черт, мне кажется, Маруто читает мои мысли, она видит, на чем задерживаются мои глаза. И странно, от этого я смущаюсь больше, чем она. Или же умеет лучше сдерживать себя. Мои мысли и переживания напротив написаны на моем лице, потому что она иронично смеется, резко встает и подходит к зеркалу, проводит расчески по волосам, как бы приводя их в порядок. Ко мне она больше не возвращается, уносит пустую посуду, и я понимаю, что пора уходить, прежде чем она меня попросит. Встаю. Идиллия кончилась, не так ли? Такова диалектика жизни. Я, правда, этого не проходил, но догадываюсь, что ты хочешь сказать. Вот, видишь, я не разочаровалась в тебе, ты даже умненький. Передавай привет, Сигна. Она что, издевается надо мной? Почему-то, когда я иду вниз по лестнице, у меня настроение совсем скверное. Глава тридцать седьмая День я провожу так ничего толком и не начав. После разговора с Марутой иду в поселок, но там мне тоже нечего делать. Добредаю до железнодорожной станции, изучаю расписание поездов. Оказывается, сегодня я уже не могу попасть к матери. Завтра. Так я и сделаю. Можно было бы поехать автобусом, но меня не привлекают пересадки и голосование на дорогах. Значит, решено, еду завтра. Поезд отправляется довольно рано, но это меня не пугает, особенно с тех пор, как я купил будильник. Прохожусь по магазинам, но ничего особенного такого, что можно было бы купить матери или сестренке, не нахожу. Может быть, завтра в нашем универмаге. Там иногда бывают приличные вещи. Покупаю большие солнцезащитные очки и водружаю их на нос. Гляжусь в зеркало. Шрам над бровью почти не виден. Что делать до вечера? Еще только после обеденный час. Кино покажут лишь вечером. Можно было бы заглянуть в кафе, но нет особого желания торчать там в одиночестве. Я не пуританин, избегающий кафе. Просто нет настроения. Ничего не остается, как поворачивать в сторону дома. Так я и делаю. Давно ли по этой самой дороге я пришел сюда? Интересно, как сложилась бы моя жизнь, по идее, тогда в лес промхоз? К черту, не хочу об этом думать. Было бы приблизительно то же самое, только встретил бы другую девушку и не получил бы по башке, а может быть мне пилу и оторвало бы руку, или бревно переломало бы ноги. Не о чем сожалеть. Ни о чем в своей жизни не жалел, только о глупостях. Но глупостей в ней было не так уж много, если глупости не считать саму жизнь. Жизнь хороша, только иногда мне не везет. Я иду домой. Поселок кончился. И вот оно, болото, где я весной промочил сапог. Теперь здесь наша насыпь. Издалека картина не производит грандиозного впечатления. Обычная насыпь, даже не заасфальтированная. Края следовало бы обложить дерном, чтобы дождь не вымывал. Или же привести торф с черноземом и посеять травку. Надо будет поговорить с сычем и монументом. Верно, он ведь агроном. Могу спросить у Маруты. Нет, Марута тут ни при чем. Похоже, что она меня вежливо выпроводила, дав понять, что поперек пути своей подруги Сигне не станет. Правда, она говорила, что завидует Сигне. Интересно, чему? Может быть, тому, что я подрался окна, но какое-то имеет значение. Солнце еще теплое. Хочется скорее попасть домой, и я прибавляю шаг. Стараюсь ни о чем не думать. И так голова у меня совсем дурная. Лягу спать. Я имею на это все права. У меня больничный. Тетя Гермина на обочине пасет корову. Здороваюсь. Как-никак знакомый человек и наша ближайшая соседка. Старушка приветлива и разговорчива, как всегда. Все она должна знать, обо всем хочет поговорить. Одиночество делает людей или мрачными и замкнутыми, или чересчур любопытными и разговорчивыми. Тетя Гермена сохранила светлый взгляд на жизнь. Возможно, именно из-за своей разговорчивости. Можно также сказать, что она коммуникабельна. С такими людьми легко найти взаимопонимание и не бывает скучным. Я не такой общительный. Во всяком случае сейчас. Поэтому на большинство вопросов отвечаю односложно. Тетя Гермина жалеет меня. Этот прохвост Генри мог меня убить. Разве такому разбойнику трудно отправить человека на тот свет куском железа? И из-за чего? Сигне, детка, в этом совсем не виновата. Он высмотрел ее, стал приставать. Виноват старый оруб. Разболтал, что на свадьбу машину дочке подарит. Я это знаю, поэтому мне совсем неинтересно ее слушать. Хочу пожелать ей самого доброго и отправиться дальше. Мне не нравится, что три имени мое Сигне и Генри упоминаются вместе. Но вдруг старушка заговаривает о Маруте. Мы ведь на танцах были вместе. Разве вы Маруту тоже знаете, спрашиваю я. А как же? Ну конечно, моя внучка, та, что теперь в Риге, одного возраста с Марутой и Сигне. Раньше, когда поменьше были, все вместе держались, теперь выросли, дороги разошлись и хорошо, что разошлись. Никаким примером для порядочной девушки Марута быть не может. Ну что же в Маруте такого? Мне она показалась отличной девчонкой. Отличной, отличной, для таких, как Генри и ему подобные. Но ты так не говори. Мне казалось, что ты приличный парень. Или ты такой же, как они? Ну, тетушка Гермина, нашли с кем сравнивать. Я натянута смеюсь и потом добавляю. Но мне кажется, что у Марута с Генрием тоже ничего общего не может быть. Может или не может, я этого не знаю. Но если в мои молодые годы девка терпела такой позор, она шла топиться, а не бегала по танцам. Топиться? Зачем же Маруте топиться? А позор? Ну если стыда нет. В наши дни редкая девушка бережет свою честь. не такая как Сигне. Не верь, если кто-нибудь тебе будет говорить что-то о Сигне и Генри. Я и не верю. Мне больше не хочется оставаться в обществе этой старухи и слушать ее болтовню. И больше всего мне не нравится, что она за счет Сигне принижает Маруту. Я торопливо прощаюсь. Чего это она наговорила на Маруту? Кажется, я начинаю не верится. Наверное, преувеличивает. Воображая это, на самом деле ничего нет. Не зная всех обстоятельств дела и судя только потому, что Генри ударил меня по башке, тоже можно наговорить все что угодно. Но ведь ничего не было. Во всяком случае, до вчерашнего вечера не было ничего такого, чтобы... И разве теперь что-то есть? Разве то, что произошло между мною и Сигне следует считать чем-то особым? Что на это сказала бы тетушка Гермина? Хвалила бы она по-прежнему Сигне? Или посоветовала бы ей топиться? Меня охватывает беспокойство, волнение. Мне кажется, что бабулька Гермина натворила что-то нехорошее. Вхожу в дом. Орупиха, кажется, не заметила, что я пришел. Азор тоже не лаял. В жару совсем разленился. Падаю на постель и проваливаюсь в сон, как в колодец. Наверное, в больнице я все же ослаб. Не знаю, сколько я проспал, но вдруг чувствую, что на меня кто-то смотрит. В комнате сумерки из открытого окна струится прохладный свежий воздух. Я слышу голос Сигны. Ты извини, что я врываюсь. Мы боялись, не умер ли ты, потому что сегодня тебя никто не видел. Что с тобой? Может, ты вчера на осенне переработал? Ты плохо себя чувствуешь? Да, наверное, говорю я нарочно, чтобы посмотреть, как Сигна себя поведет. Она подходит, садится на краешек кровати и кладет ладонь мне на лоб. Болит? Да. Подержи так. Может быть, пройдет. Мне приятно прикосновение ее прохладной ладони, и я хочу, чтобы она посидела со мной. Кто такая Марута? Она считается твоей подругой? Да, уже давно. Какая она? Почему ты спрашиваешь? Тебе она нравится? Да, довольно симпатичная. Расскажи о ней. Ты же сам ее видел, танцевал с ней. Она красивая. Я раньше даже завидовал о ей. А теперь не завидуешь? Нет. Почему? Потому что она совсем не такая счастливая, как мне казалось. Все мы иные, чем кажемся. Что это означает? Ничего особенного. Разве только то, что мне непонятен твой интерес к Маруте. Мне сказали, что с ней что-то случалось прежде. Нечто такое, из-за чего раньше девушки топились. Кто тебе это сказал? Какая разница? Это правда? Сигна хочет знать, кто посвятил меня в тайну Маруте. Говорит, что в колхозе никто об этом не знает. Я отвечаю, что такие вещи невозможно скрыть, рано или поздно все становится явным. Тогда Сигна говорит, разве Марута виновата в том, что ее возлюбленный оказался пустым человеком, даже под лицом? Значит, это правда, да? Да. Он бросил Маруту, как только узнал, что... что... от то, чего вы, мужчина, боитесь больше всего и убегаете, как только вам сообщают об этом. Я понимаю, что Сигна имеет в виду, но мне кажется невероятным. Неправдоподобным не может быть. Что не может быть? Что с Марутой такое случилось? Что теперь с ней будет? Ничего. Но ты говорила... Я понял, что у нее будет ребенок? Ребенка уже не будет. Как так? Ты что, наивный? Разве ты не знаешь, что в таких случаях можно сходить и... Как? И Марута тоже? Чему ты удивляешься? Я не знаю, мне казалось... Ну, раз это была любовь, если... Ты могла бы так спокойно сходить, если бы у тебя это было, и сказать, чтобы... Меня это не волнует. Я знаю, что я не пойду, если так случится. Даже в том случае не пойду, если буду знать, что останусь одна. Что Марута выиграла? Они все равно разошлись. Негодяй! Такую девушку бросить? Ты бы не мог так, правда? Такую, как Марута? Никогда. Она отнимает свою руку, и мы молчим. Проходит довольно много времени, прежде чем она спрашивает. А не такую? Кто-то всегда кого-то бросает. Но Маруту? Чему ты удивляешься? Разве ты думаешь, что она чем-то отличается от других? Она красивая и умная. Да, она не дура. Тогда этого малого не понимаю. Видишь ли, вам, мужчинам, девушка часто нужна лишь в качестве игрушки. А для нас эта игра обычно заканчивается серьезно. И если не хватает любви, начинается трагедия. Все равно красива, умна девушка или нет. Мне кажется, я понимаю намек Сигны, но сейчас мне не хочется об этом думать. И все же разве то, что началось между нами игра? Нет. Сигна думает и чувствует очень глубоко. В ее отношении ко мне нет легкомыслия. В этот момент мне хотелось бы, чтобы она была хоть чуточку полегкомысленнее. Но что поделать, если ее чувства ко мне серьезны? Глава 38 Утро трудового дня Не такая уж рань, чтобы люди спешили на работу, но еще никто не отправляется и на обед. В воздухе духота хочется держаться теневой стороны. Мой родной городок выглядит чистым, свежим и несколько сонным. Одноэтажные домики окраины стыдливо прячутся в зелени. Они совсем не напоминают настоящие городские строения, гордо возвышающиеся в своей белой ноготе. Совершенно незаметно деревня переходит в окраину города. Окраина становится центром. Здесь даже в центре часто ощущаются приносимый ветром аромат сосен и елей, душистое цветение клевера. Все рядом. Деревня, город, леса и озера. Ни матери, ни сестренки я о своем приезде не сообщал, поэтому меня никто не встречает. Во дворе, мощенном круглым булыжником, сохнут белье и сложенные дрова. Прогуливается кот. Больше ни одной живой души. День во всем своем летнем великолепии. Кто же в такую погоду станет сидеть в квартире или во дворе? Своего ключа от квартиры у меня уже нет, поэтому иду к матери на работу. Сколько я себя помню, мать всегда работала в аптеке. Когда отец впервые отвел меня к маме на работу, я ее не узнал. Белая с ног до головы, она выглядела чужой и отпугивала. От нее исходил сильный запах каких-то лекарств, который оглушил меня и довел до слез. Я не мог признать свою маму в женщине в белом халате и шапочке. Ей постоянно сопутствовал запах лекарств. Иногда, даже переодевшись в домашнюю одежду, она продолжала источать эти запахи, и в таких случаях мне не хотелось подходить к ней. Поэтому я избегал визитов к матери на работу. Даже сейчас, уже взрослый, видя мать в белом халате, я с трудом верю, что это она. Худощавое лицо, просить у висков, очки в тонкой металлической оправе и корректная прохлада в голосе. Такова моя мама. Ее глаза не глядят на людей. Она спокойно скользит взглядом по прилавку и останавливается на моих руках. Не обнаружив в них рецепт, она спрашивает «Что угодно?» «Мне Маргариту Лепу». В первый момент она возмущается, но, подняв глаза, узнает меня. «Ты, сынок, ну как ты можешь? Нацепил какие-то страшные очки. Ты вернулся насовсем или только в гости?» В голосе матери слышится и тревога, и надежда. Она хотела бы, чтобы я всегда жил рядом с ней, под ее надзором. Тогда ее душа была бы спокойной. После ухода отца она никак не может смириться с тем, что я тоже отдаляюсь. Ей кажется, что именно я теперь должен быть дома и взять на себя заботу и ответственность. Я понимаю, что мама устала от жизни, от ударов судьбы, которых она не заслужила. Это так. Она не виновата. Но чем я могу ей помочь? Не в моих силах что-либо изменить. Жить в атмосфере нашего дома я просто не могу и не желаю. Хотя мне жаль маму, и я хотел бы что-нибудь сделать для нее. нет, отвечаю я, я приехал вас навестить на несколько дней. Где Сандра? Она теперь работает, едва закончила школу, поступила на работу в комбинат бытовых услуг, хочет до вступительных экзаменов что-нибудь заработать. Голос у матери грустный, озабоченный. Она, видно, чувствует себя виноватой в том, что не смогла обеспечить нам легкую жизнь. Не горюй, мама, несколько недель ерунда. Если она поступит, тебе о ней не придется заботиться. Я добавлю ей кое-что к стипендии. Тебе самому будут нужны деньги. Еще надумаешь жениться. Не исключено, мама, все может быть, говорю я. Разве ты уже присмотрел кого? Пока нет, но это недолго. Я стараюсь быть легкомысленным. Первую попавшуюся не бери. Девчат достаточно. Немалом, соглашаюсь я. На танцах сидят вдоль стенок, как воробьи на проводе. Мать почему-то держит и поглаживает мою руку. Она выглядит состарившейся, сникшей и озабоченной. «Я останусь одна», тихо говорит она. «Страшно подумать. Даже сейчас, если Сандры вечером нет дома, я не знаю, куда себя деть. А уедет в Ригу, за нее ты не должна беспокоиться. Взрослая девица выше тебя вымахала. «Да я не о том. Я боюсь одиночества. Мне кажется, что стены давят на меня, так и сплющивают. Здесь не место для такого разговора. Я вижу, что после меня в аптеку вошли две тетеньки. Наверное, им что-нибудь нужно, раз не уходят, ждут. «Мам, во сколько ты кончаешь работу? Я тебя встречу». Она думает, что начальница отпустит ее на час раньше. Я обещаю после обеда ждать ее. Глава тридцать девятая Прохаживаюсь по магазинам, покупаю себе туфли и кое-какие мелочи для матери и сестренки. В моем распоряжении никогда не было большой суммы денег. Пока не было. Я никогда их не копил. Как только получаю деньги, сразу же трачу. Я понимаю, это неправильно, но ничего не поделаешь, если потребности обычно повыше возможностей. Вот и сейчас хорошо бы купить новый костюм, магнитофон, транзистор, какие-нибудь колеса. Долго ли я буду бегать на работу пешком или садиться на мотоцикл Орупа? Я прекрасно понимаю, что придется подождать. Сандра наверняка поступит в вуз. Ее надо будет хоть немного приодеть, чтобы она в Риге не выглядела хуже других. Сама она за эти несколько недель мало что заработает. Значит, нечего ныть. Вскоре все наладится. Ждать, конечно, скучно, но другого выхода нет. Я прячу деньги в карман, хотя соблазн потратить их велик. Магнитола Сигма на полке так и просится мне в руки, но 300 рублей это ее цена, все мои сбережения. Становится еще жарче. Я брожу по улочкам в надежде встретить кого-нибудь из своих школьных товарищей, потрепаться, узнать городские новости, но, как назло, никто не попадается. Вижу несколько ребят помоложе меня. Я их смутно помню по школе, они тогда учились в седьмом или восьмом классе. Но как начать разговор, если я даже имена их забыл? Помнят ли они меня? Вполне возможно. Младшие всегда лучше помнят старшеклассников, чем наоборот. Но помнят ли именно эти двое меня? Они, правда, осматривают меня с ног до головы, но все же не здороваются и не приближаются. Напротив, пошептавшись о чем-то, они хихикают и уходят. Получается, что мне нечего делать. Просто так слоняться я не умею. Поэтому решаю еще немного погулять, хотя похоже, что ничего нового в нашем городе я не увижу. Душно. Не малейшего дуновения ветра, которое разогнало бы тяжелый смрад бензина и раскаленного асфальта, плотно легшего на улицы, скверы, площади городка. Народу мало. Все или на работе, или в деревне, возле рек, озер, я уже не надеюсь никого встретить. А хотелось бы поговорить о прошедших годах детства, о беззаботных шалостях подростковых лет. Эти воспоминания почему-то нагоняют легкую грусть, даже хандру, которая давит и душит не меньше знойной погоды. Я сижу у городского пруда и смотрю на белую лебедь, за которой плывет ее серо-коричневый выводок. Глава семейства стоит на берегу и лениво поглядывает вокруг. Я вспоминаю, как однажды мы с соседским иммантом ловили в этом пруду карасей. Нас поймал директор краеведческого музея и грозился отвезти в школу или к родителям. Все кончилось слезами и клятвами никогда больше так не делать, только бы он нас отпустил и не сообщал об этом ни в школу, ни родителям. В те годы мы еще очень боялись своих учителей и родителей. С годами страх исчез. Но разве я теперь меньше уважаю своих бывших учителей и родителей? И вместе с ними все старшее поколение? Просто я повзрослел, и для меня больше пробовал все, но ни в одном не нашел той сладости, о которой грезилось в детстве. Все иначе. И не так прекрасно, как тогда казалось. Может быть, поэтому взрослые и смиряются, становятся равнодушнее. Правда, не все. Но все в чем-то разочаровываются, чего-то не достигают. Жизнь редко кому дает столько благ, сколько он хотел бы получить или мог взять. В наши дни люди не подготовлены к этому. С детских лет нам внушают, что у нас солнечное детство, что перед нами открыты все дороги, и надо только идти по любой из них и достигнешь своей цели. Но ведь это не так. Много ли у нас счастливых семей, счастливых детей? Очень мало. И откуда им взяться, если столько родителей разводятся, некоторые даже по два-три раза. Я хорошо знаю атмосферу разведенных семей. Спасибо нашей матери за то, что она была так сильна, не запила, не стала путаться с разными мужчинами. Сандра будет поступать вуз, наверное, она поступит, но я знаю, что некоторые мои одноклассники не поступили. Не потому, что они плохо учились, не хватило половины балла. Конкурс. Из шести нужен один, относительно лучший. Что делать остальным? Одни уходят в армию, и потом они имеют льготы, другие поступают через год еще раз, третьи идут туда, где нет конкурса. Стало быть, приспосабливаются, отказываются от своего идеала, потому что жизнь этого требует. Я считаю, что все специалисты с высшим образованием фанатики. Они заранее знают, что будут получать небольшую зарплату и нести большую ответственность. В нашей стране на первом месте пролетариат, труженик, соль земли, производитель материальных ценностей. Я принадлежу и хочу принадлежать к этой категории. Остальное надстройка. Дунул и нет. Но крепкий торс всегда удержит маленькую головку. А в фантастических романах человека будущего часто изображают напротив большеголовым и маленьким. Смешно. Всему основа тела, которое стабильно держится на земле, а не голова, которой управляет вертлявая шея. Я смотрю на семейство лебедей. Сколько этих серых созданий станут настоящими лебедями? Может быть, все их холят? Всем им даны одинаковые возможности. Но станут ли они действительно лебедями или останутся всего лишь птицами в пруду, хорошо ухоженными и откормленными птицами для пейзажа? Сегодня со мной творится что-то неладное. Может быть, виноват и знойный день и одиночество? Я не знаю. Мне грустно у пруда моего детства. Грустно и тесно. Надо вставать и идти. Глава сороковая Не знаю, сколько я бродил потомным от жары улочкам нашего городка. Останавливаюсь в тени церковной башни и не могу решиться идти домой или ждать, пока придут мать с сестрой. А может быть, разыскать сестру, вдруг у нее сейчас мало работы, можно поговорить. Мне хотелось бы видеть, чем сестренка занимается, какие у нее обязанности, хотя мое внимание привлекает легковой автомобиль, останавливающийся неподалеку, и мужчина, который из него выходит. Он что-то говорит человеку за рулем, видимо, о чем-то договариваются. Я узнаю его сразу. Та же спортивная осанка, только волосы на могушке сильно поредели, и спина чуть сгорблена. Возможно, по этой причине он выглядит ниже, чем казался прежде. Он идет в мою сторону, но, видимо, так занят своими мыслями, что даже не замечает меня. Я для него один из тех молодых людей, которые от безделья шляются по улицам. Его лицо за это время все же несколько осунулось, черты стали резче, глаза запали глубже. В первое мгновение я хочу пропустить его мимо, раз уж он меня не замечает, пусть себе ступает. Я не видел его годами, он никак не интересовался мною, так же, как не... Но что-то во мне напрягается. Я ощущаю нечто вроде жалости и сочувствия. Он не выглядит счастливым. Это пожилой человек, согнувшийся под тяжестью жизни. Похоже, он напрасно пытается ее сбросить. Мне ничего не надо от него. Я не могу позволить ему уйти, исчезнуть. Возможно, на всю оставшуюся жизнь, если только случай опять не сведет нас. Но вдруг я решаю поступить иначе. Хорошо, пусть будет. Он забыл нас, исключил из своей жизни. Но я, будучи его сыном, иногда вспоминаю о нем, думаю, хотя и с презрением, с болью и обидой за его черствость и глухоту. Возможно, даже, что я его еще люблю и просил бы, если отец он в самом деле вздрагивает и втягивает голову или мне это только кажется. Неужели он хочет пройти мимо меня? Почему он смотрит на меня, как на чужого? Возможно, что три года, армия, мой возраст, может быть, я так изменился, что или его потрясло мое обращение, чужой взрослый человек? Смотри, как судьба распорядилась, что мы встретились, папуля. Я так давно тебя не видел, верно, папочка? Во мне кипит месиво злобы и жалости, когда я особо подчеркиваю слово папочка. Мне хочется посмотреть, как он отреагирует на это. Неужели он втянет голову еще сильнее и покраснеет? Это ты? Да, это я, твой сын. ты меня не узнаешь? Он действительно выглядит смущенным, мой папаня. Это одновременно и трогательно, и смешно. Посмотрим, посмотрим, что он теперь будет делать. Обнимет? Подаст руку? Нет, он преодолевает свое смущение, берет меня за локоть, проходится взглядом по моей фигуре, не то оценивая, не то восторгаясь, как будто только что узнал меня. Действительно, кто бы мог подумать, ты перерос меня, правда, великолепно. В его голосе звучит гордость, но радость, радость за меня, искренняя ли она, не наиграна ли? И искра, зажегшаяся в его глазах, не гаснет ли, не начинает ли он прикидывать, во что обойдется ему эта встреча? Я охотно развеял бы его тревогу, но не знаю, что сказать. Встреча так неожиданна. В армии и после демобилизации думал я о своем отце как об абстрактном существе, а не как о реальном человеке. Теперь, когда он стоит передо мной, мельче ростом, тщедушнее, старше, чем я его помню, я чувствую, что я выбит из колеи. Это одновременно мой отец и не он. Я очень рад тебя видеть. Теперь ты уже большой, совсем большой и взрослый. Я не знал, что ты демобилизовался. Смешно. Разве он вообще после своего ухода что-нибудь знает обо мне? Хотел ли знать? Жаль, очень жаль, но я спешу. Я приехал по делам на несколько часов. В пять часов меня будет ждать машина. До того я должен все успеть. Мне кажется, что я его понимаю, но на этот раз, черт побери, будет по-моему. Я сын своего отца или нет? Нет, папочка, так я тебя не отпущу. Мы не виделись... Да, сколько же мы не виделись? Лет пять или больше? Не так долго, три года. Разве три года по-твоему мало? Папочка, ты думаешь, сколько всего можно передумать за три года? Ты совсем не думал за это время? Он выглядит чуть испуганным, но быстро приходит в себя и пытается иронизировать. Думать это не работа, это развлечение для тех, кому нечего делать. На тех должностях, которые я занимал, от меня требовали работу, а не созерцание, и поэтому я спешу. Папуля, в чрезмерные спешки ты можешь попасть не туда, куда следует. Что это значит? Только то, что я твой сын, и мне 21 год. Ты это признаешь? Ну, конечно, почему ты об этом спрашиваешь? Но, папуля, неужели ты ничего не понимаешь? Мы не виделись более трех лет, и теперь, после трехминутного разговора, ты хочешь мне внушить, что... Ничего я не хочу внушить. Всему свое место и время. Я приехал по рабочим делам. Тогда, года три-четыре назад, ты тоже ездил по рабочим делам. Только тогда отсюда туда, а теперь наоборот. Тогда ты за рабочими делами наладил и свою личную жизнь, успел познакомиться со своей будущей женой, развестись с мамой и заново жениться. Неужели ты думаешь, я поверю, что у тебя в запасе нет более трех минут? Один раз в три года? Действительно? Я вижу, что он колеблется. Может быть, ему неудобно? Отец отворачивается и напряженно смотрит на церковный крест. Может, этот крест пробуждает в нем какие-то мысли? Как мало я знаю о нем. И разве он обо мне знает больше? Может быть, он не хочет ничего знать? Никогда не хотел? Не может быть. Когда-то все было иначе, я хорошо помню. Тогда у нас было много общего, и тогда тоже он был человеком занятым, но все же у него оставалось время и для семьи, для детей. Но потом вдруг все резко изменилось. В короткий срок отец преобразился, стал чужим, грубым. Наверное, его мучила совесть. Чтобы оправдать себя, он искал вину в нас и в матери, и потому стал несправедлив, нервозен и нестерпим. Не думай, папочка, так долго. Я приглашаю посидеть полчасика. Да, я предлагаю выпить со мной кружку пива. Почему нам, как грешникам, стоять у церкви, когда мы можем зайти в пивной бар здесь же, рядом на улице Пилс? Ты помнишь его? Или в твое время его еще не было? Наверное, не было. Я его открыл после армии. Вполне приличное заведение. Я вижу, что отец сомневается. Он удивлен и смущен, но на часы уже не смотрит. Мне кажется, что я его понимаю. Не бойся, я не стал алкоголиком, хотя такая возможность всегда существует. Я тебя не скомпрометирую. У меня действительно мало времени, только полчаса. Меня ждут. Все же он не выдержал и глянул на часы. Бедняга мой сознательный отец. Мы идем в подвальчик. Это за углом. Внутри прохладно, народу мало и даже пиво есть. Учитывая жару, могло быть хуже. Беру две пенящиеся кружки, ставлю одну перед отцом, а сам сужусь напротив него. Отец всегда подчеркивал, что детям нельзя давать алкогольные напитки. До сего дня мы вместе с отцом ни разу не пили пива, уж не говоря о более крепких напитках. Возможно, что в этом он прав. Даже в этот момент меня охватывает такое чувство, что я делаю нечто позорное, такое, что мой строгий отец осуждает. Похоже, что он и сейчас такого же мнения, потому что неподвижно смотрит на шуршащую пивную пену. Разговор не клеится, мы обмениваемся несколькими незначительными словами, но не для того я повел отца в бар, чтобы болтать о пустяках. Мне хочется знать, каков он, мой отец, которого я не видел три года. Поэтому я с бравадой, возможно, что даже с чрезмерной, поднимаю кружку, ударяю о его кружку и говорю сотни раз произносимые, плоские, но всегда вечные слова. За встречу! За встречу! Меня смех разбирает от того, как он сидит здесь против собственной воли и пьет пиво вместе со своим покинутым сыном. Он ведь приехал по делам, а это для него святая святых. Ни слова о том, как мы живем, как сводим концы с концами, как дела у Сандры. Я знаю, что в последнее время он уже не платил алименты, а мать слишком гордая, чтобы жаловаться. Но теперь уже Сандра окончила школу, скоро ей будет 18 лет. Формально никаких претензий быть не может. И не будет. Это я знаю. Папочка, по-моему, ты совсем не рад, что мы встретились. Ты такой большой и взрослый. Я поражен. Но из-за приличия ты все-таки мог бы спросить, как мои дела, чем я занимаюсь. Я думаю, ты обо не ошибаешься. Расскажи, чем ты занимаешься. Работаю механизатором в Муншниеках. Знаешь? Да, приходилось там бывать. Ну вот. А Адзил, ну еще помнишь? Он там теперь главным агрономом работает. Секретарь парт организации. Давно с ним не виделись. Приезжай как-нибудь. Он тоже тебя помнит. Мы с ним неплохо ладим. Хотя поначалу казалось... Ну теперь все в порядке. Давно он там работает? Я не знаю, но несколько лет уж точно. Вместе с семьей? Да. У него была дочь твоего возраста? Да, Марута. Тебе она нравится? Нравится. Только это похоже не имеет никакого значения. Почему? Длинная история. А ты расскажи вкратце. Может посоветуй что-нибудь? Вряд ли. Видишь ли, у нас у каждого уже есть свое прошлое. Не вникая в подробности. Все же отец настаивает, и я, совершенно не желая того, рассказываю ему о сигне. Ничего не скрываю. Переживания последнего времени накопились, душа просит исповеди, и кому другому мне это рассказывать? Выслушав меня, он заключает... Это не делает тебе чести. Ты соблазняешь одну девушку, когда на самом деле готов увлечься другой. Я вынужден признать, что он прав. Что ты мне советуешь? Современные молодые люди знают больше нас, стариков. Зачем же ты меня расспрашивал, если теперь отказываешь в своем совете? Так часто приходится слышать, что молодые не принимают советов старших, а тут просишь и... Я думаю, что девушка, которая лезет к парню в окно, не очень-то многого стоит. А если она меня любит, что тогда? Это, конечно, все усложняет, но и с этим можно справиться. Так как ты, правда? Как это? Так как я? Ну, ты ведь нас любил, правда? Конечно. О чем речь? Ну, и тогда ты справился. Отрезал, как ножом, и все. Это разные вещи. Их даже сравнивать нельзя. Я думал, ты понимаешь разницу. Какую? А вы молодые, все может случиться, но жизнь еще впереди, и ты, и она еще встретите настоящую единственную любовь, которая в мои годы все уже иначе. Ты, конечно, можешь меня упрекнуть в том, что я вас оставил, но ты должен понять, что если мужчина в моем возрасте сознает, что жизнь проходит, а настоящей любви так и не было, что это последнее, я не хотел бы, чтобы ты в своей жизни пережил нечто подобное. выходит ты все объясняешь возрастом. Чем моложе, тем безумнее, легче все пропускаем мимо ушей, а чем старше, тем разумнее, но в то же время все воспринимаем глубже, трагичнее, и любовь, и увлечение. Да. Не принадлежит ли эта теория тебе? До сих пор трагедии любви глубже всего переживали в молодости. Во всяком случае, так описано в литературе, сколько уж мне приходилось ее читать. Страдания молодого Вертера, Ромео и Джульетты, Анны Карениной, Пушкинской Татьяны, старый полковник Хемингуэя, влюбленный в 19-летнюю девушку, мне не кажется привлекательным. И трагизма в этом тоже нет, если только то, что он должен умереть. Немного жаль девушку, а иначе, так сказать, старичок перед смертью захотел чуток вкусить жизни. Как ты говоришь, для него она единственная, настоящая, последняя. То, что последнее, очевидно, но то, что единственная, голая ложь, и что настоящая, сомнительно, в его годы, просто его возбуждает молодое тело, и он жаждет его. Честнее было бы отказаться от этой девушки, а не ты своей молодой жене тоже внушаешь, что она твоя единственная, настоящая и последняя. Не вскакивай, папочка, ты обещал посвятить мне полчаса, прошло только пятнадцать минут, а со дня твоего ухода три года. Что ты от меня хочешь? Правду, без прикрас, и без красивых слов. Я не привык, когда со мной так разговаривают, к тому же собственный сын. Успокойся, я возьму еще пиво. Пока мы разговариваем, в подвальчик заглядывают мужчины, выпивают по кружке другой и спешат дальше по своим делам. Никто нам не мешает. Мы сидим в полутемном углу, где на каменной стене под абажуром горит красноватая лампочка. Она делает лицо отца старым и морщинистым. Оставляю его с поникшей головой, когда ухожу за пивом, и таким же нахожу его, когда возвращаюсь с полными кружками. Он не изменил позу, не пошевелился, даже не реагирует на мое возвращение, когда я ставлю перед ним новую порцию. Мне даже жаль его, но в то же время меня не покидает ощущение, что он не совсем искренен, что он играет воображенную им маленькую роль. Какая огромная разница между тем отцом, которого я помню с детства, и этим мужчиной, который сидит здесь, и будто бы он мой отец, а будто бы нет. Скажи, пожалуйста, ты бывал сколько-нибудь счастлив, когда еще жил вместе с нами? Если не в последние годы, то хотя бы раньше? Отец как бы отрывается от своих мыслей, мгновение глядит, не скажу, что прямо мне в глаза скорее на шрам над бровью и говорит «Да, конечно, а как же иначе? Были мгновения, когда я был счастлив». «С нами, с детьми тоже? Ну, конечно». «Расскажи мне о таком мгновении, когда ты был счастлив». «Мы ведь снова расстанемся». «И когда я буду думать о тебе, я вспомню твои счастливые моменты. До сих пор мне иногда казалось, что ты нас ощущал только как бремя, и поэтому ты смог сразу и все». «Не говори так. Все было очень трудно и тяжело». «Папа, разве ты хочешь, чтобы я тебя пожалел после того, как ты нас не жалел?» Он стискивает зубы и на его чисто выбритых щеках начинает играть желваки. «Это неправда». «Что неправда?» «То, что я не жалел вас». Я растроган. «Как это выражалось?» «Расскажи, говори. Я ведь о тебе так мало знаю. С матерью мы о тебе не говорим, будто тебя и не было вовсе. но каждый про себя думает. Мать, между прочим, долго ждала тебя. Я знаю, она хранила твои вещички, часто на них смотрела. Я не смог вынести и сбежал из дому. Ты знаешь, что я не окончил одиннадцатый класс и стал механизатором? Да, знаю. Кто тебе сказал? Мать? Нет, я узнал. От посторонних? И тогда тебе стало меня жаль. Почему? Я ведь стал самостоятельным, не сидел больше у матери на шее и не валял дурака. У нее тогда с деньгами было туго. Ты меня упрекаешь? Нет, я только хочу знать, когда тебе было нас жаль. Я уже сказал, что я о тебе так мало знаю. У тебя есть какие-нибудь воспоминания обо мне, о Сандре, о нас всех? Ты хочешь, чтобы я раскрыл тебе свое сердце? Да, папа, кажется, ты начинаешь меня понимать. Я не сумел так сформулировать. Это так. Я хочу, чтобы ты открыл мне потайные мысли о нас, о своих детях. Я думаю, со своей молодой вряд ли ей понравится. Но в мыслях тайно ты ведь иногда бываешь с нами, и тогда тебе грустно, потому что не с кем говорить. Да. Ты сказал только, что бывал счастлив с нами. Когда мы были маленькими. И тогда тоже, когда ты нас повез в Саул Красты показывать море? Да, может быть, тогда сильнее всего. Я тоже это помню. Мне кажется, мы все тогда были счастливы. И мама тоже. Когда она загорала, она была похожа на совсем молоденькую девушку. Примерно такую, какая сейчас Сандра. Да. И ты в дюнах бегал на четвереньках и изображал старого слона. Мы с Сандрой сидели на твоей спине, и ты нас нес к морю. Я тебя часто вспоминаю, как старого слона. Но почему-то это у меня началось после твоего ухода из дома. Ты тоже это помнишь? Да. слон. читал, что слоны очень верные. Если они кого полюбят, то это на всю жизнь. Может быть. Ты своему младшему сыну тоже изображаешь старого слона? Нет. С ними у тебя все по-другому, правда? Да. И поэтому ты с ними более счастлив? Так ты сказал? Не надо сравнивать. Я понимаю. Я замучил тебя своими вопросами. Ты едва отвечаешь. Но за три года их много накопилось. Ни с кем другим я об этом не могу говорить. Я только удивляюсь, что за эти тридцать минут ты не задал мне ни одного вопроса. Ты знаешь, как дела у Сандры? Как ее дела? Она работает в комбинате бытовых услуг, зарабатывает деньги на зиму, готовится поступать в университет. Да. В последнее время с деньгами у меня было плоховато, я не мог посылать. И впредь, очевидно, будет так же трудно. видишь ли, я должен это знать, потому что если Сандра поступит, на одну лишь стипендию ей не прожить. Кто-нибудь должен будет ей помогать. зарплату матери ты знаешь свою тоже, но учитывая твои финансовые затруднения, ты ведь хотел бы, но правда, папа, видишь, как мы понимаем друг друга. Хорошо, я не буду тебя провожать, что-то стало грустно. Все же я смотрю на тебя без ненависти. Если у тебя в жизни когда-нибудь что-нибудь помни, у тебя есть сын. Заезжай. Да, разреши мне пригласить тебя на мою свадьбу. Ты удивлен? Я тоже. Я действительно еще не знаю, на ком женюсь, но когда-то ведь это случится. Ты приедешь? Киваешь. Ну, там будет и Сандра с мамой. Захочешь ли ты их видеть? Да. Ну, тогда будь здоров, старый слон. Он ушел. Встал и ушел. Пора уже было идти, если он действительно хочет решить свои многочисленные и неотложные дела. Мне только показалось, что когда он встал, у него передернулось плечо. Мой бедный отец. Я так и не знаю, стал ли он более счастливым своей новой жизни и значим ли мы что-нибудь для него. Я Сандра мама. А может, он чувствует себя старым пересаженным деревом, опиленным до уродства и не способным пустить корни на новом месте? Я расплачиваюсь и тоже ухожу. Глава сорок первая. Меня зачислили в оперативную ремонтную группу. В ней водитель и мы, трое механиков слесарей. В нашем распоряжении автомастерская, с которой мы ездим из конца в конец повсюду, где работают люди и ломаются машины. Нет дня, чтобы для нас не нашлось работы. Если ничего не случается в поле, то в механических мастерских всегда нас ждут моторы, прицепы, тракторы, нуждающиеся в срочной починке. Мои товарищи опытные мастера, они годами учились распознавать механизмы, угадывать их болячки, исправлять поломки, заменять изношенные шестеренки и узлы. Мне кажется, что эти промасленные мужчины умнее врачей и фельдшеров, которые, одетые в белые халаты, ходят с глубокомысленными физиономиями. Мои товарищи хорошие старики. Они уверены, что нет таких машин и нет у машин таких дефектов, с которыми они не справились бы. Если только ракеты. Но их они тоже освоили бы, подпусти только, посоображали, прикинули бы и пошло бы дело. Если какая-нибудь машина все-таки стоит, то это не вина ремонтников. Нет запчастей и изготовить их это не в наших силах. Они великолепны, мои мужики. Я для них мальчишка, сынок, начинающий. Так они меня и называют. Но в целом они относятся ко мне добродушно и опекают как могут. Быть может потому, что я не задираю нос и не даю понять, что я тоже что-то умею и знаю. Мои учителя любят показать свою мудрость и опыт. Я для них хороший ученик. Мне даже кажется, что они соревнуются между собой, кто старики от этого чувствуют себя еще мудрее. В какой-то день, когда мы на поле чиним агрегат для измельчения травы, подъезжает Марута на Ниве и сообщает, что на другом конце колхоза стал трактор. Наверное, у него выскочила набивка или букса, она точно не может сказать, но Дзилна велел передвижной мастерской сразу явиться туда и сделать все возможное. Наш агрегат это не сложно, поэтому старики оставляют меня доделать работу, а сами уезжают к несчастному трактору. То, что меня оставляют, мне нравится. Наверное, уж они за эту неделю убедились, что за мною глаз не нужен. Через полчаса с лишним агрегат работает. Гляжу на Маруту, которая никуда не уехала. Она обещает подождать меня, чтобы потом отвезти к мастерским. Это мне по душе, потому что отсюда до центра несколько километров. Пока я работаю, мы разговариваем. Почему-то я слегка взволнованный тороплюсь. Мне не хотелось бы, чтобы Маруте надоело ждать, и она уехала. Но хотя я понимаю, что на ее благосклонность мало надежды, мне все-таки хотелось побыть с ней наедине, подольше побыть вблизи нее. Что тогда я стараюсь не смотреть в ее сторону, и в то же время не могу преодолеть желание видеть ее, взглянуть, что она делает, и не ушла ли. Марута сидит в тени ольхи и покузывает былинку. Она ждет. Наверное, она ничего в машинах не понимает, но у меня такое чувство, как будто она самый строгий, самый знающий инструктор, замечающий малейшую погрешность или неловкость. Я знаю, что ошибок не совершаю, что действую правильно, и все же хочу, чтобы мои действия выглядели ловкими и красивыми. Я почти завершил работу, когда вдруг вспоминаю Асигне. В ее глазах я никогда не старался выглядеть лучше, чем я есть на самом деле. Даже напротив, я часто совершенно откровенно валяюсь в постели, ленюсь. Разве оценка Марута для меня важнее? Не хочется в этом признаться, особенно если вспомнить наш разговор в ее квартире. Я не ее кадр. У нее, видишь ли, был другой. И если верить Сигне, то какой-то городской идиот. Красивый, элегантный, но глупый. И чего я пыжусь? Я для нее ничего не значу. А хотел бы. Только вряд ли Марута станет оценивать меня по труду. Интересно, по каким показателям она выбирает себе ребят? Надо будет спросить. Во всяком случае, они, наверное, должны быть в фирменных джинсах, стройными, возможно, умными. Но на это и я способен. Возможно, не хватает утонченности? Пожалуй. Разве рабочий может быть утонченным? Я во всяком случае не могу. Значит, ничего не получится. Я стараюсь напрасно. Работа закончена, и мое внутреннее волнение прошло. К черту! Ничего мне от этой Маруты не надо. Могла и не ждать. Я и сам добрался бы до центра. Вставай, начальница, если хочешь меня подвести. А может, передумаешь, я не такой чистый, могу перепачкать мягкие сиденья. Ничего, это рабочая машина председателя. Руки только вытри. Я собираю свои немногие инструменты. Марута заводит мотор. Едем. И куда ты меня повезешь? Туда, куда тебе надо. Надо? Ты что, ждала только потому, чтобы отвезти меня к ремонтникам? Она кидает пытливый взгляд в мою сторону и не отвечает. Могу думать, что хочу. Марута. Да? Ты очень спешишь? Ну, так. А что такое? Съездим к реке? Не смотри на меня с таким подозрением. Сыч велел мне работать меньше. Я ведь на больничном, так что, конечно, если можешь. Она не отвечает. Ясно. Провал. Не надо. Просить не стану. Подумает, что я врезался в нее по уши. еще засмеет. Ничего не выйдет. Что ты здесь летом делаешь? Мне нужна практика. И здесь я ее в какой-то мере осваиваю. И тогда, когда катаешься на ниве, как сейчас? Конечно. Все, что касается организации труда, меня очень интересует. Будущий агроном должен быть и хорошим организатором. Нива тут ни при чем. Я могу ездить на мотоцикле. Какая ты техническая женщина? Отнюдь нет. Я в моторах ничего не понимаю. Умею только ехать. Езда не доставляет мне никакой особой радости. Это просто средство, при помощи которого можно быстро попасть туда, куда нужно. Так что все очень рационально. Никакой романтики. Странно смотреть на женщину, у которой нет ни капельки романтики. Я этого не говорил. Я не нахожу романтику в езде на автомашине. А в чем ты ее находишь? Маруто не отвечает. Наверное, не надо было об этом спрашивать. Она как бы уходит в себя и замыкается. Я встревожил ее своим неосторожным вопросом. Наверное, задел больную струну. Хотелось бы возобновить разговор, но я не знаю как. Обращаю внимание, что мы едем не к центру, куда-то свернули. Решая ни о чем не спрашивать, видно будет, куда она меня привезет. Странно. Я могу не говорить. Мне достаточно ее близости. Время от времени поглядываю на ее задумчивый профиль. В моем понимании она красива. Именно такую я представляю себе девушку, молодую женщину, которую хотел бы назвать своей. Она могла бы ехать далеко, я ни о чем бы не спрашивал. Но далеко мы уехать не можем, нами река и дорога кончается на поляне около леса. Маруто выходит и, не оглядываясь, идет к воде. Она сбрасывает сандалии, по щиколотку заходит в воду и медленно идет против течения. Я иду следом. Почему она прикидывается, что не видит меня? Ладно, я тоже могу ничего не говорить. Интересно, как долго она выдержит? Нет, молчание не длится долго. Она останавливается, почему-то глядит на меня вприщур, как будто видя меня насквозь. Почему ты идешь за мной? Ты ведь хотел купаться? Или я тебя не поняла? Нет, ты все поняла. Но я думал, что ты тоже будешь купаться. У меня нет купальника. Да, но ты хотел сказать, что это не преграда? Да. Нет, я не предстаю обнаженной перед каждым мужчиной. Я не это имел ввиду. Мы могли бы плавать каждый в своем заливе. У меня нет уверенности, что я не попытаюсь взглянуть на тебя? Да. У меня тоже нет, потому что ты красивая, а смотреть на красоту это не грех. Ну видишь, я тебя поняла верно, иди купайся, я подожду тебя у машины. Иду вниз по берегу, раздеваюсь и бросаюсь в воду. В этом году я мало купался. Река далеко от дома, утром я сплю долго, не успеваю, вечерами возвращаюсь поздно и усталым. Возможно, виновата и моя лень, а днем во время работы редко приходится быть рядом с рекой. Но если повезет, я всегда стараюсь этим воспользоваться. Вода неожиданно теплая. Наверное, потому, что уровень воды в реке сильно понизился. Я плаваю долго. Пусть Маруто ждет. Пусть подождет. Если хотела быть великодушной, пусть будет ею до конца. Когда я выхожу на берег, Маруто лежит на траве и сушит мокрые волосы. Ты все же искупалась? Маруто смеется. Мне кажется, что такой веселой я ее вижу впервые. Она блондинка, а кожа загорелая, правда, не такая темная, как у Сигны. Сигны вообще смуглее, волосы тоже темнее. Зачем я их сравниваю? Почему ты на меня так смотришь? Ты мне нравишься. Если бы ты была моей девушкой, я бы тебя на руках носил. Так же, как теперь Сигны? Зачем ты говоришь о ней? Это совсем другое. Ты так считаешь? Ты это ты, а Сигны это Сигны. Вас нельзя сравнивать? Сравнивать вообще не надо. Но раз уж ты об этом заговорил, то меня интересует ты, Сигна, вы любите друг друга? Ты сразу так высоко берешь, как будто это имеет значение. Я чего-то не понимаю. Объясни мне, что по твоим понятиям имеет значение? Если бы я тебя встретил первый, видишь ли, я скоро уеду, а Сигны и ты и вы останетесь. Мне жаль, если я немного вскружила тебе голову. Я удивлен, что ты об этом говоришь так спокойно. Видишь ли, я уже несколько обожглась, поэтому не воспринимаю всерьез все, что мне говорят. Мы слишком мало знакомы. Ты мне казался серьезным и уравновешенным, но после того, что ты тут наговорил, я должен был тебе сказать это, чтобы потом не жалеть, что прошел мимо тебя. Ты сама говоришь, что скоро уедешь. Как же я мог ждать, если бы ты осталась? Я ложусь рядом с ней, и мне хочется спутать ее влажные волосы и гладить их. Я вернусь после окончания академии. Ты знаешь, так долго не ждут, даже женщины так долго не ждут, а о мужчинах и говорить не стоит. Можно подумать, что академия находится на другом континенте. Валдис, все это не имеет значения. Ты мне не ответил насчет Сигны. Она любит тебя, я знаю. Я не из тех женщин, которые способны ограбить свою подругу. За кого ты меня принимаешь? И кто ты сам в таком случае? После того, что ты сейчас сказала, я должен сквозь землю провалиться, сыпать пепел на голову и вообще уже не сметь называть себя человеком. Но неужели так трудно понять, что твое появление для меня все равно, что вспышка метеорита, яркая, неожиданная, удивительная. Я сам не знал, что так бывает. Ты та девушка, та женщина, о которой я мечтал, которую я ждал, но тебя не было. И эту пустоту заняла Сигне. И теперь ты хочешь, чтобы я заняла свое настоящее, мне назначенное место, в котором расселась другая? Я сказала, что это невозможно. И я удивляюсь твоей самоуверенности. Откуда ты взял, что мне нужен именно такой, как ты? Разве я давала тебе повод думать, что ты мне необходим? Нет, извини, ты не давала никакого повода. Ты вообще из дерева или камня, жестяная кукла, без сердца. Разозленно я пытаюсь ее задеть. Спасибо. Во всяком случае, откровенный разговор. Очень. Совсем по-мужски. Если девушка тут же не виснет на шее, то ее можно обозвать как угодно. Какие вы все одинаковые. Мне больно, что она так обо мне говорит. Наверное, в своем ослеплении я возомнил, что я лучше других. Мне кажется, я мог бы таким быть, но этот проклятый разговор повернулся куда-то не туда. Будучи задетым, я говорю не то, что думаю, не то, что хочу ужалить, унизить. Маруто встала. Она стоит недолго, глядя в сторону леса, и мне жаль, что я не могу попросить поделиться со мной тем, что она обидит и думает. Я не отвожу взгляда от ее фигуры, от босых ног, при виде которых у меня начинает биться сердце. Но Маруто уходит, и я не знаю, можно ли мне идти за ней. Жду, когда она вернется. Глава 42 Купил себе велосипед. Больше без него не мог обойтись. Теперь чувствую себя свободнее. Могу съездить не только в столовую, но даже в поселок. Я не хочу, чтобы Сигна заботилась обо мне и кормила меня, хотя она, видимо, никогда не считала это для себя обременительным. Я стараюсь избегать ее, по возможности меньше появляться в кухне урупов. Начинаю прикидывать, как мне уйти из этого дома. Я понимаю, что мне ни к чему где-либо появляться Сигны. Мой уход дал бы ей возможность понять, что все случившееся между нами чистая случайность. В конце концов, девушка, которая ночью зарезает в окно к парню, сама во всем виновата. Все нормально. Так бывает. И не только с нами. Так бывает со многими. Конечно, это не оправдание, но все же легче, когда знаешь, что другие тоже ошибаются, причиняют друг другу больше зла, чем... Я очень надеюсь, что Сигна сравнительно легко переживет то, что я ее покину. Мне кажется, что наши отношения только начинались, поэтому и расставание не должно быть тяжелым. Я интересовался квартирным вопросом. Не обещают в ближайшее время. Сыч тоже не обещает. Я так и знал. Те квартиры, которые весной, когда я сюда пришел, пустовали, теперь заняты семейными. Свободных комнат тоже нет. комнату. Имеется несколько брошенных домов, но все далеко. Говорят, они сильно запущены и требуют ремонта. Сейчас, в пору сбора урожая, о ремонте и речи быть не может. Ни у кого нет свободного времени. У меня тоже. Если только поздней осенью или зимой. Но могу ли я так долго ждать? Думаю, что не стоит. Лучше быстрее. Поэтому я ненавязчиво спрашиваю, не сдают ли кто комнату. Положение глуповатое, ведь все знают, что я живу у Орупов. Как только я заговариваю о комнате, сразу же начинаются расспросы, в чем дело, разве меня выселяют. Все знают также, что Генри напал на меня из-за сигны, и поэтому наши имена теперь часто произносят вместе. Во всяком случае, я хочу уйти из дома Орупов, пока Марута еще не уехала. Пусть она видит, что я больше не живу у Орупов. Я не уверен, что в ее отношении ко мне что-нибудь изменится от этого, но поступить иначе я не могу. Я должен сделать все, чтобы Марута стала моею. Впервые в жизни я понимаю, что люблю. И ничто, ни ее прохладная сдержанность, ни ее прошлое не в силах меня остановить. Тогда, когда я узнал о прошлом Маруты, я, правда, пережил некоторый шок. Почему-то я представлял, что у девушки, которую я полюблю, до меня никого не будет. Я ее представлял красивой, чистой, первозданной и единственной. Но жизнь доказывает другое. У нее тоже есть свое прошлое, свои переживания, о которых лучше не думать. Разве она виновата? И да, и нет. Потому что Марута была слепа, доверяясь этому негодяю. Единственное оправдание в том, что она была молодая и наивная, и поэтому полюбила его. Мне не хочется сравнивать Сигне и Маруту, так же, как себя с тем типом. Я стараюсь об этом не думать, но это не удается. Что-то надо делать, чтобы в голову не лезли различные мысли. А как поступить, я не знаю. В один из вечеров, когда я прихожу домой пораньше, Сигне встречает меня с сияющими глазами, от которых мне делается чуть страшновато. «Я тебя ждала», говорит она и смолкает, но я вижу, что она не все сказала. Я не желаю слышать никакого продолжения. Отвечаю что-то неопределенное, но она не отступает. «Ты знаешь, что мы сделаем?» Я пожимаю плечами стараюсь пройти мимо нее, пройти в свою комнату, куда ко мне никто не зайдет, но Сигне преграждает мне путь, и глаза ее лучатся. «Я ждала тебя», повторяет она громко и радостно. «Что мне делать с обезумевшей девушкой?» «Ты что, совсем не рад?» спрашивает она. «Я хотела тебе что-то сказать». «Лучше не надо», говорю я и стараюсь быть холодным и неприступным, «У тебя плохое настроение? Что-нибудь случилось?» «Нет». «Так в чем же дело?» «Дело в том, что ты сама должна понять». Сияние в глазах Сигны гаснет, она становится грустной, а у меня такое чувство, что я задушил ее или прнул ножом в сердце. Но все равно надо это договорить сейчас, незамедлительно. то, что было между нами, это недоразумение. «Ты не любишь меня?» Я качаю головой. «И хочешь, чтобы я больше не приходила к тебе?» «Да». «Не знаю, что ощущали другие, расставаясь, какие слова говорили друг другу, но у меня такое чувство, что я совершаю подлость». «Хорошо. Хорошо. Я сейчас пойду. Только скажи мне, ты в тот раз врал, что любишь меня». Я не хотел врать, но так получилось, да? «Этакая милая ложь на коротких ножках, да? За это не следует обижаться, верно? Так ведь? Ты сама меня заставила. Тебе это казалось важно?» «Да, мне теперь кажется так же. Разве для той девушки, которая тебе нравится, это не важно?» «Я не знаю». «Маруто не такая, ты ошибаешься. Она может натворить самые большие глупости, но только в том случае, если будет влюблена. Я ее знаю». «Маруто способна вскружить голову кому угодно, но ты не думаешь, что она легкомысленная». «Я не хочу продолжать этот разговор». Сигна испуганно глядит на меня, потом выходит и тихо закрывает за собой дверь. Я падаю на кровать. Мне жаль Сигне, но вместе с тем я сержусь на нее. Она сама виновата. Никто не просил ее влюбляться в меня, тем более влезать ко мне в окно. Не придя она в ту ночь, ничего бы не было. И перед Марутой я предстал быть чистым, как стеклышко». Глава 43 После работы я еду посмотреть на пустой дом, в котором я мог бы жить. Он расположен в четырех километрах от центра, на краю леса, за фермой Циргали. С прошлого года там никто не живет. Наступает серый пасмурный вечер. Так и кажется, что пойдет дождь. Дорога в таких колдобинах, что мне приходится слезать с велосипедом. Я взмок. Останавливаюсь и вытираю солбопод. Иду и толкаю велосипед. Вокруг простираются колхозные поля, пахнет увядающей травой. У меня такое же ощущение, как весной, когда я появился здесь с хлюпающим сапогом. Дорога, правда, сухая, хотя ухавистая и она станет похуже той, на которой мы сделали насыпь. Эту дорогу будет не так легко отремонтировать, потому что, во-первых, она длиннее, а во-вторых, она еще похуже той. Наверное, вселягать по ней можно проехать только на тракторе. Не сошел ли я с ума? Если я стану жить в покинутом доме, мне придется дважды в день ездить по ней на велосипеде, туда и обратно, неделю за неделей, месяц за месяцем. Страшновато. Но другого выхода нет. Я должен идти. Я иду. За фермой дорога становится лучше. Кажется, по ней редко ездят машины. В повороте дороги за рощей виднеется хутор. Сарай развалился. Крыши хозяйственных построек дырявые. Но жилой дом, во всяком случае, издалека выглядит прилично. Обхожу вокруг него. Когда-то это был добротный дом. И сейчас почерневшие сосновые бревна совершенно целы. Подоконники сохранили белизну. Два окна, что смотрят в лес, выбиты. Видимо, кто-то здесь шастал в поисках, чем поживиться, или просто гонимой жаждой разрушения. У дома шиферная крыша, но похоже, что она настилалась давно, потому что ромбовидные красные плиты почернели. Кажется, крыша цела, и это внушает мне надежду, что в доме можно жить. Двор зарос травой, видно, что по нему давно не ходили. Посреди двора колодец. Подхожу и заглядываю в него. Вода где-то глубоко-глубоко. Но сейчас мне почему-то кажется, что главное это вода. Будет вода, с остальными трудностями я справлюсь легко. Я беру ржавое ведро, которое висит на рукоятке и медленно опускаю его в колодец. Цепь разматывается, и я считаю обороты. Наконец, в глубине раздается всплеск. Выждав немного, поднимаю ведро. Вода прозрачная, но в ней плавает какой-то мусор. У колодца нет крышки. Видимо, туда залетают листья. Все-таки пробую воду на вкус. Хорошая, ледяная и бодрящая. Подхожу к двери дома. Заперта. Так я и знал. Это меня смущает. Что мне делать? Взломать дверь? Я никогда ничем подобным не занимался. Взлом двери в моем представлении преступление. Но Сыч, называя этот дом среди тех, в которых я мог бы жить, о ключах ничего не сказал. Может быть, у него их и нет. Ключи могли остаться у прежних хозяев. Но дом принадлежит колхозу. И раз уж сыч сказал. Проникая внутрь через разбитое окно. Большая пустая комната, в углах валяется какой-то хлам, потолок потрескался, штукатурка местами отвалилась. Не очень уютно. Скорее уж здесь мрачно. Иду дальше. Попадаю в темную прихожую, а из нее в кухню с закоптившимися стенами и с черной плитой у стены. Кухня, если побелить, ничего. За кухней еще одна комната, а дальше еще маленькая с зелеными отклеившимися обоями. Обои чистые. Если поправить обои, здесь даже уютно. Два окна, несколько потрескавшийся потолок и недавно крашенный пол. Эта комната мне нравится. Круглая жестяная печь топится из кухни. Да, в такой комнате я согласен жить. Только на чем спать? Ничего подходящего здесь нет. В средней комнате стоит довольно большой стол. Можно, конечно, спать и на столе, а только придется что-нибудь подостлать, иначе жестко. Я решил эту ночь провести здесь, попробовать, могу ли я жить один, вдали от людей и от центра. Вдруг окажется, что одиночество совсем не по мне. Во мне созрела решимость уйти из дома Орупов во что бы то ни стало. Я не должен торчать у Сигны перед глазами, и не столько из-за Сигны, сколько из-за Маруты. Она должна понять, что мои чувства к ней серьезные, а может быть, здесь мне будет совсем неплохо? Больше всего я сейчас озабочен замком. Он старинный и очень простой. Видна задвижка, конец которой входит в косяк. Нужно лишь отодвинуть металлическую планку, чтобы дверь была открыта. Иду искать подходящий инструмент. В комнатах ничего такого нет. Вылезаю в окно и направляюсь к хозяйственным постройкам. В хлеву наверняка ничего подходящего не найдется. Рядом на сеновале тоже. Там лежат лишь ссохшиеся молодые березки, видимо, с прошлогоднего яного дня и остатки сена. За яблонями находится клеть и еще какая-то пристройка. Дверь клети взломана. Здесь уже кто-то хозяйничал. Меня всегда охватывают удивление и жалость, когда я сталкиваюсь с грубостью и цинизмом, с каким люди относятся к домам, к чужому имуществу, к природе и даже сами к себе. Я не знаю, откуда это во мне. Я не психолог, не социолог, не педагог. Я не должен исследовать эти проявления. И все же во мне не пробуждает протест. Я не могу это принять. Я отношусь к такого рода явлениям резко отрицательно. Ищу какое-нибудь орудие, чтобы взломать дверь дома. Захочу, назову этот дом своим. Но меня не покидает ощущение, что я сейчас делаю плохое, недозволенное, преступное дело. К черту! У меня есть разрешение сыча. Если мне понравится, я останусь здесь жить. В щели между бревен засунута тонкая стальная пластинка. Обломок старой пилы. Может пригодиться. С находкой в руке я влезаю в окно и останавливаюсь перед запертой дверью. Немного упорства и дверь открывается. Я стою, возможно, на пороге своего дома. Великолепное ощущение. Прежняя подавленность исчезает, и я, если так можно выразиться, с оптимизмом гляжу в будущее. Мой взгляд останавливается на развалившемся сарае. Дров на целую зиму. Хлев? Хлев нам ни к чему. Мы не станем держать скот. Первое, что надо сделать, смастерить крышку для колодца. Колодец без крышки мне кажется незавершенным, сомнительным, ненадежным. Хлев? Хлев нам ни к чему. Мы не станем держать скот. Первое, что надо сделать, смастерить крышку для колодца. Колодец без крышки мне кажется незавершенным, сомнительным, ненадежным. Понадобятся инструменты, пилы, топоры, стамески, рубанки, еще и лопата, грабли, коса и тому подобное. Допустим, что все это можно купить в местном магазине, но еще нужно привезти. не представляю, сколько денег мне понадобится. Каждый в отдельности эти предметы стоят недорого, но если покупать все сразу, наверное, двумя-тремя сотнями не обойдешься, а больше у меня пока нет. Велосипед, костюм и денежный перевод сестре опять опустошили мои запасы. Деньги сами в дом не приходят. Чтобы заработать их и приобрести все необходимое, нужны терпение и труд. Иной всю жизнь работает больше, чем ему хотелось бы. Возможно, именно в труде и скрыт смысл жизни. Сыночки и доченьки, получающие все готовое, в моих глазах жалкие существа. У них нет цели. Возможно, конечно, что среди них бывают исключения, но мне не приходилось их встречать. В большинстве случаев они умеют только стонать и охать. Если такому утром приходится вставать в шесть или в семь, он будет возиться так долго, что все равно опоздает. Вероятно, они читали и знают больше меня, но чувства жизни, вкуса жизни они не пробовали. В одной из комнат никелированными шарами сверкает кровать. Но на голых пружинах не поспишь. Я не стану пробовать. В другой комнате находится шкаф и стол. Стол, кажется, больше кровати. Если не найду ничего получше, придется спать на столе. Смеркается. И поскольку погода сегодня пасмурная, темнота может наступить очень скоро. Я уже обошел все уголки своего нового имения. Хотелось бы еще сходить к баньке, которая, покосившись, присела на берегу речушки. Но начинает накрапывать дождь и мне не хочется мочить обувь и брюки в мокрой траве. В темной прихожей я обнаруживаю еще одну дверь. За ней находится крутая лестница, ведущая на чердак. Поднимаюсь. На чердаке с обеих сторон большие окна, поэтому видимость пока еще приличная. Здесь довольно много барахла, тяжелый сундук, сломанная прялка, ткацкий станок, мотовила, квашня, хлебные лопаты и бутылки. В другом конце я обнаруживаю склад старой мебели, комод с зеркалом, полки, расхлябанные стулья, скамейки и даже большую разобранную семейную кровать. Широкий матрас от нее прислонен к стене и накрыт одеялом. Видимо, люди, уходя из этого дома, решили, что кровать им еще может пригодиться, поэтому разобрали ее и оставили в надежде, что в удобный момент приедут и заберут. Я срываю одеяло. Матрас вполне приличный. Валю его плашмя и пробую. Пружины слегка скрипят, но спать можно. Таким образом вопрос о моей ночевке решен. Мне, конечно, больше нравилось бы спать в настоящей кровати под одеялом и с подушкой, да еще в комнате с зелеными обоями. Но матрас слишком тяжелый, один я вниз его не снесу. По крыше тихо стучит, шуршит и барабанит дождь. Мои члены наливаются усталостью, я даже не успеваю опомниться, как засыпаю. Просыпаюсь темной ночью. Отнялась рука, которую я положил под голову вместо подушки. Поворачиваюсь, чтобы устроиться удобнее. Не хватает подушки. Стало прохладно, но не настолько, чтобы я мерз. Совсем близко кричит сова. Может быть, она живет в этом старом доме. Или в елях около старой баньки, которую я так и не успела смотреть. Ничего, пусть кричит. Возможно, что впредь по ночам часто буду слышать ее крики. Но я все же надеюсь, что это мое временное жилище. Изменятся обстоятельства, и появится возможность переместить меня ближе к центру и к людям. Сыч с монументом придумает что-нибудь. Отсюда до места моей работы четыре километра. Пока можно ездить на велосипеде, это ерунда. Но когда начнутся осенние дожди, дороги утонут в слякоти, а в низинах образуются такие лужи, что даже пешком не выбраться. Срочно надо покупать резиновые сапоги и водонепроницаемую куртку. Интересно, как мой переезд воспримет Марута. Если я для нее что-нибудь значу, она будет рада. Мне почему-то кажется, что это так. Она неравнодушна ко мне. Все осложняется тем, что она подруга Сигне. У нее принцип. Мне нравятся люди с принципами. В атмосфере вседозволенности мы и так слишком загрязнили свою жизнь. Мне только не хотелось бы, чтобы принципы Маруты были обращены против меня. Это было бы болезненным недоразумением. Но мне кажется, что Марута правильно оценит мой шаг. Верным его найдут и остальные, я думаю, и монумент, отец Маруты. Я стараюсь встречаться с Марутой каждый день. И почти всегда мне это удается. Я пользуюсь тем, что теперь работаю в ремонтной мастерской, стараюсь на места не выезжать. Пусть разъезжают старики. В таком случае в обед я могу сбегать к Маруте. Родители Маруты не находятся в доме, моему приходу никто не удивляется. И правильно. Марута взрослая девушка, студентка, зачем ее караулить? Монумент в последнее время относится ко мне даже приветливо. Он лучше, чем мне вначале казалось. А мать Маруты простая сердечная женщина. Она работает с заведующей почтой. Когда при последней встрече я сказал Маруте о том, что я намерен уйти из дома орков, она сказала, что не стоит делать такие глупости. Но мне кажется, что она сказала это просто так. Чем больше я думаю об этом, тем сильнее убеждаюсь в том, что это были только слова. Даже теперь, лежа на чердаке покинутого дома, я думаю об этом. Интересно, как все сложится дальше? Сейчас я свою жизнь не могу представить без Маруты. Глава 44 Выжидаю, пока монумент вернется в колхозную контору и иду к Маруте. Ее мать в это время должна быть на почте. Если Марута не вздумала скрываться от меня, она будет дома. Это как раз то время, когда я привык у нее пить кофе. Дверь квартиры открыта и Марута меня встречает. Пришел? Я боялась, что тебя сегодня не будет. Я теперь буду приходить так часто, как часто ты захочешь. Больше нет ничего, что заставило бы тебя сомневаться. При этих словах Марута вздрагивает, настораживается. Во всяком случае, она радуется, как я этого и ожидал. Что с тобой случилось? Спрашиваю я. Мне кажется, что ты творишь какие-то глупости. Нет, совсем наоборот. Я ушел из дома урупов. Так я и думала, что ты натворишь что-нибудь подобное. Почему ты так думаешь? Это единственный правильный шаг, который я сделал. Я рассказываю, что пока живу в пустом доме за циргальской фермой. Сыч разрешает мне там жить, если только я хочу. Только дом или хотя бы кухню и одну комнату надо отремонтировать, а также раздобыть кое-какой инвентарь, без которого человеку трудно обойтись. Тогда я могу там жить как отшельник. Я надеюсь, ты сегодня придешь посмотреть мою новую квартиру? Мне очень жаль, но я не пойду. Я ждала тебя, чтобы сказать, что не и это, как говорят на суде, обжалованию не подлежит. Я уезжаю. Мы больше не встретимся. Я не понимаю. Почему? До сентября еще две недели ты сказала, а теперь говорю иначе. Почему? Я ничего не смогу тебе объяснить, если ты сам не понимаешь. Я была тебе лучшего мнения. Не дуйся, мы должны разойтись. Мне с самого начала казалось, что у тебя ко мне какое-то особое отношение. Я ошибся? Да нет. Во всяком случае, ты меня интересовал, но... Скажи, если бы не было Сигны, то есть, если бы она не стояла между нами, ты и в таком случае бежала бы? Не будем говорить об этом. Это пустое. Что могло быть, если бы не было того, что есть на самом деле? Я не знаю, что сказать. Охватывает чувство беды, одинокости. Примерно такое же, как во время ухода отца, когда я с мамой не мог найти общего языка, и дома царило похоронное настроение. Жаль усопшего, но вернуть его невозможно. Маруто. Маруто. Я несколько раз повторяю ее имя, но знаю, что ответа не будет. Я сварю кофе. Она уходит на кухню, открывает кран. Я слышу, как течет вода, как она ходит, потом гудение кофемолки. Все как прежде, только я отчетливо понимаю, что я сижу здесь в последний раз, что Маруто на самом деле уже нет, она уже далеко, так же, как мой папаша, когда еще появлялся у нас, но в мыслях уже жил своей другой жизнью. Мне кажется, Маруто поступает предательски. Но почему у меня такая судьба, что те, кого я люблю, кого хочу задержать, предают меня, бросают? Мой отец, девушка, которая обещала ждать меня из армии, теперь Маруто... Она входит с кофейными чашками. Мы сидим друг против друга, как прежде, но она кажется более чужой, далекой, близки мы никогда не были, но между нами была тонкая прозрачная стена, которая таяла, как сосулька, и казалось, вот-вот растает совсем. Теперь я вижу, что ошибся. За короткий срок между нами встал айсберг, и никакое тепло не способно его растопить. Пей, пока не остыл. Мне кажется, ее голос надламывается. Повнимательнее заглядываю в ее глаза и понимаю, что она совсем не такая льдышка, как мне показалось. Ты плакала? Говорю я. Не говори, что нет, у меня есть мама и сестра, и когда они хотят скрыть слезы, они также отходят к раковине, но глаза выдают. И что ты делаешь, когда они пускают в раковине воду? Мне их жаль, но я не показываю этого. Я сержусь, потому что помочь все равно не могу. Да, мы себе помочь не можем. А может быть, может, упрямо говорю я, может, ты просто не хочешь? Не говори так. Мне кажется, именно эти люди причиняют столько зла, которые чрезмерно сами себя жалеют, потому что они эгоисты и ни от чего не могут отказаться. Даже от того, что им не принадлежит. Я знаю, что большинство девушек на моем месте не думали бы ни о чем, они бы уже повисли у тебя на шее. И возможно даже, что представляли бы себя счастливыми. Я так не могу. Ты не мой. У тебя есть сигна. Старомодно? Возможно. Раньше люди были лучше. Была большая любовь, большая самоотверженность, но и большие страсти, увлечения. Теперь все мелко. Стараясь быть модными, мы стали циничными. Маруто права, но я не хочу это признавать, потому что в таком случае я должен встать, идти и возвратиться к сигне, чтобы всю жизнь хранить ей верность. Многие, возможно, неосознанно догадываются, что, гоняясь за современным и модным, они стали несчастными, поэтому хотя бы часть стремится обратно ко всему старомодному, длительному и неприходящему. Невозможно жить в атмосфере нестабильности, это разрушает морально. Если человек не способен верить в большую любовь, он деградирует, превращается в скота. Только тогда, когда мы вернемся к ретро-любви и ретро-морали, мы снова будем счастливы. И несчастны тоже, возражаю я. Разве мало людей в прошлом женились и выходили замуж из-за обстоятельств и по расчету и были вынуждены жить вместе? У меня есть тетушка, ей теперь почти девяносто лет. В молодости она не была красавицей, женихов не нашлось. Богатства, то есть приданого, тоже никакого особого не было. А где-то в соседней в соседней волости жил парень, тоже не ахтиш то и себя, к тому же и нерешительный, никак не мог жениться. Люди свели их, так сказать, обженили. Несколько лет назад у них была золотая свадьба. Я как-то спросила ее, какова была их жизнь. Она говорит, счастливая. Можно возразить, но я понимаю, что Маруто не станет меня слушать. Меня совсем не интересуют какие-то случаи в жизни. Ими можно доказать все, что угодно. Меня сейчас интересует другое. Покидает ли меня Маруто из-за своих высоких принципов или за этим кроется что-то другое? Ты кого-нибудь любишь? Зачем тебе это? Для ясности? Потому что мне казалось, не будь сигна, у тебя есть другой? Она поднимает глаза на меня, напряженно и пытливо смотрит, вроде бы желая убедиться, зачем мне это был. Ты о нем еще думаешь? Да, думаю. ты вернешься к нему? Я не знаю. Но ты с ним встретишься? Да. И поэтому ты уезжаешь? Может быть, но это не главное? А что главное? Я, наверное, забуду его. Есть вещи, которые трудно простить. не обязательно тебе знать все. Самое главное, что с самого начала мой интерес к тебе не был честен. Хотя я в поступках Марута по отношению к себе не вижу ничего нечестного, все же это признание меня убивает. А именно? видишь ли, в моей жизни был такой момент, когда я на вас, на мужчин, смотрела, как на... Да, в общем, ничего хорошего я о вас не думала. То, как Генри лез к Сигне свидетельствовало о том же. И тогда появился ты. Сигне рассказала мне. Что рассказала? Что ты не испугался и не участвовал в сговоре, даже напротив. Этого еще не хватало, чтобы я участвовал. Ну, видишь, мне захотелось посмотреть, убедиться, таков ли ты, как Сигне тебя представляет. Мне почему-то хотелось думать, что ты такой же, как все, потому что за что бы Сигне повезло больше, чем мне? Значит, ты со мной играла? Не совсем. Мне надо было убедиться в твоем... Но все же признай, пожалуйста, что я почти ничего не сделала для того, чтобы отбить тебя у Сигне. Ты сам сошел с ума и теперь сбежал. Я тебя не просила. Я был уверен, что не надо. Я надеюсь, что ты все понял. Только то, что обошлась со мной, как с подопытным кроликом. Нет, никогда. Сейчас я хотела бы, чтобы ничего такого вообще не было. Я сама обожглась больше, чем ты можешь себе представить. Завтра я уезжаю. Зализывать раны? Со злобой говорю я. Она отворачивается, встает и подходит к окну. Я понимаю, что мне здесь больше делать нечего. Навязчивым я никогда не был и, надеюсь, не стану. Встаю. Знаю, что мне пора и не верю. Почему-то кажется, что сейчас произойдет нечто, что перечеркнет наш разговор и позволит мне остаться вблизи Маруты. Марута поворачивается ко мне. Ты уже уходишь? Если бы ты позволила остаться, я... Нет. Она провожает меня до двери. Я оглядываюсь. Она стоит так близко от меня. Мне кажется, я сквозь рубашку ощущаю на своей груди ее горячее дыхание. Мне так больно. Я не могу уйти, потому что вдруг понимаю, я вижу ее в последний раз. Не совсем сознавая, что делаю, я притягиваю ее к себе. Марута не сопротивляется, наоборот, она тесно прижимается ко мне. прости меня, шепчет она. Прости, скажи, что ты не сердишься. Нет, говорю я и целую ее совершенно безумно, но это длится недолго. Строго и решительно она отстраняет меня, и я оказываюсь за дверью. Голова кружится, как в охмелю. В первый момент я хочу вернуться, дверь заперта, трогаю ручку и понимаю, напрасно. Открой, тихо говорю я, открой, открой, я должен тебе сказать, ты слышишь? Тишина. На лестнице раздается чьи-то шаги, и я спускаюсь вниз. Глава сорок пятая Не знаю, как мне удается доработать до вечера. Я просто тяну резину. Один из моих коллег, вернувшись с поля, где ремонтировали комбайн, говорит мне, что пора идти. Не до темна же вкалывать, рабочее время кончилось. Я механически убираю свои инструменты, мою руки, беру велосипед и иду. И тут я понимаю, что мне некуда идти. Не могу же я поехать в орупы к сигне. Жизнь в покинутом доме я принял только потому, что надеялся на Маруту. А Марута уже нет. День пасмурный, но дождя почти что не было. Теперь у горизонта тучи расходятся. Возможно, завтра будет хорошая погода. Но что мне делать? В этот момент? Сейчас? Возвращаться в свое новое жилище нет никакого желания. Хотя отчего бы и нет. Разве это не самое подходящее жилье для отшельника, до которого никому нет дела? Ничего не остается. Я сажусь на велосипед и еду. Даже после легкого дождика дорога заметно ухудшилась. Местами едва можно проехать. Иногда я спрыгиваю с велосипеда и иду полем. Другого выхода нет, если я не хочу по щиколотку вляпаться б слякать. И все же, какой бы плохой ни была дорога, я добираюсь до своей временной резиденции. Возможно, даже хорошо, что здесь нет никого, кто расспрашивал бы меня, почему я не улыбаюсь. Что случилось? Не болен ли? Не вызвать ли доктора? Сигна делала бы это, глядя на меня сочувствующими глазами, и была бы страшно несчастна от того, что не может мне помочь. Вхожу в дом. Нет ни книги, ни радиоприемника, ни магнитофона. Наколоть бы дров, да нет топора. Мысль об огне мне нравится. Да, я хочу сидеть у огня, смотреть на пламя и слушать, как потрескивают дрова. Только где мне топить? Сидеть в пыльной комнате у печки невелика радость. Перед закопченной плитой то же самое. Во дворе. Только во дворе. Дождь прошел давно, и кажется, что не ожидается. Иду искать топливо и место для костра. В саду нахожу заросшую травой груду хвороста. Несколько лет назад спиливали замерзшие яблони. Ветки сложены здесь. Это неплохо. Только если сразу же подпущу огонь куча, получится великолепный фейерверк. Загорится ярко и сильно, но скоро выгорит. Вблизи другого топлива нет. Перебирать ветки яблони нет смысла, потому что сквозь кучу проросла трава, в юнки сплели и связали ветки. Ничего не остается, как идти в развалившийся сарай. Он находится довольно далеко от остальных построек. Ветра тоже нет. Досок, щепок и прочего добра тут навалом. Только место не такое красивое, как в саду, где уже наливаются яблоки. Но скоро все равно наступит темнота и закроет дали, не разбирая, красивые они или нет. Я набираю немного щепок и поджигаю их. Намокшие под дождем они не хотят разгораться. Ломаю конец доски и ножом стругаю лучину для растопки. Доска хоть и серая, но сухая. Лучины вспыхивают в один момент. Я аккуратно кладу на них щепки и короткие рейки. Вот костер горит ярко и с треском. Иду в сад. Хочу набрать яблок, пока светло. Земля под яблонями вытоптана. Сюда, видимо, повадились забегать ребятишки или доярки с фермы. Белый налив почти весь осыпался и сгнил, но отдельные яблоки удержались на ветках. Скоро поспеют и другие сорта. Я собираю их, пробую на вкус. Те, что мне нравятся, складываю на растерянную куртку. Вскоре понимаю, что столько яблок мне при всем желании не съесть. Но продолжаю собирать. Это занятие отвлекает меня от мрачных мыслей, которые так и лезут в голову. Под яблонями я не переживаю так остро, что Марута уезжает, оставляет меня одного здесь, в этом мрачном и одиноком доме. Еще вчера мне здесь нравилось, казалось, что я смогу здесь жить, но теперь я отчетливо осознаю всю запущенность и заброшенность обиталища, и оно начинает меня угнетать. Тишина такая огромная, что мне делается даже страшновато. Поэтому я двигаюсь и действую, чтобы не думать и не слушать тишину. Наконец я все-таки возвращаюсь к своему костру. Шевелю палкой угли, подкидываю в костер новые рейки и щепки, и пока не совсем стемнело, отправляюсь искать новое топливо. Пусть мой костер горит до утра. Спать не хочется, вряд ли я уснул. Доски и рейки длинные, разрубить мне их нечем, разломать не могу, поэтому я кладу их крест-накрест на костер, и когда середина сгорает, подбрасываю дрова нужного размера. Вскоре по обе стороны костра лежат запасные груды. Что теперь? Что еще предпринять, чтобы поменьше жгла горечь потери? Я ложусь около костра между грудами досок, смотрю на пламя и грызу яблоки. Стараюсь не думать, но это оказывается невозможно. Мысли приходят сами, и я не в силах им противиться. Это неравная борьба. Как только руки свободны, едва я перестаю физически работать, во мне растет подозрение, что меня обвели вокруг пальца. Хотела ли этого Марута, я не знаю, не могу поверить, но все же я, наверное, был дураком, если мог вообразить, что эта студентка может в меня влюбиться. Она дочь монумента. Через несколько лет закончит академию. А я? Кем я буду через несколько лет? Тем же, кто я сейчас? Кто я сейчас? молодой механизатор. К тому времени я буду механизатор с небольшим рабочим стажем. Одним из тех, на чьих плечах держатся и хорошие, и плохие колхозы. Без них нельзя обойтись, и сегодня они на селе совершают огромный труд. Механизатор и доярка. вот пара. Академически образованная Марута не для меня. Ей нужен солидный мужчина с академическим образованием, который обманет и бросит ее. Не знаю, почему, но я стараюсь думать о Маруте плохо. Я хочу, чтобы ей в жизни не повезло, чтобы она пожалела. О чем пожалела? Ну, конечно, о том, что не выбрала меня. Смешно. Но горечь сидит во мне глубоко, и я не могу от нее отделаться. Почему она стала мною интересоваться, если не думала ни о чем серьезном? Надо же было такому случиться, чтобы она соответствовала моему идеалу. Я понимаю, что жизнь сыграла со мной злую шутку. Но жаловаться некому. Никто меня не поймет. Разве Сигне? Возможно, она одна способна на это. Недаром она осталась дома, не уехав учиться из-за болезни матери. Она всегда готова принести себя в жертву. Я вспоминаю о ней с грустью и с нежностью. Наверное, я обидел ее, вел себя эгоистично и несправедливо. Я вижу ее в затиснутую выренившую узкую юбчонку, которая расстегивается на боку. Она прижимает локти к бедрам, потому что стесняется этого. Я встаю, ворошу костер и кидаю в него новую охапку дров. Пусть горит, пусть сгорает все. В ельнике кричит сова, видимо, напуганная заревом. Напрасно она волнуется. Завтра меня здесь уже не будет. Владимир Скайекс Роман Сигне в переводе с латышского Лаймы Винонен Читал Евгений Бразов-Брушковский Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров